с XCOM Long War, XCOM 2 Long War, соответственно, тоже 2. Вы наверняка смотрели все предыдущие 12 частей. Суммарно, я думаю, часов на 100 уже. Коротко, тем не менее, если кто-то вдруг пропустил, например, прошлую трансляцию, быстро ввожу в курс дела. Глобальная ситуация следующая. Мы на юге Африки, в третьем регионе, где силы адвента пока еще троечка. Два верхних региона более-менее оставили в покое. Здесь конспирация с 6 человек, здесь недавно вернулись к активности с инженером, добывая материалы, потому что денег маловато. Здесь ученые и 10 человек работают над разведданными. Тут стоит ретрансляционная вышка, и, скорее всего, мы следующим регионом будем подключать Южную Америку из-за персональных боевых модулей, которые можно будет вставить туда-сюда. Но не хватает 30 разведданных. Эта фигня можно получить, либо купить на черном рынке за бабло, либо выполнить одну-две миссии. Что касается исследований, в данный момент делается исследование тяжелой брони. Да, боевой брони. Это, видимо, для Хэвиков. Если... Ну, тут много поменяли относительно оригинала. Тут, в принципе, и по исследованиям тоже много нового. Разбор там трупов, получение сплавов. В частности, по инженерке мы сделали зону испытаний. Запустили там проект защитный жилет, потому что он стоит не очень много. Но значительная часть проектов в зоне испытаний — это возможность делать свои модули на пушке. Ну, разве что вот патронный коготь очень хороши для критов, очень хороши для штурмовиков. И для рейнджеров тоже неплохие военно-полевая медицина. Упирается все в труп сектоиды, труп вайпера. А дальше все — это прицелы, настройки спуска, приклады, автозаряжения, магазины, глушители. Есть, конечно, еще отравленные патроны газовой гранаты, но, опять же, упираемся мы тут. Они дорогие, 50 материалов, сплавы, лерии и трупы еще нужны. Что касается строительства отсеков, один инженер занимается, собственно, в экранированных катушках здесь. Здесь двое, потому что в зоне испытаний инженер нужен, и на реле питания нужен тоже гремлин. Ну, то есть, то два инжа сидят, то два гремлина, тут гремлин. Можно еще гремлина поставить в связь с сопротивлением. Один инженер еще находится, напомню, в регионе северном нашим самым и помогает фармить материалы. Что касается бойцов, здесь, конечно, интереснее всего. Вербовка недоступна, но новобранцы очень нужны. Не так давно мы получили парочку новобранцев, и сейчас они проходят соответствующее обучение. Наиболее меткий идет в снайперы, наиболее никчемный, ну, то есть, такой средний, идет в универсального ниндзя. Элаяр, здравствуй. Есть сравнение после прошлой миссии. Мантич, да, получил. Хорошо, что не умер, слава богу. Остальные все тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. Хорошо. Непрерывно идет обучение в Центре военных технологий. Люди обучаются дополнительным способностям, которые реально упрощают жизнь. Тщательно выбираем, как только завершается, как только получается ловелап или заканчивается обучение предыдущего человека, выбираем новую способность. В партизанской школе учатся, соответственно, снайперы, учатся ниндзя, учатся офицер, и есть на выбор тактики, на которые не хватает в данный момент денег. Я хочу персональные боевые модули улучшить, потому что захватим регион, можем их менять туда-сюда, и персональные боевые можно будет и, соответственно, переставлять, и эффективность их повысится. Но, опять же, нужно 150. Основная ударная группа ждет появления миссий. В данный момент я вижу, что ни одна из... ни одной миссий не найдена, но это вопросы времени. Поехали дальше. Продвинутое обучение. Стойкость у демаги. Атакующие вас противники получают минус 50 шансов критического попадания. Далее. Это вопрос Центра военных технологий. Это обзорные экскурсии по Траю. Почему? Это быстрый ввод в курс дела относительно того, что происходит. Кандидатов, кстати, на Центр военных технологий довольно много. Я бы взял кого-нибудь из дублирующих товарищей, то есть, либо одного из специалистов, либо одного из ниндз, либо одного из штурмовиков. Ну, где, короче, есть страховка. Так, ниндз не буду все-таки, потому что один на миссию, скорее всего, пойдет, а другой в основном отряде. Рейнджерный эксперта. Что? Граната летит. Призрак неплохо. Фиксируем. Авемария. Непоколебимость неплохо. Броня и урон от взрывов. Неплохо еще оружие типа винтовка способно разрывать броню, потому что это спец. Он с винтовкой, собственно, ходит. И точность у нее отличная. Сколько с временем? Четыре дня. Беру. Потому что сейчас уже мутоны встречаются. Даже в регионе с силой Адвента 3. Вот был баронированный мутон. Это была проблема. Так. Сигвард. Катаринский. Из Dark Souls 3. Выпад. Леминг-ниндзя. Учить мне больше некого. Новобранцев опять нет. Есть инфа, что я не делал сценарий. Можешь наставить внеплановый ЗН. Также все равно у тебя 30 или 40 дней есть. Но да, я хочу в исследованиях уже подготовить... Командир, с адвентом офисом сейчас в холодном снижении, мы должны перфортировать авторопсию. О, я накосячил. Короче, да, нужно кодекс изучать. Для того, чтобы, по крайней мере, на единичку адвента снижать. Согласен. Там уже прогресс идет адвента в фоновом режиме. И они все ближе и ближе к прорыву. Ну, в смысле, к концу игры. Еще один обучение завершено. Снайпер, 72-76. О, учить проститизанки некого. Да, новобранцев нет. Да, я согласен. Нужно искать миссии, которые снижают... Вот оно. Стратегически. Так, хорошо, что не стартануло оно. О, новая цель. Давай, смотрим. 8 дней, неплохо. Материалы, разведданные. А, привлеките внимание адвента. Это четверка. Награды хорошие. Время достаточное. Но это не нужно делать. Еще одна цель. 10 дней. ВИП. Пулеметчик. Дмитрия Михайлову можно вернуть. И пакет данных, разведданные. Вот это берем. Во-первых, незначительные мы гасим до минималки. Вообще, изи. Спасите ВИПа из камеры. Сводите важного пленника. Это будет, типа, миссия на основную группу. Поэтому мы берем, мы берем Феликсом, мы берем рейнджером. Одного специалиста, скорее всего, это будет боевая Аве Мария. Если, конечно, не вижу ее. Не понял. А, она обучается. Ладно, берем второго специалиста. Кроу. Гранатометчик, да? Разрушитель, скорее всего, да. И один штурмовик. Штурмовик либо Берс, либо БСП. БСП, конечно, плотный. Не такой маневренный, конечно. Но у БСП, кажется, есть как раз вот эта вот обилка, которая... Нет, у нее обилки. Сейчас посмотрим. Берса. Нет, давайте Берса возьмем. У него больше полезных навыков. Одинокий волк, смертельный. Ну, собственно, остальные нормальные, стандартные. Привет, привет, Элисиум. Элисиума. Проверяем наличие брони. Я не думаю, что нужно брать больше 6. Хотя, почему нет? Прокачать, например, Титана. Но, опять же, я не укладываюсь уже на 8.23. И у меня бронежилетов не будет на достаточное количество. Сейчас быстренько посчитаем, как я должен... Как я должен попасть, собственно, в эти... Так, это у нас получается 240, да? 240... 257... Очень странно. Еще раз 240. 22 равно... умножить на 0.8. 209. Прозвольте на 24. 8,7 дней. Да, у меня седьмой человек не вмещается просто. Ладно, Титан оставляем. Снайпера не уберем, потому что миссия на время. Так, снимаем все предметы. Снимаем всю броню, снимаем все оружие. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да. Ладно, поехали. Броня хищника есть. У Берса дополнительных... Так, жилеты. Я думаю, ему нужно взять все-таки бронебойные снаряды. Потому что он как раз вот... ...бронированных мутонов может убивать. Здоровье 11, броня единичка, меткость 70 Кроу, специалист Вот ему бы лазерную винтовочку взять Вместо пистолета пулеметом Лазерная винтовка пошла Что у него по навыкам Взлом 70 Он саппорт, то есть обязательно аптечка, которая у него есть Светошума у него дополнительного нет В отличии от Авы Марея, увы Но у него есть призрак, тактическое чутье Хорошая защита и без того Но я ему, пожалуй, возьму Вот так вот, жилет из нано-волокна Эд Кроу Рейнджер был на прошлой миссии Не уверен, что нужно что-то менять Лисом к лицу, дуплет, мобильность не очень хорошая На 17-3 Нормально, короче говоря Нормально Далее ниндзя идет с максимальной мобильностью Накидываем, естественно, жилет из нано Даем ему топор Даем ему, проверяем Наличие брони, но она у него есть Броня хищника Можно, конечно, дать что-нибудь Нет, не надо ничего давать И на проникновение, и ничто Ни на что другое Гранатометчик Это фаерлорд Ему бы жилет Проверить у него У него, кажется, чисто по гранатам Которые наносят урон Да, мощный взрыватель Тяжелая артиллерия Сапер Тандемные Боеголовки То есть ему реально нужно Вот, по крайней мере, три гранаты В столе пулемет Для мобильности Меткости у него никакая И разрушитель Без армора Сейчас ставим армор Хотя, видите, за брони хищника Это Почему у меня так много брони хищника Так, а у него какие обилки Те же самые То есть Фактически нужно побольше гренок Но здесь же лето-знаного волокна Тоже может помочь Да, это фаерлорд СФА, конечно же Так, у кого нет армора Мне кажется, что Кто-то без Да, кевларочка у Феликса Это плохо Мне должно было быть шесть Арморов Шесть Да, и тут кевлар Вот так вот кажется Пять плюс шесть У всех должно быть плюс шесть У кого этим Плюс шесть И плюс шесть Хорошо То есть мы снижаем до минималки Получаем Возвращаем Дмитрия Михайлова Пулеметчика Сержанта Получаем пакет данных Позволяющих подключить новый регион Гранаты-гранаты Светошумовые есть Аптечка одна К сожалению Можно было бы ее заменить Ой, ну кому менять Скорее даже рейнджеру ее нужно ставить Ну что, он по крайней мере На какой-то дистанции находится Светошумы Раз, два Два всего Давай дым Ой, в смысле еще один Светошум Три Все, поехали Укладываемся, естественно По времени В минималку сводим Шесть-девять человек Работаем Основная группа Акцент на лут Акцент на прохождение Без потерь Естественно Нужно спасти Наших товарищей Так вот Защитный жилет Сейчас будет сделан Что это такое? Укрепив жилет Из данного волокна С помощью специальных материалов Мы смогли добиться Полного имитета К огню Ядом и кислоте Это вот стандартный жилет Который я сейчас всем раздал Жилет из данного волокна Кажется, это оно Да Ух ты А у того тоже была Троечка Да, троечка была Огонь Кислота И яд К вайперам это просто Прекрасно подходит Очень хорошо И главное Он в зоне защитных В зоне испытаний Был дешевеньким Типа 20 материалов Всего лишь стоил Давайте посмотрим Что мы можем Еще сделать Тут такого Толкового Но кажется Ничего особо Не можем сделать Хотя настройка спуска Очень полезная штука Потому что Настройка спуска Это Овервотч Это пулеметчики Это снайперы Это овервотч Да Давай Четыре дня Дырокол Пробивают броню Обучение Дырокол У нашей Авы Марии Завершено Сейчас посмотрим Может быть у нее Что-то еще есть Толковое Она высокого левела Поэтому у нее Могут появляться новые Нет Так Кто у нас Кто у нас Можно полимерчик Потренировать Потому что Полимерчик Сейчас мы одного По Нет Ну хотя Глубокое прикрытие Не так уж и плохо У пекаря может что есть Гремучая смесь за десятку страж бспм пристрел конец нет можно скрытность взять но это тоже не самые ценные 5 скрытность что-то брусбрэйн штурмовик тут новый есть снайпер собственно гремучая смесь призрак для снайпера жуть можно выстрел с пистолет который всегда попадает для снайпера это неплохо если у пистолета какая проблема ты просто не к нулю стремиться вероятность попадания но если так снимать overwatch например или просто добивать кого-то из пистолем ну или зефирку алин и давай тогда снайпер окей в десятку три дня всего нет уже нормальных перков для тех людей кто дома сидит еще одна цель давайте что там три дня всего лишь инж небольшая из транспортного средства адвента во-первых небольшая это нифига не большая это 13 15 человек три дня не дает мне возможности снизить транспортное средство это это желательно двух бойцов брать ниндзя и специалисты если я беру наших топов то я во первых увеличивающую активность короче нельзя этого делать трудный мишень уклонение обучение завершено офицера получай посмотрим можно ли дальше в партизанке вредитель задержка подкреплению пусть тренируется привет лиц может пиццу пистолета прокачивать надо руки молнии можно сделать настройка спуска в хорошо то есть я могу сейчас про просто плюс 5 а еще лучше модифицированные то есть каждый раз можно у это конечно не выгодно получается то есть мне нужно трижды сделать исследование в зоне испытаний для того чтобы до он модифицирована настройка спуска тебе нужно ты понятно то есть ты это делаешь для того чтобы научиться ты берешь три готовых настройки например спуска или глушители или прицела да это конечно не очень тогда я в зоне испытаний пока сворачиваю гремлинов убираем инжа высвобождаем и инжа перекидываем на катушке вниз пусть копает лучше да это скорее налейт чтобы тебя была возможность любое время имея материала изготовить себе модули для оружия а так это не очень полезная штука так десятки с пистолетом посмотрим на снайпера не специалиста действительно может быть вы марию стоит у него там один на один неплохая билка для пистольная что у снайпера есть призрак вот один на один появилась но он не может потому что он молодой давай тогда вы мари учить руки молнии пусть действительно халявно стреляют активность пока 3 здесь там 55 технология вот боевая броня прототип есть в инвентаре можно сделать мобильную броню можно на будущее процессы мобильная броня очень дорого стоит давайте посмотрим что боевая мне дает в конце концов это мне нужно производство предметов скорее всего броня так за костюм вот он это на 5 материалов экзо костюм тяжелая броня сочетает бронепластины с сильным экзоскелетом защита позволяет устанавливать тяжелое вооружение для хэвиков для рокетменов стоит 35 и 5 то есть я могу парочку бронек таких сделать как раз на хэвиков на наши а второе исследование это броня мобильная которая кошку дает для снайпера очень хорошо для ниньс наверно штурмовиков тоже может пригодиться но их за костюм полезнее правильно сделали что вы его взяли гранатометчиков у меня всего двое кажется кажется 1 2 но есть еще опять же разрушителей парочка парочка же разрушителей одного только вижу ладно это к следующей миссии да на персик давайте посмотрим статистику возьмем какой-нибудь гранатометчика димагу и дадим ему здоровье 2 экзокостюм то есть он хуже чем обычная броня но он же добавляет еще возможность выпускать ракеты если это как в оригинале посмотрим что добавится так относящиеся класса тяжелой брони комплект и xo способен нанести тяжелое вооружение на уступает по защитным свойствам брони хищник изначально доступна осколочная пушка некоторые проекты в заведении стоит могут могут открыть доступ к созданию дополнительного создателя класса разрушитель могут брать дополнительный боекомплект перчатки вместо тяжелого оружия вот оно что осколочная пушка выстрел из осколочной пушки с конусной зоны поражения 49 неплохо один выстрел дистанция 25 радиус 12 против скопления врагов на малой дистанции быстро заканчивается поэтому используйте и когда ситуация этого требует ясно типа дополнительно да а если мы говорим о разрушителем проникновение разрушитель у нас единственный поэтому не проверить нет информации по резидентам никакой так тут проникновение 100 но нужно спускать до ста двадцать пяти а вот и ресурсы о михаил мерчук сержант и павел белов двое товарищей доступны но здесь давай проверим воздушные патрули снижает способность обнаружать активность дополнительная броня в укрытии улучшенный экзоскелет ё-моё 14 материалов лучше сразу расследовать потому что исследование поставил до исследование стоит поставить хотя бы номинальное но я не буду наверное мобильную броню изучать потому что денег не хватает ну а я одну броню правда получу сразу же после этого нет лучше оставить на изготовлении пару текущих экзокостюмов так что давайте основы исследования сделаем еще одна цель так шесть дней инженер вип эвакуируйте из города это соло миссии я думаю пекаря посылаем и все сейчас доход 300 это потому что регион там на верхнем активность пошла можем даже двоих взять на самом деле берем пекарям небольшая активность небольшая я лучше сократить два раза как раз он сократит два раза ему бы конечно еще дать другую броню пусть будет с этим вот ему на мобильность хорошо было бы дать и вообще ему нужно броню изготовить давайте произведем все-таки предмет я не хочу сейчас как ретерять он очень хороший понимаю что дорого эти в ларочку наверно ему тоже нужно взять брони хищника 1 и защитный 2 еще бы хорошо ему защиту от все атак потому что у него а у воли 92 у пекаря воля капец хорош так поехали светошумовая дым донат не читает димазик привет описание кривой не лонгородская разрешить наоборот в минус так слот у нее не появляется предчатка доступна итак итак попробуем прочитать так димазик поддержал ваш канал на сумму сторона и сообщает привет там описание кривое не лонгородская разрушителю наоборот в минус так как слот у него не появляется а перчатка доступны итак до воздушные патрули им стопа мне кажется что-то мелькнуло здесь может новобранцы мне выдали или кто-то после ранения восстановился и новобранцев нет 67 баксов так и собирать материал не собирать нет потому что здесь мы уже скоро будем полететь сюда да и незначительные все еще все еще незначительные руки молнии ок сейчас посмотрим может у марии шишина она действительно очень высокого левела уже специалист и у нее могут уже новые появляться стрелок сапер опять можно стрелок ответы выстрел с пистолетом двигаться стрелять 8 клеток широкий конус раз у нас пистолетная на ужин добрый день сию привет минимальный уже я предлагаю начать операцию не затягивать ее значит эвакуация vip это шесть человек все в арморе все кто должен с лазерным оружием активность адвента все еще все еще тройка но а разведанные звезды и их хватит для того чтобы включить следующий регион допускаю что мы после этого сразу же полетим следующий регион куда там бразиль ну короче в южную америку и там развернем действия более активные потому что сила адвента все-таки хотя хочется довести до конца по возможности по крайней мере то есть как-то в этом регионе пара человек с пистолетными скалами норм все равно пистолеты будут пистолет хорошие да да согласен тем более когда выбора нет твой фэрлорд хорош фэрлорд я вижу там так вижу врага по пути пять человек мирных один вип эвакуация далеко я видел врагов вот здесь уже и так кто у нас ниндзя хэвик 4 гренки специалист на эксперт они специалист эксперта он у нас рейнджер вот он спец кроу дедушка фанаси разрушитель и штурмовик да да есть кто-то был ну я предлагаю учитывая минимальное сопротивление и то что нам нужно идти прямо двигаться собственно собственно прямо и двигаться начнем с ниндзя должны увидеть здесь сразу первый пак оценим так обычный да просто дроид наблюдатель протокол блокировки отключения 82 процента уже сразу же и учитывая то что после протокола мы мы навык за качаем таким образом да хопа и вижена нет уже хотел подойти но получилось так что тут внизу еще непонятно кто я бы не хотел панику раньше времени поднимать то есть сломать то его сломаем 12 ходов не на самом деле вот потратить можно вот потратить можно не стоит по этому поводу сильно переживать потому что вы видели где находится цель она недалеко этому лучше прислушаться и сломать его на следующий ход назад пошел ну хорошо ладно слева еще звуки так ниндзя тут был какой-то vision я пожалуй вот так сначала скажу вдруг там мирный все-таки стоял это кажется был вижен от дроида как раз как обнаружен противник а это кажется событие адвента было что их сложнее застать врасплох блокирую только для того чтобы навык повысить если конечно повышается может даже под контроль взять 50 на 50 а давай попробуем и первый раз взял под контроль и рискнул и взял хорошо у нас уже 7 а их вместо 98 хорошо здравствуйте здравствуйте дрон сразу спален мутон змея спасибо тебе дрон две змеи мутон вниз все вниз на но они видят только дрона это сложно уже я бы сделал так чтобы они вышли ко мне во фланг есть если и отталкиваться того что они меня не видят я могу дрона послать например направо сильно направо чтобы змеи вышли сюда и я их флангану следующий ход тогда давай посмотрим видят ли они меня отсюда не видят примем их на овере в любом случае чтобы конечно поближе мы подвести уже видеть будут подводить надо тут мы пропускаем ориентировочно хэрик тоже может подойдет может я бы даже отступил потому что мы не увиделем не хочу чтобы я там фланганула змея сейчас так взлом хорошо четыре человека мы видим то есть половина фактически из тех что на уровне еще пак офицер еще три человека ну понеслась очень неудачно и вот это все это еще последний короче говоря что мне делать как быть царапинам вот он стреляет держись дрон не выходят змеи понимаете не выходят один хит у меня остался 10 ходов и я уже вижу врагов второго врага вижу фланги только сверху так не торопись уже работай с тем что есть больше не будет с одной стороны напрашивается конечно светошумовая на двух змей которые стоят здесь во вторых напрашивается протокол блокировки или протокол нападение нам на этого дроидом в третьих возможно стоит самого дроида сейчас как-то и а вот аглушить например офицера или опять же змеем я хочу ввести его подальше это будет кавр кстати отсюда может не действовать и нужно его подальше отводить просто чтобы остальные могли или вот сюда даже не на меня вышли понимаете ладно давай вот так вот вроде фланг будет офицера глушить будет было бы неплохо оглушение вероятность 73 процента давай тут полных каверов не патарас считаем раз два три четыре пять шесть семь восемь все здесь всем думаю что нужно протоколом нападения 2 минусовать сразу же либо уходить за full cover куда-то и после этого минусовать что место такое не очень удачные далеко отходить не хочет ладно протокол нападения бог с ним протокол нападение 4 5 но тут 6 хитов я его не убью думаешь на штурмовик может с ранен ган побежать ниндзя может там пострелять по кому-то но реально народу много я согрел всех кто только был ладно если говорить о более активных действиях допустим full cover или отсюда полукрытие полукрытие закидываем гренкой например вот так снимаем скорее всего стенки снимаем половину хп светошум есть я бы кого-нибудь обвел особенно рейнджеров от обвел бы справа потому что в следующий ход уже были фланги так еще есть ракеты не забывай ракеты вообще хороши те пара ракет есть вышка проверял вышку нет не проверял кстати мне не нравится то что здесь за полу укрытиями сижу не нравится то что когда я выйду меня будут могут фланговать весь мутон может обойти например и все то есть самая опасность сейчас это две змеи безусловно потенциальный фланг к ниндзя тоже опасен так может действительно подойти попробовать вышку ломануть вот так нужно подходить это не факт это возможно тебе протокол защиты больше понадобится сейчас так ладно хорошо отталкивайся от утверждений кто опаснее две змеи почему вытягивают точность хорошая ближе всех находятся ок тогда либо ты шреддером их закидываешь для того чтобы парализовать и для того чтобы глушить потенциально их вывести из строя либо ты закидываешь и гренками и расстреливаешь просто чем хороши и соответственно плохие гренки ничем броня есть полу укрытие только полу укрытия не нравится а ты так и так за полу при этом сюда подходить не хочу повторюсь что мутон убегает просто и все ладно давай вот так хэвик пошел раз хэвик пошел надо как-то еще захватить чтобы не захватывается да ладно давай так он во первых много гранат во вторых одинаковый урон вне зависимости плюс разрушение укрытий по одной не попали ах чёрт да еще бы хорошо дальних святошимом мочкануть хотя бы на ход это наверное нужно пытаться вот отсюда делать но я не докину до туда святошим в любом случае рейнджерам нужно туда заводить не увидишь никого точно а вот отсюда дроиды увидишь да и вот так лучше угол угол с прикинем насколько я не докидываю святошу там же еще один третий стоит но в следующий ход в общем ты выходишь к ним ты его это ладно я предлагаю тратить рокет не выпендриваться на вот этих вот двух скорее всего это будет шредер рокет поехали попали дезориентированным не оглушены но и меткость их страдает в результате получается опасность представляет мутон мутон три человека впереди я бы штурмовиком сокращал дистанцию вот хочу сократить дистанцию понимаю что это рискованно но змеи уже не представляют угрозу мутон может обходить да но штурмовик как раз и может мутона убивать потому что у него есть оглушение есть бронебойные снаряды либо он подходит так это полу укрытие но вероятность того что тебя фланганут меньше чем если ты подойдешь вот так вот а можно подойти так и протокол помощи и узнать да давай вот так вот и возможно даже не спалимся на змеях потому что они не видят нас с этой позиции как в общем-то и мы тут скорее всего протокол помощи на штурмовика потому что он дальше всех находится и потенциальный фланг открывает и и скорее всего все таки протокол нападения на дроида чтобы просто было так этот не мешает да чтобы просто значительную часть хп у него снять а можно было змею добить но она дезориентирована в дыму не представляет угроза но у нас остается группа войск справа которая может еще дальше выйти во фланг к следующему ходу скорее готовимся главное вот этот ход пережить он самый опасный капец я могу феликсом подойти и попробовать использовать половинки кавера для того чтобы просто докинуть светошум до до парочки упырей здесь но я подставляюсь тут нет достаточного ну нет таких кавров короче говоря здесь внутрь заходить возможный вариант но ты все равно подставляешься частично вот отсюда разве что но это подход буквально на 4 клеточки 4 клеток тебе как раз тебе нужно 5 плюс резать может точно нет точно нет не 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 туда лезть разве что если вот так вот может быть но и то фланг можно бросок топора сделать 75 дрона убить халявные действия все равно но есть минус 0 благодаря протоколу собственно и этому а и да то есть что делать дальше штурмовиком точно нельзя оставаться здесь потому что тебя флангуют подходить сюда уже можно потому что есть более приоритетная цель которая находится ближе то есть полуукрытие в следующий ход ты типа добегаешь лучше давай попробуем докинуть естественно мы не можем овервотч с богом очень сложный ход взлом все еще действует неожиданно я думал что он быстрее закончится кажется оп ну это овервотч на инженера инженер тут самый не опасный на самом деле то есть максимум это дезориентация и он вообще может не попасть под роман попал га 75 неплохо у него с точностью раньше хуже все было подходит пулеметчик видит сопресит мне штурмашан попадает по штурмашу 33 процента вот он по нему же хорошо мутон не попал последний офицер из очень опасных не дезориентированных полностью рабочих а он стреляет по этому метка и короче там full cover и змеи без действий без нормальной точности их будем резать будем убивать вторая змея тоже подошла под ауе прям хорошо подошла ладно можно сказать отделались малой кровью сейчас нужно разрулить всю эту ситуацию здесь во первых напрашивается выстрел гренкой по двум змеям с целью одну змею убить да это как бы лучше хэвик не сделает в такой ситуации разве что подойдет туда и стрельнет по двоим которых ты и так флангуешь нет змей мы учитывая то что они дезориентацию потеряют убиваем гренкой пофиг что может умереть лут фаерлорд зажигает да добычи уничтожны к сожалению у второй змеи нас остается двоечка здесь мы ориентировочно с вами выходим во фланг обоим причем выходим во фланг жалко я не могу два раза выстрелить таком так ты флангуешь нет не флангуешь так ты флангуешь одного только флангуешь лучше на самом деле фул кавер чем раз или здесь кстати вариант свето шум потому что свето шум тут двоих закрывает а убить я не смогу опция да это опция так тут протоколом нападения гарантированно можем убить змею это раз штурмовиком я бы сразу рвался бы к мутону с целью оценки его вероятность его оглушения она будет скорее всего 85 плюс убить из дробаша я его не могу а вот и глушит 75 90 крит на самом деле мы его практически убиваем с выстрела дробаша феликс если что может подрезать его феликс может свето шум сам кинуть в общем ситуация вроде как нормализуется но ранение уже получено не стоит об этом забывать тут скорее всего протокол нападения в змею да а у нас еще дедушка афанасий есть ё-моё думаю что надо им выходить и кидать рокет куда-нибудь туда отсюда отсюда он как отсюда не достает если я подхожу просто я штрафуюсь по точности но там нет наших пацанов которые ой я же под фланг подставился погоди потенциально я под бутоновский фланг подставился так ракета 2.7 закрывает только двоих то есть я могу вот этих вот помочь вырубить тех кого мы флангуем это максимум офицер еще жив-здоров ё-моё да ну не стреляют же по штурмовику стреляем сюда промазал только по одному попал ну стреляем собственно по нему вероятность очень хорошая что убью нужно стандартный урон больше или крит крит выпадает вот выпадает так самый сложный вопрос будет именно здесь что у нас по криту он показывает пятерочку крит будет гарантированный то есть будет x2 это десятка причем ты не учитываешь а ты пробиваешь броню то есть броню не учитывай фактически у него 12 или 13 хитов получается то есть даже если выпадает минимальную так ты убьешь его с вероятностью очень хорошим крит и 11 хитов один хит оставил что ли да тебя два хита я думаю что протокол нападения нужен на мутона а змею нужно как-то резать протокол нападения на мутона не идет ну мы можем порезать мутона конечно же но я не хотел бы просто а выбор у тебя нет хотел ты не хотел думай кто опаснее опаснее определенному тону спецом надо спускаться ориентировочно вот так почему протокол нападения не работает почему вижу ну вроде не обязательно для протокола может рейндж нужен короче я подхожу под full cover скорее всего прожму сейчас закрепление потому что это обилка бесплатная и о взлом же еще можно тревога на карте небольшой кэш данных точность можно было повысить но это не сейчас следующим ходом закрепление раз протокол нападения теперь работает на трех но все равно нет тех трех на кого нужно то есть надо добивать змею увы а ниндзя идти резать мутоном увы и то не факт что его порежешь потому что он может ответить 70 процентов блин грязь вот это проблема это серьезная проблема стоп у тебя мясорубка то есть мясорубка есть двинется может ударим мясорубка есть и он флангуется он побежит он ударится да ладно убирай тогда змею капец ладно их остается трое но одного можно не рассматривать он далеко и он там по другим будет стрелять инженера я имею ввиду у меня там другие проблемы пятьдесят окей меня беспокоит мутон мясорубка сработает или нет мясорубка давай 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 юс хорош вот это да ой хорош не зря я аркадную мясорубочку взял два ядра элери класс видели он уже выделился по помеченному да но здесь попадание будет скорее всего потому что метка полукавр ой ну хорошо хорошо что броня защита так восемь ходов так теперь смотрите какая ситуация мне нужно провернуть провернуть все таким образом чтобы а собрать лут б оставить одного нубаса дезориентированного чтобы не шла подкрепа хотя вроде как это эти вещи не связаны говорят здесь мы ну здесь конечно флангуем я думаю спецом надо тоже не фланг нужно пожечь этого да тут лучше не придумаешь давай как мы идем жжем и урон и возможность что загорится я не вижу горит он не горит кажется огонь то есть горит здесь подходим ближе и скорее всего ломаем вышку тут мы подходим без даже run and gun убиваем офицера но он в дыму можно попробовать с а больше не нужно тебе ничего он в дыму но дым этот френдли для тебя то есть там не должно быть штрафа такого нет есть штраф да 51 а если атаковать 38 капец это очень плохо как я его буду убивать там в дыму то как я его буду убивать там так так а если взлом небольшой кэш данных точность можно поднять точность у всего отряда поднимется если что или только у этого бойца давайте оценим критический урон на два хода у всего отряда один к трем но мне лучше небольшой этот никто не дотянул так что мне делать с офицером что мне делать с офицером что мне делать с офицером ладно гренка ему нанесет гарантированный урон это раз и это нужно делать поехали 5 урона здесь товарищ не загорелся насколько я вижу но я во первых его могу дуплетом пробить с крайне высокой вероятностью главное не подгореть самому сто процентов 90 убиваем это раз лут еще кажется сверху был лут как там два хода успеваем вот это вот больше меня беспокоит то есть тут 50 на 50 что попадаем дугометом еще меньше попробуем есть попадание но царапином мы с мясорубочкой будем опять аркадец то есть идем вплотную режем если двинется то режем еще раз но он не факт что сейчас попадет во первых маловероятно правда у него та же самая ситуация то есть ему нужно будет тоже со штрафом стрелять мясорубочка раз семь один хит оставил один и он стреляет в дым мимо 60 процентов очень повезло мне так ребята валим вот сейчас валим сейчас к випу и на эвакуацию причем подбираем лут бежим сейчас просто под крепом могут телепортироваться вот в чем делом то есть подходим берем лут раз один ход модифицированный глушитель ок здесь так а где у нас эвакуация здесь а вип тут все достаточно близко так полностью подходит и берешь специалисту бы еще на самом деле клитированная приклад тут гарантирован мы можем офицера забрать об эксперт adds принтер в принципе его имеет смысл за випом отправить choices дoup в камере дверь дверь то есть пробегаем сюда дедушка фанесси тоже просто бежит здесь пока не гренка здесь просто бегаем штурмаж давай вот так вот и выстрел пост просто подкрепу могут быть конские типа 7 человек телепорт сверху тебя на голову сразу раз и все ладно дорезаем офицером и у них да как 63 у них такие такая защита прекрасную мне придется граната его как-то добивать кофе на лут а по-другому никак хорошо что оставил хэвика да это все все это адвентовские штуки до добыча уничтожена но что я могу сделать главное чтобы сейчас подкрепа не было подкрепа на подходе так офицер у нас вмешательством есть нет у нас никого блин эвакуации достаточно далеко ищем так сейчас нужно нужен был саботаж на самом деле так здесь подходим ломаем дверь подходим открываем дверь открываем ее спецом из камеры и собственным пробуем не видим мы нифига грязь все наверх на эвакуацию но кто-то должен уже позволять скорее всего это будет штурмовик учитывая молниеносные рефлексы дополнительную защиту но эксперта будет выходить то есть он должен дверь ломать то есть вообще от как выйти не вижу как выйти только через верх да если можешь подойти сюда на следующих вот вот это вот товарищ фаерлорд у нас под ударом очень многое зависит от того где будет подкрепом что это будет за подкрепом хорошо не телепорт обычно из таких штук не выпрыгивает 8 7 человек да это три человека и они сзади мне отлично а мэг мэг еще мэг ракетчик поглушающий и солдат продвинутый окей разбегается хорошо ой сразу на овер встал слава богу майки не такие точные мне придется бежать мне придется бежать от мэг а дверь я не должен уже ломать она открывается просто так хотя написано что взлом что случилось все внутри я не пойму почему специалист а потому что это не специалист специалист тебя наверху так что не пытаясь он что там взломать просто беги да я повел рейнджера вижу у него аптечку думаю спец спасаем инженера уходим с нас есть ранение уже одно у нас потенциально фаерлорд не у это дмитрий михайлов это не инж давай давай это дмитрий михайлов бессмертный он на одной из миссий был оставлен к сожалению так как ему лучше выйти лучше вот отсюда вот крыша full cover все дела вот здесь беда здесь будут мне в спину стрелять фаерлордом поехали там процентов 60 лет точность 38 дамы эти кривые окей и уходит берс судя по всему мы с вами живем я лучше вот так даже не хочу наверху выходить часть уже товарищи эвакуируем 54 хода остается времени вагон главное чтобы но там нет змеи там нет сектоидов они не могут меня контролить они могут меня остановить поэтому все бог убивать их смысла нет потому что эксклюзивных а почти не дают берс не отбегает на этот ход это плохо дмитрий михайлов спасается хорошо улетаем 1 подходим улетаем 2 подходим говорим спасли випа спасли всех кроме штурмовика но у берса во первых молниеносные рефлексы для начала во вторых у него дополнительная защита если вокруг никого нет и он еще сейчас будет под полу кавером под фул кавером точнее все у него нормально да мяки бегут тоже подходит но это так миссию выполнили практически чисто два лута правда не собрал и легкое ранение получил но зато спасли человека со званием получили развед данные насколько я понимаю сейчас подведем итог опыт опять же получили что немаловажно для такой темы ну новости по своих не оставляют эта миссия в новостях даже в африке ну да дмитрий михайлов один ловел ап только у берса и 6 дней всего лишь ранения класс у берса у нас прежденный убийца критический контрольный выстрел я хочу вот дугомётик дугомет против мутонов жирных очень хорошо заходит возьму его ядро и лире модифицированный глушитель модифицированный приклад два ядра лире и дмитрий михайлов герой новосиба так посмотрим что он из себя представляет причем он в звании пулеметчик 67 точность ну точность кривая можно конечно попробовать вытянуть наверное беспокоище нужно ему брать ловушка обязательно ой как сколько званий ох а теперь думай либо подрыв либо гири на цепи мне подрыв больше нравится неплохо мобильность у нее 17 просто превосходная мобильность 5 здоровья вот значительно выше стандарта меткость чуть выше среднего но учитывая то что каждый ловл ап еще меткость относительно 65 средний должна апаться она убогая вот поэтому взяли беспокоящий огонь чтобы при промахах был дополнительный шанс царапины ловушка для того чтобы меткость при овервочи было и персональный боевой модуль хорошо так мы готовы к следующей миссии у нас есть еще к следующей миссии армор 1 для хэвика и потенциально можно произвести что это что мы открыли там резать что мы открыли там резать что мы открыли там резать А, это DLC, это миссия Спустя 8 месяцев Полетим, конечно, туда, вы что У нас и специалисты отличные есть Наверное, я возьму двух спецов, это будет третий DLC, ой Очень хочу на эту миссию, очень Не, я сейчас вспомнил, что это доп-миссия Так, а спецы-то у меня готовы, или там кто-то все еще учится? Учится Ава Мария 6 дней Ну ее, наверное, надо уводить из обучения Потому что там спецы лучше всего Ну, да, может быть, попробуем прокачать Освобожденного Дмитрия Михайлова, пулеметчика Господствующая ССА там может быть И меткости, защита Да, давай так Это на Мэка, да, это на Меха Туда надо лететь, друзья, надо лететь Во-первых, это миссия без траты на время Во-вторых, это... Вот она, два дня расследовать Сразу же, сразу же полетели Там, говорят, дают Мэка Ну, помните, это миссия, где спаун роботов Где я запоролся в прошлый раз Когда первый раз туда пришел Так, ну, кажется, мне придется выполнить еще одну миссию Вредитель Далее Да, бронебойных надо будет сделать Обязательно Ну, штурмовика, скорее всего, взять Ниндзя не брать И всем бронебойные Туплю Партизанка Берем Нет, офицеров Не прокачать Забиваем Ой, хочу туда Хочу на миссию Сейчас у меня совсем другая ситуация Вот она Доктор Шинь, следуй, следуй Так, идет Шинь Ее нельзя изменить Берем еще двух спецов Снайпера возьму Потому что там нет ограничения на количество ходов И снайпер может с бронебойными тоже отлично стрелять Штурмовик, скорее всего Дробовик, бронебойные Хотя мне кажется, что рейндж Больше даже рейнджер подойдет С бронебойными Два раза стрелять Это же вообще халява Да Эксперт Это значительно лучше подойдет Обязательно бронебойные И берем Максимум шесть человек Максимум шесть человек Думай Может быть не стоит снайпа брать Неманевренные, гады Разрушитель броню Можно, конечно, поснимать И нужны люди с пушками Специалисты подходят Рейнджер подходит Снайпер более-менее подходит Не, нужны, я думаю, ниндзя надо брать Который легко ранен Тогда штурмовика плотного Восемь хитов Неманевренный Или шесть хитов Неманевренный Парни с пулеметом Да, пулеметчик для прокачки Очень хорошо зайдет Стану можно прокачать Плюс он может массу накрывать И они там все будут бегать И можно по ним стрелять Да, давай так Снимаем все предметы Снимаем все оружие Сейчас деньги тратим на то, чтобы Оборудовать эту бригаду Покажи шень Так она же в миссии только У нее навык дикий Кажется, будет Так Снайпер берет лазерное копье Со всеми прибамбасами Естественно, броня хищника Естественно, бронебойные Жилет из... Ааа У нас только один жилет из того волокна Эти обычные, да? Ладно, давай тебе Тебе пистолет, нет, не тебе пистолет Давайте я обключу пока что Здоровье 11 Броня есть, меткость 87 Ооо, пулеметчик Проще всего, потому что Под него тоже есть пушка Лазерная пушка Элитная настройка спуска Овервоч 15%, глушак не нужен Автозаряжение может быть Броня хищника Пока жилет Вместо аптечки Я бы дым ему вместо аптечки дал Хотя там ауешки тоже Там еще есть определенный Актрисантный боевой Давай ему сразу дадим здоровье Пулеметчику молодому Так, и я хотел Улучшение оружия изменить Глушитель убираем Встающая позиция Вряд ли Расширенный магазин Может быть Расширенный магазин А точно Нет лучше магазина Может быть на другой пушке стоит где-то Так Рейнджер Рейнджер в принципе готов Насколько я помню Броня, лазерная винтовка Драбаш Специалистам не забыть нужно Дым Улучшение оружия Что? Быстрая перезарядка Эти штуки Нифига себе Элитное автозаряжение Ему вообще Это поможет Точно 5 Ответка Overwatch Что-то Маловато Расширенный магазин Он Чаще И достаточно Он два раза стрелять будет Короче говоря Ему Нужнее всего Специалист Кроу И специалист Мария Ну проще с Мария Начать Потому что у нее Во-первых Пистоль Одной пушкой Светошум Второй Пистоль Какой это за костюм Что ты несешь? Какой кевлар Броня хищника Так Шень мы не можем поменять То есть броню Мы ей не можем поставить У всех остальных Бронька есть Плюс 6 Плюс 6 Тут видно Что да Тут тоже видно Что да У снайпера Может быть Тоже плюс 6 Чего не хватает Да Шеню можно Что у нее за навыки Можем посмотреть Навыки все равно Мы можем увидеть Взлом Здоровье Мобильность Воля 108 Можем повысить Мобильность Убрав Гренку Это не так важно Так Специалисту все-таки Я лазерный пистолет возьму Потому что он Да Снайперу возможно Возьмем Тот пистолет Хотя нет Не возьмем Те два вида Бронеулочный Я знаю Но Вторая Для Может конечно пригодится Меньше защиты Правда дает Так Теперь нужно Бронебойные И пушку Еще нужно Лазерную Сюда Попытаться Поставить Но лучевой Веер Только есть А там Точность Будет Здоров На самом деле Там будет Довольно Близкое Расстояние И она Будет Из пистоли Еще стрелять Скорее Так На будущее Дырокола Светитель Дырокола Светитель Бронебойные Надо дать Точно Рейнджеру И я думаю Пулеметчик Пробуем Произвести Раз Два Можно на самом деле Дать лазерную винтовку Вторую А у кого Лазерная винтовка Вторая А вот они Две винтовки Давайте я лучше Произведу Еще одну Лазерную винтовку Ну чтобы Не с дробашом Ходить Дурак А Тут нормально Стрелять И специалистом Точно Лазерная винтовочка Улучшение оружия Ладно Крит Ладно Магазин Ладно Устачивая позиция Так Патроны У рейнджера есть Света Бонусы По гранатам Кажется Нет У него Бонусы По гранатам Он вообще Пустой же А нет Он спринтер И добивание Ну берем Тогда Вместо Светошумовой Аэропатроны Это раз Я лучше Скалджек А Еще Шень Винтовочку Не могу Я ей вроде Хотя нет Могу Винтовку Могу Поменять Могу И стреломет Дать И тоже Кстати Аэропатроны Можно Хотя Она большую часть Времени Будет Другим Занята Ну точно Не гранат Давайте Жилет Гадим Не помню Я навыки Так И Пулеметчику Я хотел Вместо Стандартного Этого Дать Аэропатроны То есть Получается У нас Три человека Которые могут Брать под контроль Выключать Наносить урон Давать защиту Остальным Остальные Три человека Которые не могут Воздействовать Непосредственно Роботов Пробивают Собственно Броню Один стреляет Дважды Другой стреляет Точно больно Третий Сопресит Всех И стреляет По всем Все одеты В броню Все одеты В лазерку Кроме одной Но денег Маловато Есть у нас Светошум Раз-два Есть море Зачем-то Аптечек Я не знаю Зачем я аптечку Здесь снайпер Например Взял Даже пистоль Был бы полезнее Но пистоль Вряд ли Лучше как раз Ему дополнительный Дым Какой-нибудь Взять И рейнджеру Тоже Не нужна Не нужна Аптечка Что ему Нужно Что ему Больше Понадобится Доб-жилет Как вариант Доб-жилет Да Наверное Так Нет хищника А я не могу Бронировать Поставить Нет Могу только Менять Жилеты И основное оружие Ладно Поехали Короче Эта миссия Состоит из нескольких частей Я запоролся Грубо говоря На первой части Можно Бесконечное число Раз Переигрывать Эту миссию Только Конкретно Ее части То есть мы сейчас Доходим Например До лифта И нам Надо будет Эвакуироваться По одному То есть продержаться Шесть ходов Взял бы снайп Пистолет У него есть пистолет Я ему дал пистолет Надо уводить По одному Человеку Заход Причем Наиболее бесполезному Человеку Заход На меня будут Бежать роботы Их надо Захватывать Возможно Вешать на них Модуль Защитный Чтобы Там Агрели они Но в прошлый раз У меня было все Значительно хуже По хп А по всему Так Заходим Раз Заходим Два Заходим Три А билки Лучше не тратить Которые С Ну Которые С Которые Не бесконечные То есть Приказ не тратить Вредители не тратить Только те Которые Перезаряжаются Например Протокол блокировки Протокол Нет Просто блокировка Просто протокол блокировки Кстати Больше ничего не сделать Да Так ладно Подходим Подходим Лучше не спецом Конечно Надо уже определить Кто чем будет занят Экспертом Будет идти на разведку Что он Как бы спринтер Он Как бы штурм Рейнджер Видим первых Двух роботов Все И ломаем их У шейн Конечно Взлом прекрасный Хочу посмотреть Отключение 60% Не берем Тогда шейн У нее еще есть Протокол сканирования И бесконечный Разряд конденсатора Тоже Он долго откатывается Но ок А Слушайте У нее же еще Протокол нападения Бесконечный Сколько наносят 10-11 Но тут мэки Посерьезнее Чем раньше были Вы посмотрите У них ХП было 4 Сейчас уже 6 Это видимо Оооо Не Они стали жесткими У них Во-первых Стала Защита больше Я могу Их Ваншот Просто Просто Ваншот А здесь Протокол нападения У меня Понимаете Захват Уже Не гарантированный Абсолютно Абсолютно Не гарантированный Захват Они стали плотнее И это даже не проблема Проблема в том Что здесь Они спаунятся И будут тоже Дикие Ладно Здесь тогда Захватывает Пробуем 65% Я думал Будет второе Еще Если честно 75 Говорит Взять под контроль Берем под контроль Что прошло Натое злошение Видимо Неправильная Там вероятность Написана Вот Брать под контроль Кидать Модуль На него Защитный Это наверное Самый эффективный Способ Выигрывать Время На лифте Потому что Они будут По своим же Бить Будут Мазать Ну что Точно Сейчас Я не думаю Что у них Сильно Опнулась Точность Хотя Могла 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 Опнуться Точность У них Только по своему Что ли Серьезно 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 Например. Так, 85 точность. Офигеть. Было меньше. Ну, он ведь... Смотрите, обилочки. Прицел Адвента 5. Ветеран еще пятерочку. Поехали. Опа! Перехожу в боевой режим. Да, это капец, конечно. Протокол блокировки. Мы можем его отключить. Протокол блокировки можно вязать. Урон небольшой. 62. Да, хорошо. Можно было под контроль где-то тоже. Под временный контроль, что важно. Там наверху еще, кажется, парочка была. Но самое страшное будет, конечно, у лифта. Когда они по 4 штуки будут каждый ход появляться. А мне нужно будет валить. Подходим потихоньку. Стреляем, наверное, по верхнему потихонечку. Да, броню пробиваем. Ключевое это бронебойные патроны. Они тут прям... Прям да. А вот тут без патронов. Три брони, это дичь. Можно протокол нападения юзнуть на него. Я не знаю, сколько он времени продержится. Лучше я его гасану. Кажется, он держится то ли 3, то ли 4 хода. Контроль. И надо было по-хорошему это проверить. Надо было проверить. Надо было. Протокол самоуничтожения запустились. Да, кстати, это хорошая идея была. Ладно, подходим, смотрим дальше. Не вижу пока никого. Снайпер пока стоит. Интересно, как они активируются вообще? По какому принципу? Подходим дальше. Что-то это мне не нравится. Мне еще откатывается протокол блокировки, поэтому лучше... Ох, а внутри входа откатывается. Так, ну ладно, протокол блокировки первый есть. Что, заходим прям? А прям заходим. Не помню, сколько их. Кажется, двое или... Двое. Уничтожить смерть человека. Ой. Ну я считаю, что надо просто их мочить и все. 86 раз. Бронебойный снайпер, бах. Мэх, мэх. О, руки молнии, прикольно. Тут без бронебойных тем. Тут можно выстрелить. А, он... Он вроде так просто не взрывается, да? Блищ. Изи. Да, хорошо, что есть лазерное оружие и бронебойные снаряды. Это как бы позволяет ваншот этих фактически. Так, дальше, кажется, не будет ничего. Вплоть до... До самого опасного момента. Если мне память не изменяет, да. То есть до лифта уже движухи-то не будет. Да, вот он, цех сборочный. Надо там внимательно, блин, блин, внимательно там надо. Понять, во-первых, кого уводить. Скорее всего, спецов напоследок вообще оставлять. А, вон еще пак. Четыре человека. Четыре. Ладно, четыре человека. Надо им далеко просто бежать еще здесь. Я не знаю, как действуют протоколы. То есть можем ли мы... Не можем, да? Здесь надо подходить, скажем, вот так, например. Здесь тоже надо подходить поближе. Тут отходим. Снайпер вообще не при делах. Это я, ну, бас. Снайпер, кстати, с двумя приказами уже, кажется. Кажись. Надеюсь, они просто сейчас не доходят. Да, хорошо. Ну, страшно они, конечно, страшно. О, самоуничтожение пошло. Вон, телепорт наверх. Вот здесь вот кнопку включаем, и после этого они штамповаться начинают с бешеной скоростью. Окей. Окей. Так. Во-первых, я не вижу никого. Мне нужно подсветить. Подсвечивать придется... Рейнджером. Он нифига не видел. Хе-хе-хе-хе-хе. Так не хочется приказ сейчас юзать. Вы бы знали. Он здесь уже активизировался. Но он не добежит. Жаль, шинь гвездомет дал, может, не вернуть. Ладно. Вообще, я предлагаю пока на оверах сидеть. Потому что если выпрыгнет самоуничтожение, мы его гасанем. Подходить ближе. Я, если честно, не хочу. Снайпер, конечно, никчемный абсолютно. Не вывел я его на позицию, на правильную и все. И до свидания. Ладно, страховочный будет. Четыре человека. Первый прыгает. Сразу в воздухе. Ну, ребята, давайте. Гвоздомет, конечно, его не пробьет. Между ног прошло. Ребята, работаем. Ните стреляют. Нужны бронебойными. Пять. Еще один. Ну, ё-моё, ребята. Ну. Тихо, тихо. Не, 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 не успел. Так. И стреляет полукрытием. Так, армор сняли. Еще самоуничтожение. Грязь. А, уже самоуничтожение. Нет, 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 нет. Сними его, сними. Промах. Он не взорвался. О, какая грязь. Да лёнь. Так, ну я же могу переиграть эту штуку. Заново, да? Грант под ногу и заново. Ну, два ранения легких есть. Нет, я это их сейчас разруливаю. Это не такая большая проблема. Я просто из-за вот этих вот ранений не хочу дальше играть. Надо просто Шейн убить. Убей Шейн. Да, надо прочитать сейчас, секундочку. Сейчас попробуем убить Шейн. О, и Фолланд Плар и этот... Эстрейс поддержал ваш канал на сумму 50 рублей и сообщает, Майкер, Михаил, Бабер. Удачи и хорошего настроения. Привет чатику. Иэмпедодж Тор поддержал ваш канал на сумму 500 рублей и сообщает, Поехали. Фоллен, подчеркивание, темплар поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, Миша, желаю удачи. Тебя ждет безудержное веселье на этой миссии. Переигрываем. Светл на одном этаже будет только если Шейн поднимется, так что мы... Да, поехали. Короче, оставляем Шейн. Попробуем ее закинуть киндигренками, не знаю. Нет, просто мы ее оставляем и все. Остальные все эвакуируются. Я понимаю, что там сапресс. Я просто переиграю лучше ее. Участи скилл обои сейвы, да, да, да. Так, ребят, не осуждайте меня, пожалуйста. Вот еще, смотрите, единицу. Игра позволяет мне здесь это делать. Все в порядке. Пусть Шейн умирает. Должны теоретические миссии переиграть. Взрыв. Бах. Стреляй, стреляй полностью. Да куда вон Шейн стоит, алло? Блин. Стреляй по Шейн. Вот. Крит, хорош. У них пушки капец какие слабые. Тут Шейн не умирает. Так, я на точку эвакуации. Ничего не знаю. Необусы используют игровые механики. Ну да, эта миссия позволяет переигрывать. Она такая, она DLC-шная. Поэтому раз позволяет, я буду пользоваться. А вы там играйте как хотите вообще. До конца. Врубайте стримчик. Без сейвов давайте. А я лучше... Поживу еще немного. Куда ты побежал? Там Шейн стоит. Эти роботы, они должны нам служить верой и правдой. Убейте Шейн. Убейте здесь небольшой пусты. Блин. Давай, взрывай ее, взрывай. Не хочет взрывать Шейн. Шейн, встань перед ним. Все, следующий ход. Взрывайся, смотри. Бдыщ, бдыщ, бдыщ. Задание заново. Блин, для Айрон Мэна это, конечно, подарок судьбы. Да какой ты Айрон Мэн? Это уже нифига не Айрон Мэн. Слабак. Должен был играть с ранениями. Все, пошел капс. Горит у пацанов? Горит. А для меня горит очаг. Ребята, я понимаю ваше негодование. Негодуйте дальше. Но негодуй, не негодуй, не негодуй. Все равно, как бы, ничего не изменится. Так о чем я? Шейн идет вперед. Фу, таким быть. Обидно, да? Поехали. Ничего не было до этого. Просто ничего. Опасно. Ну, захватили под контроль. Хорошо. Мишки же не туда понесла. Я хочу им вперед сразу пробежать. Хотя можно выстрелить и поэтому и проверить, сколько ходов хватит. Бастит. Ну, бастит. Ой, ребята, ну как же вы, ну как же, ну чего же вы? Как же вы позволили-то Михаилу переиграть DLC-шную миссию? Я не понимаю. Вы не позволяли? Почему же он тогда переигрывает? Блин. Как так? Ну, я даже не знаю. Бери второго под контроль. Тут второго под контроль довольно сложно взять, на самом деле. Он еще не включился, скажите. Ну, бас. А как он проснулся, если я не попал? Внимание, вопрос на токан. Атака у блокировкин 30%. Так, смотрим. Отключаем цель. Ой. Не отключили цель. Так, я свой. Это враг, да? И снайпер никого не видит. Класс. Не, вообще, хорошо получается. Давай протокол нападения его Гасанил. так что не хочу рисковать я посмотрю насколько хватит взлом это уже третий ход получается до 3 кажется дан пошел наверх агребу при все фигня ухи решень молодец просыпаемся друзья паника паника куда бежать блин так и честно и пир опять не алё да не снайперы видят снайпер видит снайпер стреляет снайпер что у убивает тут и 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 тут уничтожение это сам просто через три хода придется себя пыщ а начать с уничтожения не знаю честно поэтому нам нужны овервочем нам нужны уничтожим уничтожим уничтожи его полностью пыщ ждем роботом ребята овер 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 бронированные давайте приехали о нифига себе неплохо это было и тоже пульку сделать бронированную она хорошо так хорошо теперь чтобы не было как в прошлый раз мы забираемся с вами до наверх но не проходим слишком до далеко встаем заранее до на овервоч ставим правильно снайперы все делаем правильным все делаем верным все молодцы мы еще так ты кто ты не очень так ты красавчик вообще снайпер не успевает тоже дырокол хорош полезная штука титан хэви кок и шейн но это как бы с первая часть я не знаю с двух из трех из четырех миссии и самая простая простейшая изейшая я бы даже сказал понимаете поехали еще мы агрим можно кстати сапом это сделать не скипнуть да не скипнуть первый этаж точно надо бессерьезно хранение закрыть да 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 но я думаю что это по силам учитывая учитывая то что есть у нас я не буду наверное рассчитывать на второго и третьего специалиста они может быть даже первым уйдут оставлю товарищей с пробиванием брони и шейн потому что если не дай бог специалист начнут лажать это будет вообще проблемой бах бах все равно опасно все очень опасно что шень говорит протокол блокировки на 1 ок успеваем и надо обязательно оставить чтобы все без кд было и ауе вот этот взрыв и и контроль 84 под контроль блин 84 я нажимал блин я же нажимал туда как придется расстреливать снайпер видит одного овощи не того лучше ему тоже на овер встать овощ вот что это как это вообще убиваешь мишень рано погоди сейчас овервочем не усилим одного-двух первец умничтожение ой грязь овощи 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 один упырь уже самоуничтожается снайпер никого не видит не если честно я немножко в шоке просто потому что как бы и чё я сделаю что вот я с ними сейчас делаю так ладно здесь два раза стреляешь дебют броню пробиваешь ok так не хочется бесплатную перезарядку тратить ладно минус 2 бежит сейчас двое один из них самоуничтожением может просто его вот так вот сделать убрать давай так и сделаем и берем где там стоит убрали то есть будет идти один сейчас но одного мы должны с четырех товаров снять нет вот он прыгает 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 в воздухе давай пыщ минус один армор еще пыщ блин такая игра клёвая так этот пришел себя активируется уничтожение кей ладно просто нововерия ждем если коротко это искусственный интеллект который создавал отец шейн шейн эту тему заставала свое время куда ты стреляешь он вообще не там снайпер не подведет пыщ готова у так друзья сейчас самое ответственное самое сложное это шестиходовая эвакуация от роботов которые будут лезть повсюду мне нужно занимать здесь защитную позицию раз-два точно и блин нет раз скорее 234 один уходит в первый же ход на пять человек у меня остается кто он кто-то 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 как же не ведешь будет сейф а я понял то есть шейн уходит последние все то есть отлично ребят все нормально не не по нему не куете не паникуйте все будет хорошо у меня есть план механику игровую мы с вами знаем что-то мне кажется это похоже на развод я все равно подойду на оверах есть планы сэйва не сэйва чистом виде конечно но определенная страховка подушка безопасности резервный фонд наезд это да кажется они не появляются здесь по поэтому то есть пока я не они тоже не теперь думай кто пойдет на последняя шейн идет кто не нужен скорее всего два моих базовых специалисты я лучше их по приберегу снайпер остается что бронебойный любую цель выключит плюс он командир мария шишина нет кроу тоже нет получается остается бронебойный эксперты которые два раза стреляют собственно вообще может разуплотнять людей безжалостно титан который с опрессии ты тоже с бронированными пульками стреляет тоже неплохо весьма и собственно шейн которая берет под контроль и только надо не забыть знаете что сделать протокол помощи раскидать спецами пока так что не ходит последняя то есть стоять она должна где-нибудь впереди да спецы уходят держал наш канал на сумму 50 рублей главный блайнд на титанов и сплетанут чародеев и помню что у тебя есть тактика и ты ее придерживая да 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 есть такое дело короче значит свободная перезарядка ок стоит один эксперт а свободная перезарядка ок стоит второй скорее всего мы их поставим сразу over попробуем первый пак принять так это у нас 3 тоже будет на овере без свободной перезарядки носов но фуловый шинь шинь я наверное подойду сразу вот так вот кем-то спецом шинь идет сюда в этот ли ход ломать да в этот ли ход лад ломать надо ломаем в этот ход и все то есть овервотч идет у нас а может не в этот ход зачем овервотч тебе на этот снайпер можешь поставить на овер второго спеца можешь поставить на овер здесь пока погоди наломаем правление лифтами ой в прошлый раз я помню как метод закапывали просто о получить небольшой запас материала сто процентов небольшой 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 данные или материалы данные материалы данные то у меня будут на следующий регион рим материалов маловато нифига себе вероятность просто сто процентов что выбирай что хочешь с богом друзья активируется лифт и первый спец уходит предварительно а я не успею давать им это свободное действие я не успею кинуть защиту а вот они пошли уже я понял вас интересно овер сейчас у меня сработает или нет с должен сработать до работает овер снайпер раз 71 мимо у этих по четыре хита уху на этих не работают адвентовские штуки и это роботы старой модели у них четыре хита не шесть пыщ ой плохо пыщ минус отлично изейший темнейший там у меня один рейнджер по две штуки будет заход убивать изи но он кстати сейчас и походит что ты мне пушкой тут тычешь в лицо побежал давай развалюха на жигули чем-то похож стоп а почему почему четвертый пошел рановато тут же уже был один стоп немного ли ты на себя берешь 99 раз дебют второго ты не видишь да ну бас это провал ну во первых там у меня снайп не попала во вторых во вторых специалист шейн она не ходила этот ход не захватывал никого это капец там уже взрываться один может так ну ладно это убей сумас этим что же стрельба а взрыв да стоять пусть богой за дайте ход бобру это уже проходит капец не 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 нет протокол блокировки юзнуть лучше на дальнего маком отключать их надо михалыч оглушение хорошо 1 минус 0 можно было брать по контролю там 33 всего лишь процента уводим первую цель протокол нападения делать instant kill я же говорю что не надо использовать те с обилки которые с у тебя с ты понимаешь я уже говорил первый пошел нет слава богу крова улетел так мария я бы взял под контроль ближнего хотя я могу его убить этого могу а у этих по 6 уже у этих по 5 что происходит погодим 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 правление 66 только по одному можешь да мне протокол помощи халявный я бы запротоколировал бы снайпера например нет хэвика запротоколировал бы что его бы его будут снимать 40 защиты это на будущее и протокол блокировки скорее всего на управление надо брать этого его моё чувствуете люди 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 60 процентов всего лишь на 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 я больше никого не могу да я предлагаю протокол нападения на него право этим отстреливаем левого там снайпером пулеметчиком но потому что это грязь давление прекращено робот сломался упал так тут дебют не факт что с одного удара убью не убил перезарядка свободная и еще один выстрел мидом свободная перезарядка а может до вход на шейн он все равно не увидит а ты гарантированно кого-то убиваешь того кто собирается взорваться давай сто процентов брич а дальних сапрессишь получается да меточку поставь на дальнем ну что-то мало народу мне казалось что уже больше они спали столько-то когда ты так тоже знал то широкое подавление я не знал что они спали столько тогда когда ты их убиваешь конечно тогда лучше отключать естественно я буду отключать пытаться овервотч но не убьет он броню только покоться это все мист инглиш да видимо их может быть просто одновременно не больше четырех ладно тогда это проще конечно это как раз четвертый последний интересно за них опыт дают можно оставить простых четырехпоинтовых да нормально все только шейн ни хрена не видит тут протокол блокировки отключаем раз я понимаю что я специалистом это дело которым должен типа эвакуироваться дурак надо отменить отступить и увидеть просто назад назад чтобы мы еще ход не потеряли спецом это раз видит она она может кстати руки молнии выстрел из пистолета по нет я думал по ближнему можем отключаем дальнего убиваем двух ближних попробуем в общем держим под контролем сейчас трое будут один будет выключен с вероятностью 82 2 убиваем спокойно да без проблем все тут а если ты скроешь спецом и свалишь то робот сразу включится ну мне в любом случае надо валить на что я тут без кавера хотя нет подожди может быть нам удастся убить всех вообще этого мы скорее всего убиваем точно убиваем здесь мы точно убиваем одного из двух и хэвиком и это еще есть да все нормально тогда я пожалуй убиваю раз здесь у нас овервотч он не успевает уйти хэвик ориентировочно убивает 2 90 90 там брошенный 85 90 давай 2 или забить на то что он брошен пофиг давай три снайпером хорошо все один выключен все остальные умерли или все-таки свалить не париться я думаю тебе надо для начала вот сюда подойти чтобы больше видеть валить или не валить вот еще вопрос да нет я проверю все равно свалю он далеко находится он мне не взорвет точно посмотрим ход не хочет стрелять да брошенный мэк снова действует товарищ прав был у нас остается четверо снайпер может дать доп ход кстати но это разовая акция поэтому наверное не стоит эту обилку тоже наверно не стоит юзать даже если мы ее почему нет кстати блокировку тебя в следующий ход уже будет не это лучше вообще оставлять под 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 финал очку ладно давай метку ставь может быть мы добьем тем шинь и правым стрелком сейчас просто теряю шкод я не получаю плюс одного активного робота снова валят бесконечный но они тут 20 лет блин штамповали роботов естественно он лим поехали это у нас рейнджер четыре хитпоинта он а почему броня у него же бронебойный нет это 2 ну уж и ничего здесь не может я больше беспокоит а почему реально рейнджер без не пробил броню в это последний получается так здесь протокол блокировки шейн мы отключаем единственный брошенный или берем под контроль кстати контроль еще конечно лучше потому что мы цель даем дополнительную и новые маки не появляются 84 берем под контроль пробуем есть хорошо кого убираем вопрос мне кажется что снайпер хотя пулеметчик даже менее полезно чем снайпером это по крайней мере снайпер гарантированно снимает цель а пулеметчик не всегда снайпер видит одного пулеметчик не видит никого ну вот и ответ на вопрос пулеметчик выводим можно конечно им пострелять еще напоследок но не по кому стрелять так в результате у нас три человека и рейнджер конечно дважды постреляет это тоже скорее всего рубит 1 этот плотный поэтому вообще 85 это тоже плотный я не понял почему он броню не пробил сейчас сейчас тоже не пробил что за грязь а две единицы по броне не хватает хорошо халявную перезарядку взял добиваю этого но один будет действовать плюс один робот мой куда не туда там свои попал все в порядке ханкер лучше здесь ой дай бог он по роботу будет стрелять так сейчас подходит еще два робота этого четыре хита хорошо блин главное чтобы тот дальний робот не по мне стреляла поэтому у них пушки слабые я под кавером нахожусь под средними каверами здесь лучше каверов нет потому что ж поделать не понял а то есть не считается робот надо было оглушать то есть уже пять роботов здесь на ёшки матрёшки открывается хорошо ладно успеем вроде так лифт пришел у нас осталось немного я увожу снайпером брошенного мэка в самую гущу кидаем чтоб его все видели шейни ориентировочно протоколом нападения по в следующий ход последний разряд конденсатора делает и протокол помощью еще ждем до снайпа уводим может напоследок еще скомандовать все таки сейчас будет жесть давай сначала посмотрим сап нет давай-ка лучше попробуем пробить человеку которого здоровья мало до 23 конечно лучше активировать самоуничтожение и поближе к этому не туда этого мэка надо убивать раз с одного желательно отлично и этого мы можем кстати убить если максимально выпадет штуком давай два даем приказ добить его даем приказ не жадничай приказ на экспертом так самому лифт не надо использовать было потому что может приказ тоже так работает неправильно и нормально все так этого мы гарантированно убиваем благодаря приказу хорошим используем лиф нас остается двое следующим уходит рейнджер а что может шейн шейн может сейчас использовать протокол нападением и убить еще одного упырям скажем ну вот этого да да давай так сразу это два взаимосвещающих действия поддержал ваш канал на сумму 50 рублей сообщает михай я посмотрел в окно и не поверил своим глазам дамп орел гигантский орел и нет то в сером сидел на нем этот нет и прокричал передает майнер он бросил мне небольшой свиток и улетел свиток гласил ее шейн и ушел вон дай шел вон дай шел вон вон а шейн вон дай йо шейн вон дай да появлялись новые новые роботы у шейн нет протокола блокировки я думаю что ее спасет протокол помощи последний перед эвакуацией то есть сейчас рейнджер просто улетает робот какое-то время выиграет я надеюсь до рода нормально так лифт приехал я улетаю рейнджером инфа со . здесь опять взрывы какие-то но там добегать не будут я наверное подбегу я наверно просто а не могу я взрываться да подбегу к следующему тогда здесь протокол помощи сто процентов естественно только надо сначала свалить потом протокол помощи там 40 защита и вокруг никого нет первую часть миссии выполнили можно сказать уже успешно протокол помощи раз можно разряд конденсаторы еще если за них конечно дают экспу ну ладно давай разряд конденсатора имба но 5 ходов кд ну здесь просто ждем с богом ребят первую часть осилили взорваться надо дед кинзю да я не хочу цель убирать я бы сейчас взорвался но не хочу потому что так они по крайней мере могут пострелять по нему вот часа белку другой узнул самоуничтожение подбежал к нему вплотную это все меня устраивает вот это вот меня устраивает более-менее сам двоих взорвёт вот пожалуйста вон он три хода фактически выжил пережил сейчас еще третий будет вон назад будет по нему стрелять сапресс даже так все изи изи сказал он первый раз зафейлив миссию а потом во второй раз ее переграв вторая часть миссии действие взлом прекратилось ну что ж бывает у нас одно ранение на один хит изейшие поехали дальше так мы забрались наверх на лифте поднялись уровень энергии смотри в оба и лишение должна выжить здесь действует тот же самый принцип то есть я в принципе эту миссию могу переигрывать анлим количество раз и минут вторую часть так что изи пока перезарядимся подождем когда откатиться способностью просто и не знаю я что-ли все равно стремновато там вышки сейчас кажется пойдут я прошлый раз на них отдавался так протокол блокировки уже есть кого мы посылаем вперед давай рейнджером ой узбогой за все нормально протокол блокировки управление туре 98 процентов стопроцентная вероятность вообще нужно наверное было ломать ломать другими специалистами их качать на взломах если не удается то шейн вырубать вот это правильно сейчас я на вторых попробую так сделать вот вот так вот за каждый взлом вроде как тебе добавляется какое-то количество навыка и надо пробовать и кто поддержал ваш канал на сумму 100 рублей сообщает мишанька ты хоть половину прошу я не знаю ясно не под выводим у турели строя убиваем шин переигрываю пищем специально отлично так давайте с на и помощью постреляем по турельке а зачем а просто так почему нет потому что можем отключили потом стреляю вот такой вот я непостоянный ветреный подходит ближе больно расслабился мне кажется вот у редко я что еще раз он сделал они касты 63 жуть крайне сложно убивабельный но косы до безобразия так еще одного специалиста поближе да двух спецов надо качать стараться я не уверен что может стоит дождаться не там будет я думаю нормально все еще туреток дебют 1 по этой туретке дебют 2 да ладно снайпер не видит нифига так а что нас вокруг так там опа что это такое мэг 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 стоит там да хорошо тут для снайперов кстати местечко есть неплохое вот такое вот тарам парам 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 и для хэви к кстати тоже хорошо для пулеметчик потому что у нее тоже высота плюс тут же могут какие-нибудь роботы по волну нифига себе высоко как так закрытое пространство такое настораживает ладно поехали стреляем ничего ничего все еще взлом мне кажется что нужно послать туда одного человека очень стрёмно туда опять в самый центр как в прошлый раз помните в общем пошлю-ка я пошлю-ка я пошлю-ка я это не мэг ладно ничего ничего добиваем туреточку нашу одного я в общем пошлю туда не хочу не хочу рисковать пошлю туда рейнджера может быть шейн должна все-таки поближе находиться потому что она да давайте двоих тогда ну потому что у нее вероятность взлома хороша очень хороша и лучше будет если у нее будет опция для взлома перезарядочка так давай-ка ты сюда еще один ход ну что протокол дакировки на кд заходим что-то такое что-то мне это напоминает прошлую миссию там где ты подходишь к точке нажимаешь кнопку и начинается ад я лучше подожду нажимаем активируем искру робот вот значит о чем эта штука пыталась нам сказать спарк мк-1 мортал комбат первая часть я смогла добраться сюда осталось лишь настроить мои системы на передачу дальнейший конфликт бессмысленный заводи всех комнату спойлерят поздно поздно у нас в метрополитене кажется в новых вагонах такие динамики что-то даже закрепление не 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 а а вы загрузки смерть человеком у я не допущу отец это папашка наш инженер прошлый если видишь сообщение значит прототип если успешно я почти наверняка уже не собрался того что сам у тебя 1 ты не делся что этот день наступит но без руководства проект x чем уже не торт судя по последним отчетам нам не удастся долго удерживать эту базу вот она как делся поэтому мне пришлось ускорить разработку прототипа искра полагаю наступит день когда эта машина внесет свою лепту в выживание человечества вряд ли образец будет запущен массовое производство но данного прототипа исполни конкретное предназначение с нами летать на миссии вылет он защитить тебя возможно лучше чем я сам я многое видел и много сделала в этой жизни лилина я точно знаю ты лучше что я оставляю к миру до этого специально был сразу брать 40 взлома мы сразу бы выиграли эту войну они странно конечно лицо очень как будто налеплено из разных других из америки азиатка я не расист так робот с нами и опять брони вот газ один ход до заполнения комнаты вот откуда это должен узнать все адвокат не доходит заводим всех кого можно что убиваем шинь время пришло блин такая грязь бегаем просто отравление помогать газ не опасен для моих систем попытка нитрализовать угрозу то есть он может бегать спокойно а ей так ладно робот один робот второй то есть я должен прорваться роботом вперед роботы они заполонили эту землю вау куда мы смотрим то слышь специально сейчас лабора лабора пушки в нормально все как там снайпер наш просто отравлен ребята но это не серьезно отравлением пытаться меня как то сейчас он выбит стекло все остальные отравиться тоже Так, ладно Ключевую роль играют спецы Фулл каверы есть, все есть Захватываем, блокируем Блокируем, захватываем А робот? Робот-то куда пойдет? Так, спец один сюда идет Ты можешь два раза пострелять С вероятностью 70 Это лол Это лол Робот Смотрим, у него есть овердрайв Три действия в течение хода, ни одно из которых не завершает его Что? Три действия в течение хода Ни одно из которых не завершает его Последовательные стандартные выстрелы С небольшим штрафом отдачи Опять перезарядка Выстрел осколочной пушки Конусная зона поражения Вау 4,9 Обилочки, характеристики пожалуйста 12 здоровья, меткость стандартная Защита 30 Близь 12 Злом 5 Воля 40 Броня единичка И еще сверху у нас пятерочка Броньки Арсенал Тяжелое вооружение может использовать Может на него можно Неуязвимо для огня и яда И Объект на карте сундуки могут быть дистанционно взломаны При помощи Оружия бит 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 Тяжелая автопушка Так, короче То есть наша задача сейчас Искра должен отключить подачу газа Нет ничего проще Я просто бегу Просто бегу на изичах Нет Да Искра идет вперед Это раз Далее Мария Шишина Пробует заблочить Отключение 75 Отключение 75 Отключение 100% Управление 70 Давай-ка мы сначала На кавер Нет Давай-ка ты лучше протокол защиты На робота сделаешь Вот так вот Протокол помощи Искре А потом уже блокируй Турельку В первую очередь У меня три специалиста Я тут Половину должен захватить Остальных убить Ааа Ладно Отключаем тогда Кто-то знал Не надо было реагировать на эти штуки Видимо он не учитывает все-таки навык взлома Кроум Пробует блочить 49 отключка Сейчас все било Ладно тоже отключай турельку А мы-ка будем захватывать Шенгу Второй мэкл убивать Звышаем Ты же мог бы делать Который Дурак Не надо царапать Искры Хрен по ней попадет Еще кто We're through We're through Так Здесь мы два раза стреляем по Или один раз стреляем по Мне кажется нужно купцову ставить сюда А как он отравленный Если у него есть аптечка А он не отравлен Потому что у него есть аптечка Хааа Рассчитано Так Шенька Шенька что может Она может выключить одного Думаю надо блокировать Все таки Ставим ее по центру Как наиболее универсального Сольдата Управление 65 Управление 65 Я права One of those Тут еще места по турельке Раз два три Четыре пять Блин Возьмешь под контроль Даже не глушаем Надо было ты редки Брать под контроль Этих убивать Надо было оценить Изначальные шансы На ушеньки Да 65 Там уже 62 Ладно Надеюсь Они поискли будут Стрелять Еще пушки Что ты волнуешься Переграть можно Если что Раз два Три Четыре Сюда надо Уешечку зарядить Этот импульс Если достанем Да ладно Искру будешь убивать Подавление Окей А этот к нам бежит У нас фулл кавры Флангов нет А, ну окей Я понял Все Не кипятись Да, вот у нас кто Ясно Давай-ка мы попробуем Тогда Импульс на четверых С одной стороны хорошо С другой стороны не очень Я бы сделал Гремлин лечение Собственно На вот этого товарища Снял бы Эффекты Это не закончит ход Вообще Надо было протокол помощи Пилить И все-таки Разряд Или не разряд Конденсатор Погоди Подходит Спец Еще Наш Один Вторым Спецом Сделаем Протокол Помощи На Искру Здесь Можем Стрелять Ой Хорошо 90 раз Минус Халявная Перезарядка И стреляем По дальней Турельке По дальней Старой Турельке Ой Хорош Крит Чем дальше Тем больше Нравятся Рейнджеры Красавцы Так Тут можно Сделать Протокол Нападения Но 4-5 Это так В себе Идейка На самом деле Только если На старую Турель Один на один Можно сделать Подрихтовать Здесь Кроу Который Слушайте А как я право Это буду Минусовать А снайпером Я буду право Минусовать Да Только ты не видишь Его Он сам подойдет На овервоч Его снимешь Все Договорились Протокол Протокол нападения Один на один Что Давай протокол нападения На правую Турельку Которая не выключена Второй трейлер Раз Вообще Руки молнии лучше На будущее Они лучше 60 60 62 Давай Птыщ Птыщ Да Из пистолета По трем брони Это гениальная идея Михаил Топчик Всегда так делай 4-5 50 на 50 Что убьем Стреляем А искра чего Так тут пулеметчик Причем пулеметчик Видит этого товарища Я думаю Что надо сопрессить Его простые Все Чтобы добавить Добавить Дамага Подбегаем Полностью Или еще ходит Но еще ходит Будут появляться новые Давай-ка полностью Все равно не можешь ничего делать Короче Шень Еще может Вырубить Вот эти вот Христинки Он также может Протоколом нападения Мне кажется Что туретки Скоро отпустят Я не хочу Пока разряд Конденсатора Тратить Это такой Провал Делше Одну турельку 70% Выбиваем Дальнее Две Вроде как Еще отключены Но я не знаю Насколько Крит Хорошо С Богом Друзья Слева Еще пушки Появляются Раз Два Рядышком Есть Ой Тут еще Ой Там по три Штуки Появляются С каждого Фланга Хорошо По углам Практически Всеми Сразу Встал Надо Разбежаться По Остальным Углам Так Хорошо Раз Два Три Четыре Снайпер Должен Снимать Хэвик Попадает На единичку Всего лишь Снайпер Я рассчитываю На снайпера Ну давай Давай Дистанция Не такая Чтобы штраф Сильный Был Ну 46 И взрывается Эди стреляют 16% Туретки косые Надо было Концентрироваться На Да как ты попадаешь 21 попал Так Так Вопрос Что сделает робот Контроль атмосферы Давай Раз Типа газ Уйдет Я смогу действовать Спокойней А эвакуация Вижу На крышу Валить Валить можно И еще Туретки По скриптам Ладно Хорошо Убиваем ближние Туретки Остальные Просто издалека А у них же Общий вид Вась Дым вроде Один был Да Но вот это Вот Опаснее Конечно Все фланги Начнем Наверное С нашего Ходового Самого Товарища Разряд конденсатора Можно сделать На двоих Вот так вот Выключить их Это раз Дальнее Маловероятно Будет попадать Да Давай Разряд конденсатора По свеженьким А рейнджер По кому Может 80 70 Лучше По дальней Пусть не стреляет А самых плотных Мы вырубаем Разрядом Конденсатора И Надо еще Сделать так Чтобы не было Фланга В следующий раз То есть Надо делать так Чтобы углов Не было То есть Вот так вот Подходить Где там дальше Могут появляться Раз Два Еще Три Еще Вдали Это Полукавры Михаил А фланга Это не будет Ты этих Двоих Можешь Убить Одна Всего Лишь Все Тогда не уходи С этой Позиции Не уходи С этой Позиции Слушайте Они Бесконечно Будут появляться Туретки Такой вопрос Вроде бы Нет В отличии От этих Перезарядись Или Или Протокол Помощи Я думаю Протокол Помощи На робота Нужен Он там Начнет Свою Войну Да Искр Давай Разряд Конденсатор Там Слоты Бесконечны Предлагаю По левому флангу Эвакуироваться Поехали Раз А Только На свободных Ячейках Повелся Я Дурак Ладно Туретки Не бесконечные Роботы Бесконечные Роботов Здесь Для спауна Нет Здесь Только Туреточки Так Что Может Титан Интересно С опресс У него Будет Работать 78 Вот Этого Нужно Убивать В первую очередь Потому что это Фланги Ой Молодец Сразу Минус Ну Туретку Ранения Пока Не фатальные Один На Две Три Максимум Единицы Это Не так Уши Больно Но Мне кажется Нужно Нужно Делать Просто Overwatch Передвигаться Или моё Двигайся Можно Здесь Вырубаем Одну Из Правых 97 97 Почти Кита Не хватило Тут Овер Так А что Робот Эти Пришли В себя Овер Драйв Три Действия В течении Хода Ни Одну Из Завершает Последность Хорошо Давай Овер Драйв То есть Три Выстрела Можно Сделать Да Или Выстрел Из Осколочной Пушки Я могу Пройти Вот Так Вот И С фланга Две А Атаковать Поехали Раз Может Даже Третью Задим Даже Четвёртую Задим А Первую Не задеваем Да Хорошо Тогда Вот Эти Три Штуки Одну Добиваем Раз Ну Как Это Будет Броню Разрушает Она Неплохо 6-9 Ирон Это Вероятнее Убить Давай Убил Отличный Овер Вот Руки Молнии Можно Добить Какую Ни Туре Тачку Дуэль Дуэль На КД Давай Протокол Нападения Лучше Нет Руки Молнии И протокол А протокол Нападения У тебя Какой? 4-5 Тебе Хватит Типа Да? 4-5 Ладно Тогда Оставь Пока что Руки Молнии Протокол Нападения На гарантированную Турельку Две Туретки Осталось Две Они конечно Сейчас будут Спауниться Но я думаю Что можно Подскочку Продвигаться К точке Эвакуации Что там? Это Ре Почему Ре Почему Я не могу Стрелять Почему Я на Увервоч Не могу Стоять Потому что Я горю Лечи себя Дурак Крова У себя Тушит Аптечкой Лечит Ой Вот он Мотиватор Сзади Появляются Роботы Я понял Сколько будет Каждый ход Появляться Одна Туретка Вторая Туретка За один Дин робот Надо Снайпера Уводить Тут понятно Там протокол А То есть Он Он Как бы В Overwatch Стоит Это Абилка Такая Там Overwatch Здесь Overwatch Так Есть Молниеносные Рефлексы Нет Молниеносных Рефлексов Я попробую Тогда Протокол Помощи На Робот Им Снять Пару Overwatch Один Overwatch Получается Только С туретки Так Так Робот Робот Бежит Бежит Вот так Снимает Один овер Ну как Ты Не снимает Он Ничего Убили Туретку Вроде 10 Туретку Убиваем Продвигаемся Вперед Скорее Всего Даже Два Выстрела Дебют До 86% Алеша Проходим Протокол нападения Нам двигаться Я промазал Два раза По 86 Тут явно Руки молнии На этом И денежку Пробить Хотя бы Хорошо Слева Путь Свободен И надо Спешить Фланги Есть Фланги Нет Но Не стоит Наверное Причем Так Нанести Сзади Уже Подходит Причем На овере Упырь Надо Убегать Друзья Хотя Может И не Стоит Мы Протоколом Нападения Например Спокойно Убиваем Этого Робота Нам Надо Потихонечку Двигаться И Отстреливаться Протокол Нападения Туретка Самая Плотная Давай Так Да роботы Косые Но Overwatch Я думаю Снайпер Не Если Попадут Там Урон Смешной Что Титану Делать Подходить Лес Правой Стороны Но Там Овер Адвокатам Можно Пока Свободную Перезарядку Сделать Прицелиться И убить Этого Товарища Просто Да Давай Так Сделаем Изейшим И остается Одна Туретка Насколько Я понимаю Одна Туретка У которой Есть Overwatch Все Остальные Уже Все Overwatch Будет Будет Маловероятно Попал Там 18% Попадания Так Еще Роботы Один Тоже Ладно Это Тогда Несерьезно Новые Туретки Это Понятно Всем Одна Вторая Это Под Рейнджером Опять Под Два Раза 86 Я Наверное С Дребашом Буду Их Убивать Пытаться Все Изи Тут Протокол Блокировки Скорее всего Потому что Нападения Нет Я думаю Надо Отключать Правую Турельку Потому что Ее Ну ее Она во-первых Флангует Ее мы Не можем Контролить Ну то есть Добить ее Мы ее Простым способом Не можем Надо Спецами Еще Как можно Больше Ломать Надеюсь Это Повлияет На Тих уровень Надо Зафиксировать Какой Тихой уровень Укрол 70 Продвигаемся дальше В Амарии Тоже Пытаемся Выключить Туретку 91% Тут Тоже 70 Выключаем Сзади Робот Далеко Причем Он без Увервочем Спокойно Уходим Да Там Есть Бойцы У которых 4 дня Лечения Но Нормально Все Восстановимся Все будет Хорошо Свободная Перезарядка Тут Наверное Надо Подходить Все Пытаться Стрелять Подальней Олег Сможет Увидеть Ее Какая Разница Робота Надо Выводить Я думаю Или Это Гремлем Лечения Не очень Хорошо Слушайте Тут По-любому Так Слабо Тут От Мэка Надо валить Я могу Доп Приказ Сделать Но Есть Вероятность Что Сзади Мэк Меня Уже Следующий Ход Давай Доп Приказ Все Сделаем Я вообще Бегом Надо было Скомандовать Кому Кроу Нет Не Кроу Кому Может Есть Например Кроу Протокол Нападения Есть У меня Протокол Восстановления Здесь Протокол Нападения Есть Надо Приказ И 50 на 50 Это Большая Вероятность Что Можешь Будешь Получать У тебя Дым Да Еще Ясно Интересно Вредитель Срабатывает Здесь На подкреп Или нет Или нет Ладно Давайте Приказ Адвоката В смысле Адвоката У этого Рейнджера Он выстрелит Еще разок Я надеюсь Попадет 77 Побежала Впереди Уже Никого Получается Нет Она Бежит Совсем Совсем Бежит Но Уходить Будет Естественно Последний И Ход Робот Падает Кажется Прямо Сюда К нам Четыре Хитаты Броней Еще Прямо Сюда Да Ладно Опасно Так Туреток Считайте Уже Больше Не будет Все Сейчас Идут Роботы Я думаю Нужен Протокол Блокировочки Для начала Брать под контроль Калон Да я то понял 82% Что захватим Берем Одного Пытаемся Взять Под контроль Что делаешь Нужно Тупо валить Берем Под контроль Раз Я Полхода Действия Полхода Действия То есть Тупо валить Нужно Не все Успевают Убежать Кого то Ты можешь Оставить Таким образом Ступо валить Так Взяли под контроль Раз Два Трое Их Да Это не Кавер Кстати Нифига Это Кавер Но Саппорты У меня уже Без блокировки Три хода Без нападения Короче Ладно Саппорта Я увожу Уже Интересно Есть ограничения На ходы Вообще Как в первом Случае С лифтом Или походу Опять Да Походу Опять Тупо Всеми Бежать Это было бы Тоже Глупостью Не успевает Там дойти Товарищ Я подхожу Пожалуй Вот так Дэмс Да давай Вот робота Можно Все Он одного Убивает Остается только Один враг Вот здесь И то Его может Сейчас Да Может Да Я понимаю Что два лифта Но все равно Ты же не можешь Шесть человек В один ход Через два лифта Блин Два лифта Я видел Что два лифта Начинается Уже Опять Так Есть протокол Нападения Последний Можно его Узнуть Чтобы гарантированно Убить Вот этого Мэка А еще Туретка Что-то Я про Туретки Забыл Блин Полукавр Что же Делать Туретки Косые А этот Может Рвануть Значит Роботов Нейтрализовали Один только Сзади Подходит Еще Новый Раз Это Ладно Два Три Откажись Туретки Пришли Семен Овервотч И этот Самоуничтожается И этот Самоуничтожается Нет Это так Бак Погибает Стреляем Полукавр Попадает Не Они попадают 64 Не такие же Они косые Овервотч Овервотч Так Ну смотрите Какая ситуация Во первых Можно снять Не Двигает Немного Можно снять Овервотч Под протоколом Защиты Скорее всего Шейн Делает протокол Помощи С места На робота Опять же Потом протоколом Нападения Как кого-то Вырубает Протокол Помощи Раз Робот Соответственно Бежит Но желательно Так Чтобы сохранить Еще Бонус По точности Сверху Один Трак Овер Сняли А то редко Чего Овервотч Вот и то Овер не сняли Давай попробуем Ой Ваншот Так Далее Можем двигаться Свободнее Титан Добегает До этого В принципе Может добежать Разок стрельнуть Не может Эвакуируется Раз Овервотч Так Далее Продвигаемся Так Там еще Один Овервотч Только сейчас Сейчас увидел Блин Может бегом А Давай вот так Вот и бегом Сейчас всех Просто за Да Продвигаемся Можем Мака Забрать Того Дальнего Да Давай так Почему он броню Не пробивает То пробивает А не пробивает Я не хочу На овер Напарываться Не нарвусь Кажись Давай так Овервотч Почему не работает Сделаем Я захватил Меха Я захватил Вот этого А не этого Тот под овером Стоит Так Здесь есть Протокол нападения Кстати Туретку Фул Мэка Не нужно Давай протокол Нападения На туретку Спасибо большое Ну с богом Следующий ход У нас бегом Идет Один захваченный Новые идут Прям в самую кучу Но они действовать Не будут Меня беспокоят Три вражеских Мэка Которые здесь Внизу находятся Но они скорее всего Будут по моему Этому стрелять Или по дальнему Да Отлично Вот это прекрасный Расклад Это первый выстрелил Это плохо Хорошо Протокол помощи Кажись помог 37% Этот заходит Но взрыва у него нет Взрывается Но не должен взорваться Стоп Хорошо Так далее У нас есть Во-первых Разряд Появился То есть Мы можем Закрыть Вообще Вот этих Вот трех Упырей Шинь Шинь явно Уходит Последнее То есть Она проходит Вот так Делает Разряд Конденсатором На Троих Желательно Врагов Но не попадает Только по двоим Увы То не факт Так вот По двоим Попадает Либо Она Убивает Этого Упыря Тут руки Молнии Халявный Выстрел Раз Стоп Он же все равно Он же Взорвется В любом случае Давай-ка Мы лучше Свалим А кто Достает Ооо Тут двое Уже добегают Хорошо Ладно Тогда Остается Шинь И робот Ты добегаешь Вот так Уходим Раз Уходим Раз Уходим 2 Адвоката Жалко Но Может Протокол Там Есть С помощью У Шиньки Только Лечением Только Лечением Есть Дым В общем То есть Я могу Его сейчас Убить Просто Сам Кинуть Дым Овердрайв 3 Действия Отечения Хода Ни одно Из которых Не завершает Его И большим Штрафом Отдачи Перезарядка К сожалению А там же По троим Заряд Попал Ну Даже Если Он попал Мне Как-то Не хочется Чтобы По троим Один Из них Мой Просто Или Вот Все Таки Здесь Есть Место Которое Нет Другого Места Нет Убиваю Этого Чтоб Снайпера Не Подставили Поехали Раз Здесь Овердрайв Приведишь Постреляем Раз 85 Минус 2 2 2 Точно Точность маленькая 64% Но он попадает Попадает Почти убивает 73 Нет 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 Давай-ка Вплотную К этому Ты пробегаешь Куда-нибудь Либо сюда Под дым Либо Сразу Сразу Вот сюда Не, наверное Наверное Вот так Получу Полуковер Здесь Убиваем Одного Скорее всего Остается Один робот Который Скорее всего Будет Стрелять Другому роботу Все остальные В кавере Робот Фуловый И все нормально Короче Миссия Закончили Миссию Если там На крыше Конечно Нет Уберс Босса Который Да Новый Они Бесконечные Жалко За них Экспы Не дают Так Можно было Стоять Фармить Просто Товарищами Если Они по Три По Четыре Вываливаются Изи Просто Фармиться Это Все Куда Полетел Один Часи Стоп А как я Втроем Втроем Эвакуируюсь Роботы Мне тоже Нужно Эвакуировать В любом Случае Сначала Вот так Я думаю Дым Надо кинуть Напоследок Для Шинки Роботы Надо Эвакуировать Тоже Правильно Это же Взорвется Гад Существую Выбираем Между Протокол Помощи Есть Нет Один Ход КД В угол Жаться Скорее всего В угол Жаться Подымем В ханкер Или Или лечение Сделать Робота Выводим А у нас Жим Мак Есть Ну Ну Чего Оставить Вблизи На случай Если будет Стрелять По нему Ой Не 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 Бей Спокойно Ребята Я Свой Лечение Или Ханкер Лечение Или Ханкер Я думаю Лечение Нужного Хорошо Следующий ход Там роботы А Действие злом Прекратилось What Тихо 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 Ооо Хорошо Что подлечился Ооо Все равно До конца Ребята До конца Прям А робот Не может Эвакуироваться Лол Тихо Дым Да как 93 Нифига себе Там дыма Видимо нет Ё-моё Грязь Какая Даже Не заделаем Ну Раз И робот Тоже может Эвакуироваться Лучше я эвакуируюсь Там подлечись Наверху Фух Никто не покинет Эту башню Живым Ой 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 Это еще не все Друзья Подстрекательный подход Готовься к эвакуации Лечимся раз Да Здесь похоже Босс Взять крышу под контроль Лили должна выжить Искра должен выжить Что там по лечению Друзья Титан Лечи себя Сам Так у нас КД Ребята Я лучше Перезаряжаюсь Подожду Ничего не знаю Ничего не знаю Изи А они там двигаются Кто так двигается Так Стабилизация Это уже Прошло Безобразие Ладно Поехали Раз Смотрим Никого Друзья Да нет Тут никого Откуда у меня Выстрел в упор Мне добавляют Каждый раз По две штуки Нифига себе Халява Снайпер бы Наверх Конечно Да и пулеметчик Наверх Чувствуете Как стремно А я чувствую Робот Робот Идет вперед Хорошо Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо 7 брони, офигеть Хорошо, что у меня есть пробивание брони Хотя бы у одного Ёпай, РСТ, давай пробивай, пробивай Есть, минус 1 брони 7 брони, 7 Пыщ, пыщ По единице, офигеть Ладно, все нормально Что взломать стоит эту штуку? 71% А если не получится Что еще раз? Победим сектопода, победим Джулиана Король Джулиан Как минимум подстрекатель будет Понятно Короче, нужно подставлять арморированного чувака Ломать броню Сектопод вообще изейший, смотрите Показываю Интересно, руки, кстати, молнии пробивают броню Кажется, только с основного оружия Я хотел проверить просто О, пошатнулся уже Так вот Ну, бас 74, армор снимаем Да 7, ну ёпай, РСТ Соберись, реально, соберись Такого блокировки здесь даже не стоит пытаться О, слушайте, мы можем кубикири Сделать выстрел по цели Половина здоровья Что-что-что, критическое попадание убивает Которая потеряла здоровье Я могу кубикири его убить просто Там не надо половину снимать Особый выстрел по цели, который потерял здоровье Которая потеряла здоровье, критическое попадание убил Убивает Надо сокращать дистанцию, друзья Конечно же С, сокращаем дистанцию Зай блокировку шине Да это понятно, я и успею ее снять О, овердрайв Пыщ, огонь пошел Пошел-ка он броньку не пробивает, гад Раз На-два У меня даже гранат нет нормальных Не хочется по дуэ подставляться, если честно Короче, я прошу какого-нибудь саппорта Протокол помощи на нашего друга Который пойдет ваншот от сектопода Давай, эксперта пошел Попробуем заблочить его, естественно Отключить 74 Рискованно, ну что ж поделать Нам нужно время выигрывать Так, сектопод 74 говорили о ним 83 говорят здесь И Взять под контроль О, ачивку дали Повелитель механизмов Изейший Он вообще выстрелить сможет Я на следующий ход Ему буду А, надо командиром еще сделать Увлечить криты Все, подходим к Мэку На фул Надо командиром сделать топ криты Ой Так, давай-ка снимаем этого упыря Ни к чему Ну, единичку кому оставил 82, да? Часть брони пробиваешь, конечно Надо было на овер вставать Парни прибор Вниматим Твою Так Ээээ... Жжди Ж bible Товер-вочек. Еще мек. Так, надо кубикири сразу же. Крит и пытаться ваншотить его. Но если нет, меня тут засвармят просто. Это еще подходит, сучок. Ладно, забей меня. Может даже хорошо его сейчас подбить, чтобы он взорвался и армор снял с этого. Так, лидер. Где у нас лидер? Получай. Достанешь? Достанешь. Делаешь, получай. Получай. Увлечили крит. То есть мне нужно критануть по этому, да? 54. 48. Что-то не очень. Надо ближе, видимо, подходить. Так, подходи так, чтобы... Он еще разорвется. Нормально все будет. Не действует кубикири на него. Так. В. Внимательно, Михаил. Во-первых. Видимо, потому что он, да, взломан. Надо убивать того дальнего. Надо пробивать броню. Давай-ка сначала... Эта подруга кинет. Такого лечения кто-то у нас страдает. Никто не страдает. Давай тогда фолкавер как-нибудь. И вот так вот взрываем конденсатор. Взрыв будет от этого. Может, заденет. Поехнем. Бззн... Да, две брони. Убили. Хорошо. Дальше снимаем Армор с Женькой. Ой, Ава-Мария. У нее есть протокол помощи. Я полагаю, что нужно протоколить... Протоколить центрального нашего товарища на экспертами. 1 пробиваем этого упыря 74 армор чтобы снять еще единичку спадешь есть еще разрыв отлично остается три армора у него тут явно дуплет нет голографическое целеуказание там справа еще идут не фунтова час будет эти упырим бронебойными надо бить крит хорошо десяточка этого недостаточно как я здесь мы кроу можем обойти погодим нет тут дуплет нужен дуплет желательно скритом 73 1018 вот она высокие технологии против секта секта входов какой минимал дэмэдж дедом акта вообще ой все а два очка действия на него ой я не очень так ладно подходи сюда протокол помощи там стоит короля джулиана продолжая миссии так аккуратненько аккуратненько но сейчас кажется он приходит в себя до топать на чем еще роботы 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 и в тыл тихо 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 не пинай только мимо курицы куда ты пошел надо с приказом час посочетать Да ладно, опять что ли? Это опасно Не, не опасно, ладно Держи себя в руках Узбагойзе Это же Лемур, да, Узбагойзе говорил Тут Джулиан Сапресс пошел Ладно, живем Что у нас там по криту? Есть ли у меня приказ, во-первых? Нет приказа То есть, если пробовать кубикири То пробовать сейчас 28% Лучше два раза выстрелить обычными Сквозь броню Стоп, если я двинусь Эта же хрень рванет Рванет Один тебя во фланге Я думаю, надо протокол Протокол нападения И четко вот этого товарища убивать Желательно, конечно От фланга избавиться Но тут как бы везде фланги уже Ладно, если мы от этих двух избавляемся То фланга нет Ок, ок Шикарно Получай есть Как получай есть? А, получай второй есть Получай второй есть Но, во-первых Все равно не выгодно Хотя, нет Крит нужен в любом случае Выгодно Вы правы 20 крита Это круто Оцениваем кубикири 40% Чтобы убить его Неплохой шанс Давай О, Мария Шишина Что по блокировке Отключение 75 75 Здесь блокировки нет Только протокол нападения Явно 75 Я хочу армор снимать С него дальше Наверное Или протокол нападения Черт Нет, погоди Тебе нужно убить Вот этих вот двоих Ок Ок Двигаться не обязательно Отсюда Тебе нужно попутно Снимать с него армор Да То есть Чисто просто выстрел Чтобы снимать Еще единичку армора Чтоб все остальные Нормально атаковали Давай Так Все Две единицы брони Осталось Уже не столь критично Для Чтобы было Перезарядиться Далее Здесь можно отключить Эти хупырей Да И протокол помощи Есть Протокол помощи Я все-таки Я все-таки Энэкспертом Что? Минус 50 Да нас Не зачитался Да ешки матрешки Что там? Все Все кто Поддержал Ваш канал На сумму 50 рублей Сообщает А вот и я Хорошо Что эти глупые Кожаные мешки Потратили Потратили Взрывчатку А их шеф Вообще Не отдупляет Что к чему Сейчас Встану На вервочи Все будет Как в старые Добрые времена Это моя крыша И я ее Повысили Повысили Блин Защиту цели Не отключили Не дотянули Несколько процентов Это просто Ты криворукий Блин 2-1 Shield Отсюда Надо валить Подбегаю сюда Здесь Увервоч Надо снять Чтобы свалить Ну плюс Мэка Подставить Под цель Давай Ну 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 Ладно Эту хрень Надо убивать Я думаю Протокол нападения Нужно все таки Езять на него И типа Никуда отсюда Не уходить Да Протокол нападения Чтоб все рвануло Да Грамоту придумал Так Титан пулеметчик 90 82 70 60 Штраф Есть Уходить Как-то не хочется Если честно Но убивать Надо Надо сваливать Отсюда Короче говоря Все равно Он рванет Но он рванет По крайней мере Тебя не заденет Давай снайпера сюда Титаном Можно сюда Из пулемета Попробовать Левого снять Да Давай Он вроде Не заденет Нас О Тут реактор Есть Можно взорвать Так 90 90 84 75 Не то 70 По дальнему Все таки 70 Ну что Планк Потому что он опаснее Чем все остальные Есть протокол Нападения К сожалению Убиваем этого Мэка Заряженного Врыв Да Вроде никого Не задели Ну с богом Сектопот действует Я там Под протоколом Защиты Конечно же У него 60-50% Точность Попал Пробил Броню Защиту Урон Ну Все Успокоился Нет Успокоился Еще попал Держимся Ребят Тихо Взрываться Хочешь Я чувствую По глазам Все нормально Пропускает Ход Еще один Фланг Блин Опасно Ладно Царапина Живем Живем Весьма Неплохо Здесь Скорее всего Надо Лечение Сделать Нам Эксперт Эксперт Хорош Только Сначала Перезарядиться А потом Лечение Запилить Может По реактору Стрельнет Разок Слишком Близко Он Стоит К нему По реактору Лучше Стрелять Человеком Которого Точность Никакая Например Искрой Но Искра Его Не Видит Мария Шишина Скорее Всего Протокол Помощи Снова На На Эксперта Потом Может Блокернем Это Не представляет Угроза Надо Было Все Таким Пробивать Дальше Броню Так Кроу Кроу Чуть Поближе Как раз Подал Я Под Сектоходов Скорее Раз Два Три 5-8 5-8 Что Бьем Не факт Что Он Достанет До Него Пробивать Сектоходы Я думаю Этим Всеми Давай У него Две Брони Стреляем Раз 5-8 Семерочка Хорошо Перезарядка Халявная Нет Нет А кто может его Может сначала робота отключим Протокол блокировки Не видишь Да В этом проблема Да Это проблема Один на один Особо Не нужен Придется На эксперт Стрелять Ну Потому что Больше Некому Бак Не попал Хорошо Еще одна Халявная Перезарядка Отличная И может быть Стоит Уже Обходить Вокруг Чтобы в следующий раз Не подставляться Или робота Подставлять Не давай Огонь Здесь 84 Тоже Мимо армора Уже 6 урона Ничего не блокирует Сектопод Но жизнь У нее остается Приличная Так Тут лучше Закрепление Юзнуть 80 Ты без Пробивания Бронину Бас Зачем Ты здесь Нужен Такой А Нормально Давайте Пробиваем Пофиг Не буду Убегать 84 Ну Попадание 84 Не попадает Никак Хожу Вплотную Роботом Вытанковываем А давай попробуем Так 6 9 6 Ну единичка Ну Блокируем Этого робота Наверное Заодно Как бы Этих уровень Глядишь Повысим Хорошо И что там У него осталось 3 хп Брони нет Ну и он Окучим Сейчас Правда Снова Подкреп Пойдут Но Подкреп В этот ход Не действует Поэтому Нормально Все Ой Рочь Еще Ой Нифига Себе Ну да Ты Че Ты попал 61% С фланга Появляется Один Ну бас Очень хорошая Миссия Конечно Так Ну это Фланг Фланг У меня вопрос К сектоподу Он опять Домогается До нашего Штурмаша Но тут Подлечен И над Нем Еще Протокол Защиты Промахивает Сектопод Куда ты Куда ты Стой Сейчас будем Взрывать Реактор Реактор Троечка Нормально Все Поживем Сложился Подгорая Там рядом Все что ли Ха Руки молнии Раз Выстрел Из основного Оружия Кстати Может быть И нет Перезарядочка Смотрим Смотрим Кто Что Вообще Может быть Мы Тут по Сектоподу Нужно Стрелять Снайпером Правда Нет Снайпером Как раз Возможно И наоборот Хэвиком Да 86 Давай Такой он плотный Такой он плотный Взорвать эту хрень нужно тоже 66 89 Плотный Давай по дальнему Вероятнее Ну это так Специалисты Ни о чем Так На эксперта Два выстрела Да Выключен Давай два выстрела Раз 73% 73% Понимаете Второй раз Крит Еее 7 крит Ой Так Протокола помощи нет Тут скорее всего Один на один Надо пилить Так Понемножку По всем Раз Два Три Единичка Два Три Попали Остается Снайп Здесь роботом Надо наверное Мочить вот так Вот реактор Взрыв Все таки он взорвется 9 Взрыв Что там 6 урона Отлично И 2 брони Можно убить Сейчас снайпером Там 3 хп Осталось Изей Изейши Это в минус Это в минус Буды Я бы на месте Остальных роботов Сдался Просто Well done 6 раненых 6 раненых Убито 54 Из 64 Врагов Ходов 50 Оценка Отлично Вот это да Вот это красиво Вот это на мувик Просто Процент попадания 94 Титан Сделал больше всего Хотя это начинающий Пулеметчик Возвращаемся Смотрим что дадут Мне кажется Опыта должно Просто навалить Миллион Роботы должны дать Спецов Возможно Прокачаем Ну Ну Привернулись Я понял 3 спеца Все хромают Ни одного Один только ловелап 7 дней 7 15 11 4 8 Ёшки Матрёшки Ловушка Титана Чё-то мне не нравится Это 35 материалов И скру дали Всё И это Всё Что там Чтобы отремонтировать Искру Нужно Значить Инженерный Отсек Понятно Давайте посмотрим На искру Искра Хорош Взлом у него есть Оснащение Осколочное Броню Броня Понятно Тяжёлая Автопушка Тоже не поменяешь Сколочную Пока тоже Зайди в зону Испытания Сейчас посмотрим Искра есть 100 материалов 10 сплавов Найденный Прототип системы Отражение Десятилетия Служилось Представляете Рабузированные Боевые Атакующие При проникновении Можем замаскировать Их под мэки Адвента Но даже Больше времени Чем для обычных Искра Не Может стать Советником В убежище И изучать Способности В модуле И занимать Офицерскую Должность Многие Офицерские Способности Не Распроизводятся На Искру То есть Мы можем их делать Теперь уже Что-ли Да Так Друзья У меня проблема На самом деле С ранениями Это вообще Это проблема Серьезнейшая Искру Надо качать Новый класс Да Искра Очень похожа На Из футурам Кажется Был такой Персонаж Который На всех Накидывался С ножом Ой Доступные ресурсы 14 материалов Активность 5 5 А что он И в этом У меня Находится Я думаю Может быть Свернуть Как-то Отличная Робота Чумандер Просто Шикардос Мой Предыдущий Донеж Не зачитан Но он уже Не актуален Надеюсь Не будет Отваливаться У нас Есть Одна Миссия Гризли Незначительные Инжа Дают Но может быть До 200 Доведем И будет Минималка Я больше всего Беспокоюсь Что люди Сейчас Начинают Ну Они Они Биты А что мне По разведданным Ничего Надо разведданные Кажется После этой миссии Там 20 плюс Разведданных Будет 3 4 6 6 7 Неделька И все Основные Уже Выйдут Ну есть Еще тут Товарищи Можно собрать При желании Состав Плюс Искру Взять Опять же На опыт Получает Кажись Так Расчистили Место Катушка И Все Все Больше Чистить Нечего Ну Я второго Инжа В мастерскую Накидываю Инженеры Уже Особо Не нужны Получается Накидываю Гремлинов Сюда Накидываю Гремлинов В Зону Испытаний Пофиг Они все Рано С запасом Хотя Там Ничего Не делается Сейчас Закидывать Инжа В регион Там Где Шесть Новобранцев Очень Рискованно Что Все Рано Не буду Буду Игнорить Миссию Которая Да Опасно Опасно Так С С Пластинами Хорошими Игнор 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 Крайне Сложно Обнаружить Лучше Лучше На Текущем Составе Остановиться Искру Пока Тестить Просто Но Так Куда Иван Ой Близко Ой Близко Но Вип Во-первых Что-то Впереди Планеты всей Так Побежал Нервный Справа Вышку Вижу Но Проходить Нужно Смотрим Никого Подходишь Иханки Решну Бас Справа Увидеть Сейчас Две Змеи Сектоит Капец Да Справа О Это тут Особенности Сектоит У них Какие-то Импланты Мне кажется Надо Инжа Сдавать Просто И самому Валить Отсюда Что-то Я могу И оставить Здесь Пекаря Ооо Так Пробую Призраком Свалить Не удается Надо Уводить Инженера Нафиг Тут Ханкерим Это новые Сектоиды Инж Не спасется Уже Все Как бы Завидите Это Нереально Если бы я Сейчас еще Побежал Так Это два Хода Тратит Какой-то Хитрый Сектоид Да Видим Меня просто Фланганули Отравили Ой Какие Змеи Держись VIP Так Тут Можно Пробежать Да Давай За полу Кавера Все равно Раз Врагов Видим Дуаз Фланг Возможен Трис Желательно Еще Подойти Да Наверное Вот так Наги Здесь А здесь Вот Не можешь Да Просто Это еще Не все Враги Вот В чем Делан И сзади Могут Флангануть Наверное Самое Безопасное Было бы Сюда Но Нет Получается Самое Безопасное Где-то Вот Здесь Вот То есть Это Маловероятен Фланг Верхний Невероятен Фланг Левый И Маловероятен Фланг Правый Идут В мою сторону Гали Змеи Тоже Какие-то Особенные Стоять Ой Еще двоем Мэг Кажись Судя по Звукам Нет Два Офицер Один И Обычный Травят Травят Гады Но повторюсь Ключевое Это Спасти Пекарем Ну я Спасаю Пекарем Поехали Бэнг 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 Пока там эти реагируют Я уже на точке Эвакуации Да Имж там мне особо не нужен Конечно хотелось бы опыта Но не стоит она того Я сейчас Не знаю куда этого инженера сувать Еще мэг Ё-моё Да Народу много Мне кажется надо валить из этого региона Пока что Пытаться подключать Там где Новый регион Сил адвента двоечка Единичка Если там конечно будет такое Тут Эвакуируемся Ну Удачи випу Что тут скажешь Практически нереально Что он убежит Естественно Особенно когда Вот его вот так В чисто поле ставят Это вообще маловероятно Пыщ Эти там 90% Точность 86 Да Провал Так все нормально Пекарь Не расстраивайся Это вторая Наверное фейловая Миссия у него Ничего страшного В этом нет Ничего страшного Нет Инженер не нужен Забей Все хорошо Главное Жив здоров Вернулся в броне Со всеми этими темами Так Разведданные 58 5 сил адвента 5 сил адвента 5 сил адвента Может инжа сюда поставить Нет Обучение Дмитрий Михайлов Бессмертный Высота В центре военных технологий Смотрим Что еще Кого еще Пулеметчик Да Нет Там у нас Пулеметчик Жапнулся Последний Но он Немножко Ранен БСП Штурм Нет Мантич Рейнджер Быстро Развертывание Или Кубикири Но Мантич У нас Рейнджер Мобильный Рейнджер Может быть Хорошо Зайдет Кубикири Это Хорошая штука Давай То есть Ваншот Можно сделать Если цель ранена Если у тебя крит Больше подходит Конечно Для Этих Штурмовиков Стоп Возможно наем Сергей Щербаков Это не хавк ли это Кажись Это хавк Хавк Точный Средний Плохо защищенный Плохо уворачивается Ну или материалов Бесплатно Хавка получили Бесплатно Надо понять Наверное Либо пулеметчик Либо снайпер С такими базовыми параметрами Но кажется И тех и других У меня Есть с запасом Пулеметчик Пулеметчик Снайпер Снайпер Можно взять Рейнджера Кстати Можно Да Давай Нет Рейнджер Плохо У него защита Беда Давай снайпа Сделаем Снайпали Снайпа Снайпа Давай снайпа У него защита плохая Ему вообще лучше не выходить Никуда А точность хорошая Хавку уже давно Никто не платят Ты не прав А он Стример успешный Все у него хорошо Цель новая Шесть дней Развед данные Пакет данных Улика Ретранслятор Важная миссия Времени не так много Ретранслятор уничтожить Да Уберу пекаря Точно Сколько стоит искру взять Ё-моё Какая хрень Четыре дня Один час Сразу после добавления Да Он Он занимает Тяжелее Чем тяжи Вообще На такие миссии Его нельзя брать Надо посмотреть Либо БСП Либо этот Да Лучше Берса взять А кто будет последний Племетчик наверное Да Сто процентов Незначительное Не такая простая Миссия на самом деле Может Найпа взять Учитывая тип миссии Но он вообще молодой Нельзя его брать На такую миссию То есть 5 человек Ниндзя режет Штурмовик С дробашом Пыщ Разрушитель АОЕ АОЕ Племетчик Сопресит Да Давай тогда Сейчас подготовимся Миссия важна Разве данные нужны Если выполним миссию То смогу регион Сейчас уже подключить Сразу же Пекарь у нас Пекарь у нас Наверное Возьмет топоры По лучшему Возможно Ему стоит И пушку то дать Другую А белок Под топоры У него нет Он чисто Стелсовый товарищ Но я беру его Потому что Другой ниндзя Занят Может Два штурмаша Вообще Там все равно 8 ходов У тебя будет Тебе нужно К этому Тебе второй штурмовик Наверное Больше понадобится Чем ниндзя Вообще Вообще Том Да Да Но у тебя Друговика второго Нет Под него Придется делать Ладно Давай начнем С пулеметчика Дмитрий Михайлов Мобильность 17 Здоровье 5 Метка 67 Подрыв Высота Ловушка Беспокоящая Широкое подавление Оснащение Броня хищника Пока что так Лазерная пушка Пока Жилет Из нано-волокна Бронированные Патроны Ориентировочно И Давай светошум Персональные боевые модули Вытаскивать не могу К сожалению Штурмовик Берс Естественно Бронька Естественно Дробаш Лучевой Веер Улучшение на оружие Не уверен Что А нет Есть Так Мне нужен крит Кажется У меня нет Нормального крита Только плюс 5 Глушак Ладно Все Точно там Нет у тебя Лазерный прицел Элитное перезаряжение Есть Вот лазерная винтовочка Хорошо займет Лазерный прицел Крит обычный И овервотч Это надо Тяжу давать Фууу Что то мне не нравится Ладно Давай ка сначала Повытаскиваем С разных Лазерных винтовок Улучшения Прям Прям Все пока Потому что Это как раз Вторичные товарищи И наверное Я даже Буду Оставлю В винтовке Пофиг На маневренность нам придется очень жестко отстреливаться, плюс подкрепим. Раз, два, три. Жалко, нельзя модули снять. И еще одна лазерная винтовка. Настройка спуска, прицел, расширенный магазин. Пулеметчику в первую очередь делаем овервотч и делаем дополнительную точность при стрельбе. То есть Дмитрий Михайлов у нас улучшение оружия меняет. Расширенный магазин на... Так, давай. Что-то я не вижу. Вроде поснимал, а вроде ничего не поставить. Видимо из-за того, что я... Да, элитная настройка спуска у тебя уже есть, да? Овервотч. Да, элитное автозаряжение. Быстрая перезарядка. Вот что нужно. А расширенный магазин ты не можешь поменять, да? Окей. Армор на ракету. Армор нужно гренадера давать. То есть нужно гранатометчику брать, оснащение и ставить экзокостюм. Тогда у нас получится еще осколочный. Так, еще раз. Экзокостюм. Тешелый комплект брони. Поступает по защитным. Осколочная пушка. Разрушитель, дополнительный боекомплект. Это не актуально. На самом деле, можно протестить ее. Выглядит, конечно, круто. Но... На самом деле, нужно... Скорее нагружать полностью фаерлордом... Гренками. Просто гренками. Будет бомбить. И осколочная пушка, на мой взгляд, не нужна здесь. Лучше взять дополнительный армор. Броня хищника. И дополнительное здоровье. Что ради одного выстрела это делать. Да, это грунт, да. Не стоит. У тебя был улучшенный глушитель. Да, это все понятно. Это есть. Сейчас... Сейчас разберемся. Гранатометчик у нас с обычной лазерной винтовкой, да? Насколько я понимаю, да. У него точность какая? Никакая. Ему можно взять глушак. Собственно, модифицированный глушитель. Раз. Можем снизить проникновение. Нет. Все не то. Это не нужно ему. Так. А штурмовику-то почему мы не выдали... Во-первых, жилет из нано-волокна. Во-вторых... Уберса, дугометы, молниеносные, стрельба. Улучшение оружия соответственно. Модифицированный глушитель давайте на дадим лучше. Их все равно больше. Лазерный прицел лучше нет. Расширенный магазин. Единичка. Просто прицел-ответка. Дозаряжение. Модифицированная настройка спуска хорошо на оверх зайдет. И надо взять, наверное, передать ее... Мне кажется, разрушителем. Потому что меткость у нее хорошая. И винтовка у него будет лазерная тоже. Соответственно, здесь он сможет модифицированный глушитель раз. Модифицированная настройка спуска для оверхотча 2. И, например... Автозаряжение или расширенный магазин. Автозаряжение 3. Так, здесь модифицированный глушак тоже ставим. Может и... Нет, ниндзя не стоит вообще менять... Менять пушку. Дмитрию Михайлову можно поставить модифицированный глушитель вместо расширенного магазина. Нет, нет, нет. У него как раз все ок. В остальных все глушаки есть, да? Сейчас, погодите, друзья. Тут все очень ответственно. Прямо очень ответственно. Модифицированный глушитель раз. Модифицированный глушитель два. И модифицированный глушитель... Три. И, соответственно, модифицированный глушитель четыре. Да Ладно, дадим так Фух Итак, у нас 5 человек Летит на миссию Где 10-12 Нужно за 8 ходов Уничтожить 3 транслятора Еще потом каким-то макаром Свалить Это вообще непросто Броню хищника тут не заменил Еще одна гренка Думаю, надо брать дым Дым один есть Штурмовик Что может штурмовик? Штурмовику я, наверное, дам Все-таки в патроны пробивающую броню Хотя броню тут мы пробиваем Просто гранатами закидываем И хэвик пробивает Может быть тебе тоже нужно Светошум или дым какую-нибудь дать Светошум, давай Что, работаем? Три светошума Давай дым Фух Ух так Все в броне Все в броне Пушки все лазерные Кроме одной, которая не нужна Масса гранат и нужных людей Пробивание брони Сделай пару пистолетов-пулеметов в лазерных Так там Дырокол Вот этот вот Панкрит добавляет Ладно, давай Для пекаря сделаем это Ради пекаря я готов На все практически Оснащение Пистолет-пулемет Лазерный дырокол Как он? Меткость Только меткость Ну и урон, конечно же 50% урона, между прочим Улучшение оружия Модифицированный глушитель Давай тогда Лазерный прицел Рашли на магазин Что-то мне стремно На эту миссию лететь на самом деле Я не снизил до минималки Народу будет приличным Поехали С Богом, ребята Надо было снайпа брать Но снайп же ранен Это проблема Оп Тактические улучшения Воля к жизни Дополнительную броню Выкруйте Новая цель Шесть дней Небольшая Ученый Эвакуируйте випа Есть у нас ниндзя Какой-нибудь Кажется Все еще ранен Нелегко ранен Но есть Леминг ниндзя Да Давай с ним Попробуем это сделать Все-таки Эвакуация випа Небольшая активность Стоп Небольшая Это же третья Небольшая 13-15 Но мы снижаем ее В два раза Поэтому мы же до минималки Доведем Никаких Дополнительных вещей Не буду Ему давать Дым Святошум Да Этот Ученый Да Ученый Это как раз Может пригодиться Мне вообще нужно Исследовать было Мозговой зонт Потому что мы можем Проиграть по По аватару Так Восстановление После ранения Хорошо Применяет Улучшенные Экзоскелеты Восстановились Основа Исследования Готово Блин Ничего И нужно трупы открывать Будет Препарировать Еще цель Шесть дней Незначительное Персонал сопротивления Очень хорошо Это будет фул Вообще Персонал сопротивления Здесь Спасите сторонников Пленные повстанцы Надо Феликса Сюда посылать Плюс Скорее всего Незначительное В минималку Уведем Спеца нужно брать А вы Мария Кажется Специалист Как раз Нет Не а вы Мария Специалист Как раз Кроу Специалист По таким миссиям То есть у него Есть обилочки Призрак Есть страховка На взлом Естественно Им желательно Давать уже броню Им желательно Всякие пистолеты Блин Пулеметы Кевлар Не жалей На волокно Точнее Светошумовая Граната Лучше Дым Наверное Да Что у тебя Пас Закрепление Тактическое Частье Призрак Хорошо Тогда Тогда Все таки Дым Феликс У нас Тоже Получает Армор Моли Семьдесят один Жилет Топоров Нет Мобильность 16 У него Пусть будет Такая Если это Шум Есть этот Можно Проникновение Еще Увеличить Глушаки Есть Пусть Обычные Даже Да Мы снизим До минималки Это точно Три Товарища Сопротивления Может быть Даже На пятый День Эту миссию Досрочно Будем Выполнять Но даже Уже В этом Регионе Появляются Какие-то Мозговитые Сектоиды Какие-то Особые Змеи Страшно Жить Страшно А вот Она Незначительная 21 Найден из Разведданных Пакет данных Можно Ускорить Проникновение За тридцатку Типа я Разменяю Шилу на мыло Но я думаю Лучше Учитывая то Что мне нужны Как раз Именно эти Разведданные Для подключения Новые регионы Надо пытаться Выполнить Миссию Так Ретранслятор Тяжело будет В общем Поехали Эх Миш Ты бы попробовал Какой мне Грибной суп Жена сварила Ах Завидую Хотя Я завтра Поеду К родителям А матушка Вообще Так Прекрасно Готовит Так что Кажется Завтра Манты будут Вкуснейшие Теста В хлебопечи Овощи Все свои Деревня Наша цель Достать Добежать До перехватчика Понять Где находятся Враги Инициировать Скорее всего Первый пак Врагов Которых Повторюсь 10-12 Человек На все это дело У нас есть 8 ходов Сразу после этого Вызываем эвакуацию И держимся Держимся Ориентировочно 4 хода Сейчас посмотрим Сколько эвакуации Я не обратил на это Внимание При старте миссии Так Передатчик Просматривается Эвакуация А 4 хода Эвакуация Но у меня 12 ходов На миссии Так Молниеносные Тебя надо Пекаря брать Виньямин К дому Не хочу подходить Вы бы знали Как не хочу И постараюсь Не подходить Так Пока никого Не видим Ок Тут Двойное укрытие Тоже Ок Ё-моё Пак из 4 человек 2 мутона Смея Капец Это начало Блин Штурмаша Тоже близко Надо подводить Хотя бы так Да и хэвика Блин Тоже надо Подводить Ок Так Ё-моё Дмитрий Михайлов Фулкавр Это ещё дедушка Афанаси Вот он тоже Должен подходить Ближе Желательно так Чтобы вообще Ракетой стрелить Следующий же ход Скажем Вот так Я даже не знаю Как это инициировать Да Но мне придётся Скорее всего Во-первых Здесь машинка Близко Мутон Сразу рядом С машиной Встаёт Это прям Стой Ну куда ты Слева ещё кто-то Судя по шагам Я думаю Что нужно Начинать с ракеты На диверсионной Диверсионки То есть Оглушать Оглушать Дезориентировать Наносить Пекарь всё равно Не спалится Потом Опять же Как разбегутся Если разбегутся Блин Это Четыре человека Из двенадцати Десяти двенадцати И слева Ещё что-то Какая-то движуха Я прям Прям Очень стремно Мне Не обязательно Конечно Их в этот ход Пулить Но Чем мне нужно Это делать Нужно Нужно Овервочи Будут Это нет Это нет Это нет Это точно Нет Поехали Накрываем Ракеты И пробуем Специальная Ракета Дезориентация На одного Оглушение На второго Оглушение На третьего Но Дезориентация На змею Одну Не сработало Так Вот он Рядом С Во-первых Мы флангуем Человек Который Оглушён Я думаю Что нужно Тут много Чего нужно И при этом Подходить Нельзя Чёрт возьми Ну я предлагаю Как-то вот так Вот выцелить Мутона Это армор Машинам Чтоб дальнего Задеть Но не получится Может вот так Вот Не задеваю Тоже То есть Либо так Либо так Тут с Раннганом Я-то змею Скорее всего Оглушаю Или убиваю Но помним Про то Что слева Была движуха Для неё сейчас Не выгодно В принципе Куда-то лезть Ниндзю Не выгодно Показывать Тоже Так что Скорее всего Мы взрываем Вот так Всё-таки Или Или вот так Кавер уберём Машину взорвём Взорвёшь Та машина Ну кавер уберёшь Ладно Давай так Давай-давай-давай-давай Главное Чтоб машинка взорвалась Вообще даже не попала По ней Жесть Чё делать Вроде как Змею Надо Сопресить Блин Баркаду Лезть Это капец Какая Неудачная Идея Хочется Конечно Флангануть Мутона Хочется Хотя бы Вот так Вот встать Но так Ты не сильно Рискуешь А этих Флангуешь Да Надо придётся Мне просто Я не убиваю По-другому Никак Рананган Надеюсь Что эти Три клетки Никого не спалят Не спалили Слава богу Тут Наверное Мутон Всё-таки Змею Мы Сопресим А У тебя Нет Пробивания Да Может Отглушим Или Змею Оглушить 80% Да Давай Так Лучше Вырубить Змею Сопресим Оглушением И уже Спокойно Работать По Оставшимся Дмитрий Михайлов Вроде Как Надо Фланговать Опять Можно Кого-то Спулить Сейчас В конце Хорошо Не спулил 57 57 57 57 What Защита 15 Ладно Давай Выводить ли Ниндзю Из боя А его и так С высокой вероятностью Сейчас уже спалят Поэтому я Ниндзю Вывожу По элитному солдату Топорик Пошел А здесь Надо Фланговать Мутончика Наверное Вырезать Я его не хочу Во-первых Это еще Подойти поближе Называется 67 48 Это и за Полу Кавером Да Давай Подойдем Дуркон Давай Так 82 Хорош Но без Это слабая пушка Вообще 82 Ты мажешь Действует Один Дезориентированный Мутон Из первого Пака Хорошо 39 Он мажет Так Там оглушение На ход То есть У нас Есть Еще Опция Блин Не нравится Мне Это все Но мне Не хватает Урона Уже Я не могу Спокойно Брать Убивать Ракету Зря Я сделал Так Эту ракету Тратить Не хочется Тебе Не хочется А придется Поехали Крит Взрыв Мутона Умрет Что эти Уже В себя Приходят И плюс Змею Надо Как-то Еще Убивать Правильно Но Для начала Надо Как-то Этого Мутона Скажем Добить Или Элитного 57 Жесть А другого Выбора Нет Кто-то Должен Ее Убивать Она Уже Часово Приходит 59 Мало 57 Еще Меньше Черт Так Здесь Гренка Точно Точно Гренка Чтобы Верхнего Одного Убить И второго Покоцать Забиваем На лут Это Все Плохо Все Очень Плохо Убиваем Добыча Неуничтоженного Мутона Остается 4 ХП Мы его Димкой Михайловым Ориентировочно Сбиваем С положительной Вероятностью Отлично И остается Змея Подходить Ближе Мне смысла Нет Я стреляю Пока Отсюда 59 Ну Ясно Она Приходит Себя Там Мясорубочка Есть Рядышком А вот И пак Следующий Мэг Третьего Левела И еще Три Человека Офицеры Обычные Мэг На овере Стоит Щитовик Слева Мясорубка Нет Не сработала Мясорубка Оу Оу Так И там Змею Мы режем Понятное дело И стреляют Еще Меточку Ставят Ой Не 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 Там Фланг Фух Попадание Крит Отрицательное Мне кажется Обилка Есть Да Там Обилка Сработала Так Здесь Я просто Выпад Пробую Сделать 70 Это освободит Раз Раз Хорошо Ну по крайней мере Освободили Там Штурмашон Вплотную Критуем Восемь человек Друзья Восемь человек 79 50 50 У тебя Ковры не будет У тебя В следующий раз Будут мочить Подгаешь Под полу Ковры Вставать Чего У тебя Защита Повышенная Так Лучше От критов Терпеть Давай Вайпер Пробуй Бах Без Крита Ё-моё Надо Подходить сюда Товарищем С геленками Здесь надо Пытаться Сделать Выпад Вот так Получается И надеяться На мясорубку В смысле Эту Да Мясорубку Здесь нормального Укрытия У хэвика Нет Плюс Если он будет Подбегать Он попадет Под этот Товер Вер Ватч Уж не попадет Мне кажется Что нужно Подходить И делать Ханкер Просто Так Не попал Окей Делать Ханкер Может конечно На двоих Закинуть Пока В этот ход Убрать Кавер Развести На то Что они В другие Этим Но у него Защитных Тем нет А Нет После получения Урона Добавляется Двиниться Бронил Сынчего Хода На эту Штуку Можно Просчитывать Это Полукавер Михаил Полукавер Ну Тебе нужно Бомбиться Бомбим Щитовик Его тоже Как надо Убивать Время Идет Мы убили Только Четырех Даже Трех Человек Убили Впереди Еще Четыре Дмитрий Михайлов 8% По вайперу Может Его Конечно Светошумом Зафигарить А может Подойти Светошум Кинуть В двух Дальних Под Под гренку Офицера Ты подставляешься Михаил Так А если Широкое подавление Нет Ты можешь Подойти С широким Подавлением Реально Туда Но Широкое подавление Особо Не сработает Потому что Тут нормальных Укрытий А нет Вот есть Ковер Сюда Наверное Стоит Подойти До начала Раз Да Ну нет Светошум Ты не докидываешь Можешь Скинуть Светошум Типа В змею Но Это Чушь Хотя Это Нет Это Чушь Это Чушь Нет Это Не чушь Не чушь Но полезнее Все-таки Другое Сделается Так У нас же Есть еще Дедушка Афанасий Девушки Матрешки Помню Про Овервотч Гренка Он естественно Никаким Макаром Не докидывает 23 Народу там Капец Просто Почему я Эвакуацию Не вызвал Ребят Как вы думаете Кто думает Как Почему Почему я Эвакуацию Не вызвал Да как Почему не Мясорубочка Ну И все Ау Яшечка Пошел С критом Класс Ё-моё Попадает 50 на 50 Там один хит уже остался Да как Как Че Подкреп Это не вызвало В смысле Эвакуацию И ты пришел Сюда Без аптечек Все Мы потеряли Бойца Твою мать Уже Три хода Блин Ты Сражаешься Без Эвакуации И ни одной Аптечки Это Вообще Фейл Там кровотечение Его не спасти уже Не спасти Миссию Ты вряд ли Выполнишь Специалиста Подмэка У тебя нет Еще один Раненый Тут только так Бомбить Труп забрать Все равно нужно Это да Это кстати Еще не факт Что всем Людям Полуукрытие Берем труп Берса Рейнджера Нашим И Балим Тут Сопресно Офицера Правого Крайнего Наверное Гренкой Просто Убьем Не смотря На На то Что это Нифига Не кавер Так вот Еще парень Убасов В смысле Не нубасов Нормальных Пацанов Лучше Вытягивать На себя Ты И так На этого Уже Вытянул 5 клеток То есть Те Нужно Никого Не спорил Набивай Остается Три Человека Но У нас Минус Один Гарантирован Ну Я Сейчас Подполу Ковер Медвен Там Раненый Офицер Мэг Офицер Под сопрессом И щит Мэг Вообще Плотный Капец И опять Ракеты Вы Охренели Там Барьба За вызывание Дополнительный Армор Он Бомбить Может Бесконечно Что ли Я не пойму Что это Такое Там Кровотечение Но Я не могу Здесь Ничего Сделать Я могу Закинуть Вот так Вот Типа Гренку Или Мэка Пытаться Взрывать Куда ты Там Кого-то Взорвешь Можно Подойти Попробовать Пожарить Но Чем дальше Тем Больше Вероятно Что Такого Пу Лишь Какая Разница Есть Разница И Недвалить Из этого Региона Это все Кто есть На карте Возможно Придется Еще Еще Кого-то Продать Есть Одна Свитошимовая Здесь Естественно Надо Валить Назад Потому Что У тебя Будет Змея Уже Вытаскивать Твою Мать Здесь Назад Здесь Скорее Все Тоже Надо За Фулкаверы Отступать Рядом С Машиной Что Взрывалось Два Хода Еще Три Хода Даже Ладно Дмитрий Михайлов Сюда Я хотел Тебе Сюда Но Ты Не Бегаешь Ой Блин Ходить Короче Нужно Теперь Только На Минималке С Таким Составом Останемся Скипать К Черт Твои Бабушки Фулкавер Сюда С Апрессим Я Так Слажался Эвакуация Уже В Который Блин Раз Который Раз Слажен Простое Действие Проговаривал Перед Началом Миссии Проговаривал Что Нужно Сделать Текари Совсем Назад В один Ход Все Рано Добежит И вот Этих Трех Ходов Мне Как Раз И Не Хватило Это Грязь Ой Да Ладно Повезло Восемьстрен Промазан Архон далеко Не может Не может Не может Может Собака Тоже Фланг Нет И тут Попадание 25% Борьба Борьба Завживание Не 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 Успеет Подкрепление На подходе Офигеть И Еще Подкрепом С С С С С С С С света шум надо оставлять на последний ход дмитрий михайловым отходить анкер делать дедушку может даже продать придется чтобы не все побежали ко мне или просто ему бегать так чтобы вообще да просто бегает так что вообще дмитрий михайлов вставляет святашон делает ханкер пекарь здесь терпит капец потому что надо вообще на право уходить все равно запах ходят чем дальше я буду тем лучше дай бог что подкрепа мне не на голову я не успеваю тогда телепорт твою мать фланг дмитрий михайлов 87 робот второй раз мажет 100 пресс широкий он у кавер я бы же улетел ход назад если все было нормально нет 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 все дедушка минус это можно сделать света шум мы бафы получили после крита нам нужно держаться еще один ход тут повсюду фланги просто здесь надо за полу ходить и откидываться святошином немножко не спасаем святошин тоже особо не работает может даже пекарем сюда убежать да он успеет у него запасным раз два три 4 5 6 7 раз два три 4 5 6 7 8 нет может бросить трупы взять ханкер сделать ханкер да опускаем дым еще есть а вот дым не может помочь если мы подходим сюда закрываем кинем кинуть надо святошум куда-нибудь например на змею чтобы не вытащила на этого поехали валить из этого региона просто валить просто валить мы его можем спасти дедушка афанаси он живой подходит щитовик подходит архонт валить перья это фигня главное чтобы и ручь там не был миллион и чтобы не вытащили мне никого змеей например вот он флангует но там дым держись держись перезарядка граната а кровотечение сейчас умрет сейчас умрет еще один овервотч еще и фланг я криминус сука сам виноват нет этого мы вытаскиваем дмитрий михайлов короче один остается успевает ли он успевает там овервотч уже есть димка уже есть димка две смерти одно один в плену все остальные ранены потому что нельзя на незначительной миссии так летать в пятером там у них уже столько бафов что ты их не убиваешь это ошибка уже все мне игры может стоить и все кто покрыть и все кто покрыть дмитрий михайлов получил штаб-сержантом двойной выстрел а хаос дает 25 процент 25 процентов урона приставив противнику пытающимся двигаться при подавлении огнем и мы конечно короче надо сейчас деньги потратить на них новых специалистов и на новый эквип на миссии сократить вообще незначительная нет так мантич у меня был запас по людям но опять же эквип есть запасной рейнджер запасной ниндзя но пекарь вы помните пекаря пекаря просто вспомните пекарь какой он классный был шторма лучше не учить вообще что штурмовика мы потратили а нет штурм у нас есть запасной разбрейн есть нет нет все равно толковых нет на штурма мантич за каждое убийство из оружия типа винтовку получать обратно затраченное действие это халява серия у него два выстрела и он может о это вообще классная штука жалко что его с нами не будет развед данный вот до 80 довести и сваливать из региона нафиг то есть оставить инжа фармить материалы и забивать просто на то что там дальше будет появляться так восстанавливается после ранений здесь незначительное все еще есть незначительное что не стоит феликс а не тут за фирка тут левен жесть жесть самое главное что я не вызвал эвакуацию как планировал как проговаривал это вот был вообще главный провал ключевой вообще ключевой косяк я вызвал ее на три хода позже и все вот эти вот три хода я не жертвы ну смысле потери нес но еще мне не хватает уже что называется firepower для того чтобы отстреливать чтобы отстреливать нужны рейнджеры пулеметчики снайперы на некоторых только миссиях помогают ниндзя уже перестают ваншотать давным-давно они перестают и попадать учитывая то что я очень тяжело ладно зефирка это лимминг ниндзя лимминг эвакуация соседний дом крыши спасибо хорошо что это лимминг проходим раз там прямо на точке респа если кто не видел пять человек еще теоретически могут даже подниматься там так тогда полу кавер хоть был а випом я даже не хочу никуда идти пока что все уходит влево окей да как как откуда я что там черт знает где стою нифига себе ну что ж я предлагаю тебе просто бежать я понимаю что там овервотч срабатывает таки он главное сейчас ниндзя еще не сдать проходить и сразу на респ мне ученый не настолько нужен как 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 ниндзя понимаете да вот так чтоб фланга не было с той стороны от от станера башка и ты сектует конечно эти капец маневренные будут станет обычный короче план следующий в этом регионе в этом регионе я набираю 80 разведданных и валю отсюда к чертовой бабушке просто валю в соседний регион может быть там меня ждет счастье счастье может быть еще хороший вопрос куда мне бежать этим випом беги куда глаза глади летят тут неважно главное на полную чтоб тебя не догнал этот милишник тихо не хочу вот здесь резать мне кажется нужно вообще бежать куда-нибудь вот сюда вот типа обходить вокруг подхожу ниндзей и разведочкой собственно надо к точке эвакуации уже смотреть кто там где там мэки справа кажется они на за ученым побежали всем справа шаги слышу на фулл бежим гипотетически есть еще вероятность гипотетически на практике шансов конечно мало но я уже рядом с точкой эвакуации wait for it а вот они интернет помhur нигде там пятьдесят процентов попали все-таки увы Но не нужно мне VIP, ладно. Да-да-да, тем более вот так вот. Вон, эти еще стоят два МЭКа. Такие вот на краю, на карнизе. VIP is down. Да-да-да. Да, еще одна фейловая миссия. Разведданные, друзья, разведданные. Может быть, даже в конце месяца купить за материалы и свалить. Подключить регион тут либо в конспирацию, либо в материалы. И развернуть партизанскую деятельность в новом регионе. Хватит, хватит это вертеть. Что у нас по временем? 68 разведданных. 5-5. Тут соточка. Незначительная, конечно. Вот персонал сопротивления, это полезно, конечно. События. Более сильных бойцов, дополнительное здоровье. Я и так-то их пробить не могу. Снайпер обучился на общий вид. Слишком много ошибок. Кажется, идет фейл. Переучивание вряд ли. Почему вот после 20-125 не гасится оно? Успехи. Минимально, все погасилось. Поехали. Члены сопротивления. Три человека. Как раз будет максимум в этом регионе. Оставим инжа, будем фармить. Ну, после того, как получим 80 разведданных. Два человека. Ниндзя-спец. Спасти сторонников сопротивления. То есть, дверь мы открываем одним. Подсвечиваем двери другим. 6-9 человек. Точка эвакуации известна, фиксирована. Эксперты счастливы, когда враги замечают юнит, сейчас не знаю, где находится этот юнит, или движется к точке, в которой он был в последний раз. Я не знаю. Нет, они иногда теряют его. Они, кажется, идут к точке, но чаще всего им хватает мобильность для того, чтобы юниту увидеть. Бывало такое, что человек был настолько быстр, что враги, как бы, ну, там, мобильность 17-18, они просто останавливались или, ну, короче, да. Пропишите, пожалуйста, Филу, помощнику Мэнюэру. Он спойлерит, но бас. Так, прям, прям хорошо. Под месяцок. Спасибо. Так, несколько сторонников были захвачены. Поехали. Вижу сразу пак. Еще второй. Тут три армора. Это, скорее всего, Мэг. Там обилки мигали. Вот что это такое? Железная кожа. О-о-о. Это вот как раз оно и есть. Это вот как раз оно и есть. Мне кажется, что нужно обходить справа сразу же. То есть мы видели, что здесь кто-то был, мы видели, что здесь кто-то был. То есть надо уходить вот так вот, посмотреть, нет ли никого снизу. Ага, я понял тебя. И валить направо просто сразу же. Это раз-два. Скажем, вот так даже. С пиццом тоже, даже дальше. Мы увидели где-то... Ну, два пака мы увидели фактически. То есть где-то третий ходит просто. Мэг. Этот летит наверх. Упырь. Кстати, какой навык взлома у Кроу? Как они там прогрейдились? Нет? Нет, 70. Ломай, не ломай. Не получилось все равно ничего. Ходов масса. Эвакуация наверху. Боюсь все равно подниматься. Можно вернуть вот так делать. Раз. Потом вот... Даже так бывает. Что бывало такое, что за углом просто было... Все же нельзя. А тут я не знаю, есть кто или нет. Зачем конферентировать. Давай трим. Идти не стоит. Может 70, это Макс? Нет, нет, 70, это не Макс. Так, там пролетел дальше. Мне желательно бы держать, конечно, в поле зрения их. Поэтому я все-таки... О, их двое там. Раньше у них, конечно, конский. Так, ты пока сюда. Может быть, стоит и чуть назад двинуться. Чтобы не фланганули с той стороны. Тут все-таки так. Вижу мирного. Еще там, кажется, кто-то за углом был. Итак. Теперь вопрос, спускаться или нет. Спускаться или нет. Если я спущусь, просто меня могут эти разведчики... Так, давай лучше вот таким вот образом. У них раньше реально очень серьезно теперь стал. Опасно. Хорошо, никого не было. Сюда не хочу. Не, наверное, лучше вниз. Это и ближе, и кавер, и... Точно слева меня этого не обойдут. Но они могут через здание, конечно, полетать. Так, семь ходов осталось. Здесь лучше двигаться этим. Раз. Помню, что есть призрак. Тут лучше за полу кавра отсюда, потому что там два дрона было. Было, да сплыло. Спускаемся, побежали. Так, они здесь уже, да? Эвакуация здесь. Все в пределах двух ходов. Да, внутри будет. Надо сейчас ниндзя пускать вперед. Хотя у него защитных тем меньше, чем у спеца. Так, а если мы ломаем? Да, спеца в любом случае надо подводить, потому что там дверь не уйдет просто. Так, это сложнее. Вероятность отключения туретки. 50 на 50. Это чушь. И что делать? Забивать на сопротивление, Михаил. Забивать. Не, ну можно подойти, может там призрак закроет ее. Ну точно не в полхода сейчас рисковать, поверь. Слева он мяк. Мяк, мяк. Блин, я не вижу, как он... Типа показывает, что он не видит, но я не верю ему. Да, он сейчас показывает. Пять ходов. У меня призрак у спеца у спеца. Призрак тебе здесь не поможет, поверь. Ты либо заходишь, открываешь... Дверь и дистанционно открываешь камеры. Вот это может получиться. То есть спецом давай-ка... Я боюсь и сюда, потому что тут кавер может быть. Там могут пройти здесь? Здесь могут пройти? Нет, не могут. Тогда вот так вот ориентируйся. То есть, получается, ниндзя агрит? А если протокол нападения? Ну конечно. Нападатель. Тратить или не тратить? Полхода нет. Еще жди. Тихо. Четыре хода. Теперь вот так, полходом. Йопресса ТМ. Пока не поздно. Вали, Межган. Просто вали. Вали. Вали им. Просто вали им. Поверь. Трое сторонников сопротивления в регионе, который ты собираешься отдавать, того явно не стоит. Ой. Хотя не ушли. Но кто же знал, что не уйдут? Просто вали. Нет, уже три хода. До свидания. Уходим раз, уходим два. Ну, я пытался, ребят. Я пытался. Кройте, миссия подряд провалена. Ё-моё. На полу не спеши ходить-то? Какая разница? А хотя бы полпака, да. Типа успеет кто-то в Ольгру встать, потом не есть резона. Хотя нет, я же ниндзя. Какая разница? Они меня не видят все равно. Короче, 70 разведданных. Хочу 80. И свалить из этого проклятого региона еще немножко хотя бы пожить. Чемандр. О, Лили Шен восстанавливается после ранений. What? Что? Мне дали Лили Шен? Блин, как же вы меня бесите. Нет, ее нет в списке солдат. Но она восстанавливается после ранений. Класс, полезная информация. Чемандр, попробуйте создать новые гранаты. Какие новые гранаты-то что? У меня нет ни трупов, ни хрена. Чемандр. Вот, новые гранаты давай. Создавай. Размечтался. Да, 72 в единице разведданных. Ресурсы два дня. Новая цель. Инжа. Что? Освобождение, спасите. Эвакуируйте вис... Виспа. Виспа. Виспа эвакуируем. Инж, который... Не, ну инж-то не нужно. Не, ну чего, ниндзю посылаешь и все. Низейшая же. А, у Лилии арбалет мой, точно. Вот. Специалист какой, а. Инженеры я вот в этом регионе оставлю, пусть материалы фармят. Пофиг. Карательная операция. Я лучше ее буду игнорировать и сам полечу отсюда нафиг. Еще миссия. Что же? О, Маркони! Разрушитель! Еее! Из камеры. Так, это тоже стелс-миссия, друзья. Можем Маркони вернуть. Это Феликс. И это... Кроун. Это... Маркони. Вот может сейчас уже стоит переключаться инженера и добычу, потому что у меня уже есть. В инерции еще день разведанных будут добываться. И на лучшем миссию скипни точно накопим. Это жесть, друзья. Входящее сообщение от Совета. Аватар Закокона и Лояровский, сержант. Или я... Бушмелев, не помню. Фейлингс, фейлингс. Фактическое улучшение. Вероятность крита. Забей. 76 материалов. 76 всего. Такие расходы жесткие. На материал оформить, наверное. Может быть, даже здесь сделаем. Да, Эйнштейне нужен. Советника убежища. Раз. Два. Да и зону испытаний. Материалов не хватает все равно. И новая цель. 7 дней не занято. Ой, 108 материалов. Привлеките внимание Адвента, конечно. Хотя, может, напоследок шандарахнуть, а? Я же все равно отсюда валю. 108 материалов. 25 разведданных. Все равно в этот регион возвращаться не хочу. 7 дней. Последний миссис основного отряда. И сразу убираем тогда. Да, давай. Там... Короче, да. Напоследок нужно пошуметь. А вы, Мария. Точно, снайпера надо брать. Адвокатом. Пулеметчиком. Минималку или незначительную? Минималку или незначительную? Я бы ее минималку бы сделал. Ты помнишь, что за типы будут на миссии ждать? Да, да, да. Но... А зачем тебе эта миссия, скажи мне? Деньги. 110 практически. 25 разведданных. Забей. Забей. Не повышай активность, друг. Это твой регион с этой свышкой. Забей. Дмитрий Михайлов восстанавливает. 75 разведданных. 76. Рисус возьми. Ты думаешь, если ты не начнешь... выбивать базу, то... Ты понимаешь, что... А я понимаю, что за это фэйбу можно получить. Как бы... Как за спойлеры. Выбивать он собирается. Выбивай! Миссия незначительная. Разрушитель Маркони. Вип-камера. Хорошо. Но трупы нужны, я понимаю, что... Но... Я нормальную миссию не могу сейчас выполнять. У меня и КВПа нет на всех. Даже на 5 человек и КВПа нет. Еще один подфилор. Задолбали это эти эксперты. Ты понимаешь, а что? Посмотрим. О, ноябрь. Ха-ха-ха. Он сейчас проиграет. Какого... Мне не нужна эта информация. Не нужна. Я даже при желании сейчас не смогу выбивать этот регион. Бесят такие эксперты. Они не помогают. С одной стороны спойлерят. С другой. И... Демотивируют. С третьей. Интриги лишают остальных. Вот нахрена это говорить? Нахрена? Бесят. Так, два человека. Те же самые, кто и... Ну, короче, специалисты-ниндзя. Спасите Випа из тюрьмы. Ну, у тебя есть Мэг. Да-да-да. Который на большинство миссий не ходит. Хорошо. Справа, кажется, к границам. Показалось? Не, не показалось. Все, отлично. Идем по правой границе. Прижимаемся. Поехали. Там эвакуация близкому. Два. Три. Четыре, наверное, так. Баким. Бежим вперед, бежим. Вышка. Родин. Родин. Либо бегать, либо ломать. Бегать не очень хочется, потому что слева шим уже как раз оттуда. Но вероятность взлома, я думаю, крайне мала. Не знаю. Персональный боевой модуль ультра уровня тут. Надо как-то, наверное, обходить ее, но... С должной аккуратностью. Так. Четыре человека, ладно. Они рядом с ВИПом стоят. Ну, в том же самом здании, по крайней мере. Я не уверен, что... Стоит сейчас форсировать события. Давайте на полхода. Пока что. Отступают. Хорошо. Сейчас обходим вышку к эвакуации, идем. На крыше еще, на крыше, на крыше, на крыше. Три человека на крыше. Пулеметчик, офицер и... Четыре человека. Я думаю, что надо обходить их вообще сильно-сильно. Давай-ка сделаем вот так вот. Призрака, чтобы точно не спалиться с саппортом. Обходим вышку. Смотрим, насколько они блочат. Они как будто бы сверху вообще не блочат. Мне кажется, это гоню вам. Я не гоню вам. Так, ходов с запасом. Только сейчас восьмой идет. Уже точка эвакуации рядышком. Я предлагаю... Ну, во-первых, я знаю, что маки слева. Здесь два пака. То есть, есть еще где-то третий пак. То есть, надо обходить к випу вот в ту сторону заходить. Да, тем более, они уходят. Тут у нас дверь. Это раз. Там же строение, я помню, кажется. А, нет, это не совсем там. Короче, надо идти сюда уже. Надо идти. Подходить так. Подходить так. Подходить так. И, скорее всего, даже уже подход подходить сюда вот так три. Чтобы же на следующий ход открывать дверь этим. Специалистам, соответственно, взламывать дверь другую. Открываем дверь. Раз. Специалист видит взлом 2. Ой, там небольшой запас сплавов, кажется, за 82. То есть, после этой миссии мы сможем в регион подключить. Материал. Давай там материал. Можно стену заразить снаружи. Не там, где вагпоинт. Не открывай дверь. А там же стенка одна. Ну, короче, не важно. Зачем? В принципе, бастит так бастит. Сейчас пойдет. Выходим. Лысый, Марконим. Да, фулкавер. Раз. Штурмовик уже эвакуируется. На язычах. А здесь можно взять защиту. Вот так вот. И протокол защиты еще на него. Протокол помощи. Чтоб он выжил с большей вероятностью. Тут эвакуируемся. Они бегут к двери открытой. Должны бежать. Но не добежали. Хорошо, эту миссию чистенько прошли. Марконий же еще в плену звание получил. То есть у него там обилки новые должны быть. Выехали. Хорошо. Так, материалы нового бойца. Безупречно. Ну, хоть первая успешная миссия за последнюю серию. Но я хочу отсюда валить. Потому что я не смогу в любом случае в текущей динамике как-то вставлять конкуренцию. Возможно, стоит карательную пресекать только в основном регионе. Ну, или вернуться сюда тогда, когда уже будет понятно. Так, материалы 35, и Марко не вернулся. Сержант. Отлично. Кто он по классу? Разрушитель. Метка 72. Здоровье 5. Мобильность 13. Повысить. Да, давай. Ракеты. Большой взрыв. Диверсионная. Да. Отлично. Вот, еще один товарищ. Нет, бойцы-то есть. Просто я не могу сражаться с большим количеством врагов. Так, сила Адвента 5-5. Тут по-прежнему 3. Миссия на 200%. Материалов 177. Доход плюс 500. Но если я сохраню динамику... Я даже увеличить могу, учитывая то, что отсюда свалим. До 80. Так, незначительная. Инжа. Давай. А чего они одеты так странно? Ну, это ж... Каждый персонаж тут. Зефирка, например, из Dark Souls. Этот катаринский Зигвард. Или как его там звать? Зефирка. У него, соответственно, история прописана. Он так выглядит. Марконни — это шумен, который был ведущим на Интернешнале в Дотка, Mail.ru. Вот. С него там все угорали. Лысый. Поэтому он такой нелепый. У каждого персонажа здесь, это благодаря Элла Ярун, который наверняка в чатике находится, есть некий бэкграунд, есть какая-то история. По тем или иным трансляциям или ивентам. В общем, Зефирка — это узнаваемый персонаж из Dark Souls. Причем из разных частей, насколько я понимаю. Там-там-там появляется везде. Вот. Но он лейминг. Его задача — довести Инжа. 10-12 человек. Просто до эвакуации. Опять дома, опять крыша. Я думаю, надо попробовать как раз по... По стеночке пойти. Сейчас посмотрим. Либо по этой, либо по этой. Ну ок. Разница не принципиальная. Поехали. Раз. Никого, хорошо. Ладно, два. Рискуем, конечно, мышкой. Так, никого. Окей. Проходим. Таре, вижу вышку. А вот паков не вижу. Из-за угла вы... 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 Выглядываем. Аккуратненько. Справа. Хорошо. Этот пак мы, считайте, обошли. Проходим. Далее. Причем вот так вот, чтобы... Чтобы как можно больше охватить в плане разведки. И опять никого. Неужто. А тогда так. Хорошо. И тогда пока сюда. Ну, вряд ли слева там конец карты с угла. Ну, там может быть пак, но я не слышал ничего. Показывают обычно по ближайшему паку. Так, а здесь сложнее. Я думаю, надо мирных обходить вот так. Не проверять там, кто... Что за паки. Ой, там мирный по пути. Так, здесь можно проходить полностью, я думаю. Или насквозь. Да, давай насквозь. Если мы отталкиваемся от того, что в этом здании еще никого нет, то лучше резать, как только можешь. Хреново, режешь? Не, неплохо все. И так. Здесь проходим чуть дальше, смотрим. Не, лучше наверх забираться. Потому что тут мирный, и я его уже не обхожу. Этого гада. Лучше вот так, наверное, чтобы был вижен и половинки укрытий. Да, они здесь где-то, рядышком. Змея. Сразу два пака, вы видели, хорошо. 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 Сразу два пака, а то подходим сюда. Надо следить за перемещением. На меня я тут гадаю, вот это плохо. Это очень плохо. Причем там дроид есть. Как мне сейчас уже не накрыло сверху. Не накрыло, но прямо по границам. Прямо по границам. Думаю, надо отступить так. Фух, пронесло. И, по крайней мере, штурмашом уходить. Давай так. О, в смысле, этим ниндей. Здесь, кстати, можно игнорировать мирных. То есть они же этому не мешают пройти. Мне кажется, что лучше ход подождать этим товарищам. На случай, если они прямо на меня сейчас пойдут в сторону этого. И уходят, хорошо. Мне даже ниндзи будет сложно добежать. Но нужно сокращать дистанцию. Нужно что-то думать. Так, давай так. Что? Ну, випа не видит, во-первых. Если пойдут назад, то могут. Так уже и видят. Ладно, и что делать-то? Все равно придется бежать. Рано или поздно. Ходов маловато. Так, уходят. Хорошо. То есть я провожаю ниндзей. Таким образом, чтобы... Кстати, на следующий ход я отсюда ниндзи валю, по крайней мере. Кстати, они меня не перекрывают. Я подхожу сейчас на полходом. Да, подхожу ориентировочно вот так вот на полходом. Пара мирных. Или даже вот так подойти. Чтобы подсветить еще с правым. Да, давай так. Да, вот эти меня интересуют. Это последний пак. Сейчас нужно подойти мирно, максимально, таким образом, чтобы... Так, эти не видят, а те тоже не видят. Ближе начинаются пара клеток. Там. Так, нет. Так, тоже видят. Можешь в чистом поле вообще встать? Ну, потому что ты можешь успеть добежать. Ты не добежишь. Лучше полуковер. Полный кавер. Риск. Если эти начнут нападать, то... То да. То все. Ну, вот если, например, те на меня... Любой пак, если на меня идет, эти уходят, слава богу. Если верхний уйдет, то все. Это гг. То есть я подхожу и эвакуируюсь. И випом в том числе. Но если они на меня сейчас будут идти... А они стоят на месте. Випом я не добегаю нескольких клеток. Мне кажется, нужно в чисто поле выходить вот сюда вот. На будущее просто. Но для этого нужно подсветить, по крайней мере, еще на один ход. Товарищи с левым. Я говорю, так сначала. Может быть, в другую позицию. Ой, не вижу я их. Так. Так все тебя видят. Ты можешь тык-тык-тык. И пройти. Вот даже если ты так будешь стоять, то уже добегаешь. Ну, давай тогда с богом. Удачи тебе. Надеюсь, ты не спулишь. Змей. Змей спулил. Да как мне... Там не показывало, что вы... Блин. И фланг еще. Только не говорит, что дефирка не добегает. Офигеть. Вот что ты натворил. Так, думай, светошум или дым? Светошум или дым? Скорее всего, светошум. Или дым? Так, думаешь, еще пак справа сагрить. Светошум или дым? Светошум или дым? Светошум. Пофиг на флангующего. Главное, у тех трех мы нейтрализуем. Не факт сказать, что дальнего нейтрализуем. Там щитовик вроде. Да, только двоих нейтрализовали. Капец. Ну, молимся. Уже в третий раз такая хрень. В третий раз, что не показывает, что вижн есть, а он есть. Так, это кто у нас? Щитовик? Не отстреляет. Вот и все, в общем-то. Вероятность какая? 50%. Окей. Тоже опасно. Хорошо. Ну, здесь маловероятным. 13%. И последний выстрел справа тоже. Overwatch. Че, зефирка, бегим. С богом. Да твою мать, сколько? 30. Проблема была в том, что они сагрились, хотя вижна не было. Так показывала система, что вижна нет. И там у меня штурмовик на полхода хоженый. В следующий раз надо пропускать опять же ход. Но я не хотел пропускать, потому что они отступили там слева. Ой, твари добро. Ну, был ход, надо было ждать. Они все равно мне не фланганули бы. Может, на пути было вижу? Я каждую клетку проверял. Да, они саглили, сколько в конце последнего. На последний на самом. Семь-шесть разведданных. Семь-семь. Семьдесят восемь. Так, тут серия обучения Мантича продолжается в центре военных технологий. Ох, тут какой выбор. У Феликса может что-то новое. 1-1 точно в цель нет. Ну, давай тогда взялся за Мантича. Ходи, посмотри, что у него еще есть. Мантич. Ох, у него уже все, последние навыки. 3 раза из пистолета. Кто тут самый ценный? Пулеметчики, скорее всего, да? Пулеметчики мимо. Там был еще пулеметчик один внизу. Титан. Цветный огонь, сапер. Не то. Так, гранатометчики. Димага. Нет. Можно хавку посмотреть с снайпера. Нет. Спринтер это не совсем то, что нужно. Хотя полезная штука для снайпера. Но не настолько, чтобы... Сейчас, сейчас, сейчас. У адвоката... Ничего. У БСП, может? Нет. Мантич, собственно, может быстрое развертывание сделать, но... Ледокол, разрушитель. Малозаметный, хорошо. Особенно для разрушителей. Давай. Фух. Так. Я думаю, пора... Пора снимать здесь пацанов с разведданных. Ставить инжа. Убирать этого. Хватит мне миссии в этом регионе. Попробую подключить другой регион. И... Там как там повоевать. Фух. Не убрать. Да? Инженером. Погоди. Инженером можно убрать отсюда. Да, да, да. Гремлина раз. Гремлина из станции связи с сопротивлением два. И инжа, соответственно, из мастерской три. Освободили инжа, поставили инжа. Сейчас будет доходом миллион. Семьсот тридцать один. Плюс еще инженера поставим. Семьсот семьдесят три. Опа, вот и миссия. Или я мискликнул? Я мискликнул. Говорим мы ее. Блин, кажется, я разведданных. Данные не... Эвакуируйте ВИПа. Небольшая. Инженер. Я кого-то сюда посылал, а не посылал? Еще один инженер. Эвакуация. Да, еще один. Ха-ха-ха-ха-ха. У меня нет ниндзи. Один только, которого нельзя брать. Мне кажется, я рановато ушел отсюда. То есть мне нужно все-таки было... Ну, вообще, там есть инерция. Зря я... Они убираются сразу, но перепрофилируются не сразу. То есть надо было добывать восемьдесят все-таки. Надо было добывать восемьдесят. А потом уже переключаться. Сейчас мне придется... Вот, все. Теперь восемьдесят. Фух, улетаем, ребята, отсюда, улетаем. Материалы, 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 материалы. Конечно, они будут карать меня за это. Будут миссии терроровские. Игра сама по себе скоро должна закончиться. Убежище 3. Я уезжаю сюда. Восемьдесят разведданных. Сканем. За шпионами сопротивления сбор разведданных. Продвинутое обучение. Малозаметный Ильдар. У него, кажется, там были еще какие-то хорошие вещи. Были, были, были. Правда, он разрушитель. Может быть, не стоит. Кого я там вызволил? Кого я вызволил? Разрушителя вроде вызволил. Обучать его не могу. Ладно, у Ильдара чего? Абсолютное спокойствие в меткости режима наблюдения при ответных выстрелах. Они могут нанести критический урон. Мобильность. Давай мобильность. Австралию глянул я. Три раза глянул, пока тебя не было. Опа, а вот оно. Да. Очень много. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, это у нас октябрь, 6 октября Значит, прогресса не показывалась адвента И нельзя покидать, короче говоря, регион Надо его освобождать, нацеливаться на этом Блин, конечно, жесть Что случилось? Ну, скорее всего, проект Аватара закончился Мне нужно подгадывать к тому моменту Вот к этой дате, короче говоря Ну что, новый трай Я тебе говорил про октябрь, да ты мне фыбу Сейчас мы его еще в профиле забаним Давай Так, забаните, выберите причину Провоцированием От твоих слов ничего не изменилось бы Ни мои действия, ни результат Едем Новые бойцы, сейчас будет серия исправлений И по тактике ведения И по использованию людей Сейчас адвент не такой активный Сейчас самая база Засады на колонну Да, черт возьми Ладно, надо исправляться Надо качать спецов Морозную гранату не отдавать Ни в коем случае Гренадеров Одного прокачать на САП Обязательно Партизанка точно первая Центр военных Также второй Никаких дополнительных контактов С сопротивлением Действуем в рамках одного региона Все дополнительные средства идут Так, и материалы, да? Никаких новобранцев Материалы Материалы или все-таки Подождите, я по разведданным сейчас придумал Как-нибудь Надо там с вторым регионом же еще сразу Второй регион подключать Дичь Так Окей, первая миссия Диан Боец Трусипой Холли Кстати, Рижена нет Соколик Абвер Надеюсь, совершенный Магрейн Тонигорский Из Парагона Проверяем, где могут быть враги И первая миссия, конечно, халяла Опа, виздим Как у них хп мало Господи Что это? Что это? Я не могу Просто Неплохо Неплохо, неплохо Обернемец Что неудивительно В общем-то, да? Ладно, ясно Вроде планировал спеца Да-да, спецы тоже Спецы обязательно нужны Только у них определенная роль В общем В первую очередь Настал с миссия Всякие поезда Посылочки Вот все это дело Они могут Еще следующий пак Видимо, да, вдалеке виднеется Мне очень хотелось бы Конечно, прямо сейчас Это все пулить Но те вроде уходят Но самая главная проблема В том, что Я, скорее всего Не достреливаю дом Не, докидывай Ну, тогда подходи Так Не все на овере Смогут стрелять Конечно, спустите Но Точность будет страдать Ладно, инициируем Пофиг Вообще, надо было гренку Кинт, на гренке Не достаю Поэтому кидаю как могу Работаем Главное, что верхний парк Не пришел Сразу Офицер останавливается Трое останавливается Значит, двое гарантированно умрут Минус один Минус два Минус три Такие они халявные, конечно На старте Все Так, аутецки обязательно Ой, за подкрепы пошел Скотина Так, нам надо кого-то посылать Просто, чтобы лут собирать Этот кто-то Желательно должен Обладать гренкой На светошум И лучше не рваться Прям вперед Сильно Потому что Они не обязательно будут подходить Погоди, погоди, погоди Погоди Ладно Зря надо было сейчас попробовать подойти еще Что один ход Я тут либо Скорее всего агры сейчас в этот ход Если не агры, то подставляется Ну лучше И еще внимательность Так, не спуливай Хорошо Дверь открывается Сейчас мы выкачивать их будем Просто То есть ставим вот так вот И овервочим Можно подойти, конечно, поближе Опа-опа-опа Сектоид И обычный Окей, ладно Отступаем от них Выкачиваем Ну что, он овервстал, что ли? Нет, ну Два овервочи Это плохо Плехо-плехо Ну я дезориентацию кидаю А что же еще делать? Давай так Да как вы? Почему? У них уже такая билка Что они реагируют на выстрел? Или там синий был Который Видимо, да Там был уже товарищ Который С респа Такой обилкой И еще один пак Но это все, что есть Надо выкачивать, друзья Это все Все безобразием Овервоч Стреляет Мажет Восемнадцати Второй стреляет Мне вот это больше Интересует Не точно Не точно 13% Все А здесь Я бы Подвел одного Чтобы можно было Потом Кидать светошум Вообще Я убрал бы этого товарища Совсем Кого-то из наших Подвел бы на замену Давай хантеру Ждем, как будут выбегать Но там шесть человек, друзья Шесть человек Это серьезно Дроид первым попадает Под выстрелом Раз Второй Не попадает К сожалению Сектоид Ну Нет Так Мы уже их видим С одной стороны Позабраться наверх Вроде как Я тут уже видим Вступаем в поме Здесь ханкер И ханкер Пытаемся словить Какая плотность Классная Так, флангует инж Бежит Фулл кавр Никого Это фланг Бежит Есть Понеслась Стреляем Ребят Попадаем 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 50 на 50 Ну, алло Четыре Еще разок Хорош Раз Из шести Это пси Атаки Какие-нибудь Зомбарей Не знаю Да Почему ты сказал, что мне надо распыляться по региону Без тебя в рамках одного Потому что Можно гасануть Я там одну миссию не выполнил Только То есть Собираешь улики Там Что-то там Отстраиваешь Выполняешь Друг за дружкой И Освобождаешь таким образом регион В конце концов Так, ну Тут я, наверное, фланговать буду В игру очень не вижу Мы видим зомбаря Думаю, пора кидать светошум Хреново кидаем светошум Если кидаем Тут фланг потенциальный Я думаю, что нужно вот так подойти Кинуть светошум через машину На троих Задача, чтобы не было зомбаря Чтобы не было цели По которой стрелять Товарищами на крыше У которых повышенная точность Отступить таким образом Чтобы они, типа, никого не видели Ну и, собственно Некоторые только видят кого-то Вступаем вот так Стоит ли фланговать И стрелять здесь Это тоже большой вопрос Потому что они пока никого не видят Фулкавер по мне стреляют Нет, дезориентация Надо, надо, надо Там часть не действует Тем более Хоп, он сейчас двигаться будет Может кто-то под овером Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Посмотрим Так Побежал Инж Фулкавер овервотч Побежал Обычный Стреляем Ну давайте, ребят Ребят, ребят Давайте Ну Вот это плохо уже Промазал 25 Еще побежал Но тут оверов нет Да, он тупит Сектоид Надо отступать Короче Тут потенциальный фланг От Инжан Я увожу Да как, как, как Забыл, забыл, забыл Ошибка Нельзя здесь им давать Потому что они Хотя Можно Они же все равно На меня побегут То есть тоже на овер попадутся 66 Твоечка Сектоидом Под Холли еще Нормальный фланг Только отсюда Но она подставится Нет, давай Нормально Кого-то, может, так убьем Кого-то на овере Но 72 попадаем Мы нет Конечно же, нет Тут овер Но не у всех Фланг До солдата Адвента Но тебе уже И этот Может флангануть Лучше все-таки Как-нибудь вот так Зайти Овервотч Тоже видел Да Назад Ладно, поехали Дезориентация снята Сектоид по флангам Инж все пытается До Холли Достреливает Попа написано Над Холли Побежал Побежал Вот Вот на это На это Есть минус один Хорошо У этого двоечка Осталось Стреляет Фулл кавер 18% Не попадает Окей Сектоидо Тоже в игру Вочем Еще, еще, еще Еще можно Нельзя Так, это пси Пофиг Он умирает Контролем Ку-ку-ку-ку-ку Еще Ай-яй-яй Овервотч Овервотч Я думаю Что надо Оверс Снимать Гренкой Сейчас, конечно Тут надо Как-то Сектоидом Очкануть Гранату Тратить Конечно На него Жалко Но Похоже Другого Выбора У меня нет Почему нет Можешь кинуть Святошу В него Святошу Можно двоих Конечно Перезарядка Овервотч Тут Гренку Все-таки Сектоидом Понимаю Понимаю Что Хрень Ой Там Овер У меня Беспокоит Очень Сильно Беспокоит Овер Овервотч Я его Не снять Никак Простым Способом То есть Лучше Не двигаться Получается Лучше Не двигаться Лучше Соколом Кидать Святошу Вырубать Сектой Возвращать Жизни Перезарядка 32 Может быть Двигаться Нельзя Давай Перезарядка А кто Кого Видит Никого Не видишь Хорошо Овервотч Видишь Только Сектоида Хорошо Овервотч Видишь Троих Видишь Только Сектоида Фланг Можно Сектоида Сделать Да давай Фланг Сектоида Убиваем Ну 71 Надеюсь Что Убил Хорошо Лут Так Здесь Я даже не знаю Наверное Овер Надо делать Здесь тоже Надо поближе Овер Чтобы Движение Тех дальних Ловить С Богом Вижу Инжа Троих Остается Троим Промахивается Пулеметчик И вот Эта Овервотч Перезаряжается Хорошо Не попадают И снова Овервотч Так Ну Гренкой Я пытался Не достаю Фланг Я тоже Пытался Не достаю Там даже Два Овера Ребят Я думаю Что нужно Сделать Здесь Ханкер Вообще Все Постреляют Нет Один Только Постреляет Да Что ты готов Ради лута Это мелочи Михаил Я думаю Что надо Вставать Таким образом Чтобы Ловить На малейшем Передвижении Остальных А здесь Уходить В ханкер Забивать На лут И все Они сами Вынуждены Будут Подойти Может быть Даже За один Ход Мы с вами Управимся То есть Тут Ханкер Даун Здесь Ханкер Даун Здесь Меня Видят Кстати Здесь Тоже Надо Ханкер Делать Перезаряжаемся И Ханкер С Богом Смотрим Как они будут действовать Должны подходить Вообще Теоретически Подбегает Пулеметчик На Ничего Си так ну хорошая новость в том что они там один но верный мы ауеса пресс снимаем гренки так как ауеса пресс вообще подействовал первый раз это грамотно с апреселем левый меня подобьет не подобьет хорошо подходишь взрываешь этого упыря раз тебя флангуют правда последующим ходом возможно лут если нам удастся взять да а нет там наблюдение отменено здесь смотрим на фланги флангов нету блин хочется конечно хули сюда послать но хотя вот так вот я могу прыгаем светошум снимаем овер и уже действуем посмелее ты же достанешь еле-еле но достаешь поехали это раз можно сейчас агрессивнее того фланговать ну и вот собирать получается дан фланги хреново у тебя получаются в крайнем случае гренками закидаешь может вот так тогда ты уберешь давай ладно рискуй ядро и лерия фланг 76 плюс 26 крит крит вроде нет хохохо слабо так хорошо он дезориентирован дезориентирован можно машину взорвать его просто я думаю надо опять же массу оверов делать обходить и он при этом даже поле флангуют а толку давай вот так реально может может удастся взорвать машину пофиг на него сейчас бы в конце еще получить тут еще все без ранений все подобрали безупречно так а теперь самое главное вообще развед данные включение нового региона в новом регионе ориентировочно только рейды за материалами беремте за все миссии которые только будут в рамках текущего региона может быть даже развед данные в первых двух регионах окучивать да наверное так и стоит сделать первой миссии кстати с первого трая посмотрим кто есть кто и так холли она специалист как в прошлый раз меткостью 74 взлом правда 43 это очень не очень дин мирчук штурмовик мобильность 15 здоровье 4 неплохо меткость чуть выше стандартной серёжа снайпер меткость 70 здоровье 6 плотный серёжа более 45 фаерлорд ниндзя мобильность 13 ё-моё но здоровье 6 труси пой штурмаж меткость 69 тоже хорошо здоровье воля отлично соколик блин пулеметчик мобильный но не меткий и нездоровый вообще обер обер у нас разрушитель стандартный чуть мобильнее чем нужно и хэвик плотный хорошо меткость ему не нужна работаем глушитель внимательность добавлять защите единицу брюни в режим наблюдения класс персональный боевой модуль классный элери и трупы кристаллы материалы хорошо так партизаночка точно прям точно 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 здесь средства связи с сопротивлением они модулька или модулька глушаки уже есть 43 давай модуль 4 все равно здесь мы делаем партизанку строительство отсеков хорошо партизанская школа все ресурсов нет я мы в жопе есть извините и так будет все всю игру потому что черный рынок игнорим естественно сначала закидываем здесь товарищи исключительно на разведданные никаких поисков рекрутов никаких материалов только разведданные сила адвента 2 карл 2 мы в северной америке ну черный рынок может конечно понадобиться но не в самом начале так спокойно и даже не привычно модульное оружие готово заморозку обязательно нужно брать средства связи с сопротивлением подключаем новый регион почему новый трагер потому что все октябрь настал 9 число кажется и до свидания миссия поехали минимальная 5 часов персонал сопротивления хороший старт персонал сопротивления 1 персонал сопротивления 2 спасите сторонников сопротивления пленных спасти это точно миссия не на всех сразу берем фэрлорда ниндзю или все-таки фэрлорда плюс спеца 3 дня ой да ёй 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 я просто фэрлорд фэрлорд с дымом со светошумом глушак ему поставить не зря модульку собирал хотя время проникновения но самое главное что я меньше просто буду времени тратить на этом два персонала сопротивления на старте это важно конечно еще не поздно взять спеца только чтобы ее прокачивать просто во время и чтобы облегчить да давай-ка спеца мы тоже возьмем это же город там можно дверь открыть можно какой-то бонус получить пусть качается 3 дня поехали на ста процентах будем в латексе фэрлорда проникаем жду партизанки делаю новых этих новая цель уже вип инженер а вот сюда идем прямо основательно инж очень нужен хорошо что он появился так рано здесь не нужен снайпер здесь нужны штурмовики рейнджеры мобильные люди способны убивать гранатометчик скорее всего возьму пулеметчика и видимо нам вчетвером нужно будет идти пятого может под поставим мы уже не ставим это не ставим ладно значит из транспортного средства адвента вот тут специалист уже бы пригодился но видимо придется так думай 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 минималка 69 транспортное средство ты сразу скрыт ты сразу скрыт к точке эвакуации относительно нее будем действовать открываем точно не знаю новобранцев ой бы не вур 75 точность топовая у майкера 70 точность неплохо 75 форме ах 71 еще новобранец дженька а есть мозговиты пока ну новобранцы все не мозговитые хотят наверное надо ориентироваться на пси еще вдруг они по технике на русбрейн надо попробовать сделать спецом у него точность никакая спец у него никакой 55 всего лишь но вдруг он будет ломать так штурмовик с дробовиком окей рейнджа у нас пуш но чё тут меняется нечего менять надо продвигаться закидывать гренками всех убивать гранатометчику даем дополнительную гранату обычную возможно стоит одному хотя бы взять аптечку и я наверное возьму пулеметчик моточку так значит пять дней четыре часа инженер мега важная штука поехали так здесь сто процентов минимал очкам поехали два человека ниндзя специалист специалист должен открывать дверь попробовать получить бонусы ниндзя должен делать первичную разведку первично сохранение этих товарищей то есть зоны эвакуации но сторонник сопротивления два человека то есть будет десятка уже это очень и очень хорошо возможно имеет смысл старца больше рисковать пытаться нафармить сейчас максимальное количество миссии вообще взял на себя хорошо что сейчас новая миссия не появилась вот эти товарищи успеют вернуться дай бог они вернутся 6969 пока еще адвент очень слабенький полоска чата слева все еще в партизанки подготавливаем в первую очередь одного ниндзю потом скорее всего либо второго не залезли бы специалисты из наиболее перспективных делаем акцент на мобильности человека его здоровье или уклонение защиты как-то так то есть должен быть он вот как раз на миссии с випами с освобождением но второй спец тоже нужен конечно же основная группа в ориентировочно без специалистов будет заниматься другого типа миссиями там где присутствие его не является критичным пока у нас собственно не будет дополнительных людей подключаем второй регион втором регионе делать не знаю наверное на старте тоже разведданные будут у нас на во втором регионе я уже более страданий да и я и так страдаю поехали итак фаерлорд и алена да а нет а его классовика алена 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 фух принесло так значит это стелс миссия михаил двери видишь идешь в сторону эвакуации прямиком на ивак помню что могут летать дроидами мистер титул демс вот эти позиции уфа врагов пока не видим пока сюда слушаем слева слева дверь открывается так двигаемся чуть-чуть правее вижу вижу вышку во первых позиции он до штате есть тупи 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 так справа может кто-то выйти маловероятно так холли подходит пока сюда сейчас оценим вероятность взлома вышки неуязвимости прицеливания отряда не очень хорошо эвакуация близко чуть левее прямо по курсу враги вот они три человека офицер обычный и инженер еще пак нет или это один и тот же так теперь внимательно то есть ты должен сделать разведочку на правом ваш спица первым послать надо то есть впереди справа смотришь если там паки дальше не увидел то есть можно теперь типа проходить уходить вот сюда вот но не сюда точно на самом деле там может быть прямо я просто не вижу мы подойдем вот так перекрыть они меня могут две вышки вышки одинаковые так здесь дверь сверху вроде вход есть и это еще далеко не все паки еще есть там четыре человека может эти к половинам хорошо уходит вниз да это половинка где-то не фланганут уходят инженер завис так здесь а вот остальные рядом с точкой эвакуации я предлагаю смещаться на левом сторону собственно двери эти могут меня флангануть так вообще холли может добежать до самого до самого до 1 2 3 1 2 3 4 еще два могут летать где-то дроиды например стоит ли мне проходить да наверное стоит уходить вот сюда вот то есть пол хода заходишь смотришь если дроид какой-нибудь и уходишь скажем вот сюда вот фейерлорда будет сложнее потому что те могут назад вернуться эти могут вперед пойти то есть мне нужно в идеале место которое и так и так и так тебя страхует но на самом деле лучше вот так вот сделать потому что те не дают не дойдут точно греи а вот нижние могут они ближе дойдут на меня там клеток к 9 наверное не должны фланговать вообще время есть спокойненько эти возвращаются ладно ок дальше штурмашу мы подходим открываем дверь специалистам взламываем вторую дверь открываем можем ломать вещание сопротивление хоккани новый на короче новобранец убежище прибывает не такая хорошая штука но пробуем они не должны увидеть паника появляются но я достаточно далеко чтобы чтобы они спалились да ладно да ладно это косяк михаил так ну сторонники сопротивления валят что поделать смотрим что тут по там угу убежали убежали угу ухолли ходит только на часть ходов ниндзя конечно да молодец он может Он невидимый все еще Надо отталкиваться, в первую очередь, от холли Но здесь стенка, наверное, стоит просто пробегать сюда Куда ниндзи тоже бы хорошо пробежать Только так, чтобы не спалили, давай так Ой, косяк, ребята, надо было хоть ждать По-мирному стреляют Все-таки их увидели Так, беги Эвакуация справа, добегаешь Добегаешь, беги Один хит Овервотча нет Эвакуируемся раз Полных укрытий нет Я чуть-чуть не добегаю То есть я думаю, что нужно прятаться за полукавером И макерить просто То есть подставляем мы, типа, этого товарища А нашими просто дальше, чем он, убегаем Или вообще out of range Чтобы не было Да Там могут дроиды попасться Так, а давай ты тогда ниндзя сначала наверх Это хорошая тема Ниндзя же все еще невидимый Все, здесь никого, получается, нет Проверяем еще так Все, холли, значит, убегает вот таким вот образом Здание целиком им мешает Догнать холли Вместо кого они могут это мирного сейчас убить У него полуукрытие и ханкердаун Инж подходит, этот подходит По холли стреляют все равно 23 Сверху мирного бьют Жив, 13% Все кто это не захватит, надеюсь Не, не захватит Так, ты пробегай Эвакуация Блин, холли все равно под ударом Так, один из возможных вариантов Это крыша Которую они контролить не могут Обойти не успеют Отсюда могут увидеть Или все-таки угол Так, давай проверим, где они там О, они здесь-то не добегают Его тоже нужно уводить Раз Короче, давайте одного так, другую так Вот так вот Чтобы она была На краю крыши Таким образом, чтобы ее Ну, она и без кавера, конечно Каверов там достойных нет Ну, ее сложно заметить Но ее сложно заметить, обойти Потому что тут много клеток Подходит Подходит, все, не увидели Потому что если бы я встал, например, у кавера под... Ой, не-не-не, может Не может, все нормально Так, холли уже убегает в один ход Раз, если там оверов, конечно, нет Раз Так, ну а ниндзя Они просто не видят Не видят И не увидят Хорошо Все, никого нет Овервотч, правда, есть Но я же могу обойти и овервотч В том числе Давай вот так вот Лучше Вдруг он с овера Снимется и все От крепона подходим А, тут ханкердаун Понятно Все, вроде уходим Еее Тихо Да все нормально Все нормально уходит Полный отряд невидимых ниндзи Профит Почему? Все равно же палятся они По одному Миссия выполнена Качаются товарищи Но ниндзи и спецы Это, да, это те люди Которые должны Вот эти вот нулевые миссии С маленьким диапазоном По времени проникновения Выполнять Выполнять чисто Левел ап фаерлорда Призрак обязательно Здесь скорее всего Мы будем брать Протокол нападения Взлом 53 Хорошо Вернули двух Соратников Сейчас мы их Сюда и 10 человек У нас уже на разведочке В этом регионе Уже хорошо Здесь человек Миссий будет масса Средства связи Сопротивления Надо захватывать Новый регион Биотехнологии Пришельцев Конечно же А в новом регионе В новом регионе Во-первых Сориентироваться нужно По О, по 6 в убежище Ничего себе Может быть в новом регионе Материалы фармить Может быть Да, там рейды могут быть Но Так, тут что у нас 100% минимальное Инжа Идем Идем Чем раньше Надо быстрее такие миссии Выполнять Таким образом Мы просто Ну Высвобождаем Бойцов То есть они Могут на новую миссию Прийти Осворите Випы Из транспортного средства Специалистов на эту миссию У нас нет Но Здесь желательно Всех убивать Просто Потому что Это основная Ударная группа Нужно Продвигаться Убивать И Но для начала К точке эвакуации Желательно пройти Чтобы По крайней мере Ну вообще Инж мне нужен Здесь Очень нужен И специалист Мне здесь нужен был Возможно Стоило Нинди Прошлую миссию Но это было бы рисково Потому что Я не смог бы тогда Во-первых Не попробовал бы Открыть дверь Получить бонус Не прокачал бы Специалиста И Спалился бы Сразу Нинди То есть Он мог попасть Под удар Тоже Рекрутов Рекрутов фарми В новом Нет Это чушь Нельзя Рекрутов Такой ситуации Фарми Потому что Рекруты Неизменно Привлекают Внимание Адвента И сила Адвента Растет В этом регионе Вот разведданные Это прям Прям хорошо Думаю Что надо С материалов На разведданные Надо 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 Это ошибка Материалы Тоже Опа Так Эвакуация Неудачна На мой взгляд Находится Крыша Конечно Хороша Но С крыши Я потом Сто лет Буду спускаться Так Давай Бачком Бачком Раз Там Сразу Мирный Капец Ладно Подходи Так Будем Проходить Через Заходим Заходим Никого Еще Мирный Хорошо С этих Надо Обходить Мирных Хорошее Тут место Два Укрытия Раз Цель Я пока Не вижу Двадцать Аформирует Открытие 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 Да-да-да Они у транспортного средства Тусуются Обычно Вот первые два товарища Офицеры Обычные Надо в регионе Сразу развед Данные Пилить У тебя сейчас Выбор Либо ты Движешься В сторону Транспортного Средства Либо ты Идешь В сторону Эвакуации Вот они Трое Вообще Тут Удачно Одну гренку Кинуть И все И уже Все хорошо Так Там кажется Еще кто-то Слишком Большой Рейнш Разведки Нет Это все Они Так Рейнджерам Надо сокращать Дистанцию Увы Да всеми Нужно сокращать Дистанцию Тут и штурмовики И хэвик И все Я специально Взял таких Товарищей Чтобы они Как раз И сокращали Дистанцию Никаких Снайперов Там Ненужных Вот это Идеально Вообще Вот сюда Гренку Кидаешь Стоп 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 Нет Уже не идеально Вообще Не идеально Мы только на дно Попадаем И второй пак Из двух человек Обычный Ой-ой-ой-ой Так Все здесь Три пака Все здесь Учитывая количество машин Учитывая позиции Неплохие По полному укрытию Я полагаю Что нужно Нужно бомбить То есть максимально близко Подходим Ключевыми товарищами Все ключевые Михаил Все ключевые Или вытянуть Либо один пак принять Пока нас малым Нас всего лишь четверо Ты можешь попытаться Обойти пока Раз они все там И к точке эвакуации К випу Да Помни про миссию Главная задача Не убить их А всех сохранить Випа спасти Инженера нашего Будущего Это ключевое Забиваем на эти машины Проходим сюда Флангануть могут? Крайне маловероятно Фух Здесь тоже можно Подбежать На самом деле Потому что не будет Больше никого Да, идут в мою сторону Сейчас они разделились Кстати Уже 8 ходов Емочки-матрешки Да, давай Подходим так Видим пак 4 То есть 4, 3, 2 Да, получается 7, 9 максимум Все Точно больше никого нет Инициировать, конечно, лучше Спак вот с этого Тот, кто у машины стоит Я как раз Нахожусь Рядом с точкой эвакуации Что тоже немаловажно И возможно Паки, которые дальше Они Ну не сагрятся сразу Это тоже Очень важно Фланг возможен Еще чуть-чуть Мы подождем Но если эти Прямо на меня Час пойдут То фланг возможен Да Так, эти уходят От точки Но недалеко А эти на меня На меня Идут Плохо Лимминги 4 хита Вообще Ничего не умеют Но Но Агрить их Сейчас нельзя Так Эвакуация здесь Эвакуация здесь Хорошая позиция Ищи укрытие Подходи близко Максимально Человекам Который будет Открывать Максимальным Пока так Далее Так Ковров нет Вот это плохо Я могу даже Вот так Подойти Да, можешь Но тебя флангануть Могут Если они Сейчас назад Опять пойдут Ни с того Ни с сего Так, пробегай На фул То есть тебе нужно Принимать Один пак По сути Принимать Для начала Один пак Открывать дверь Вытаскивать Випа За шкирку Шесть ходов Ходов с запасом Хорошо все Эти обходят Уходят даже И рядом с машиной Ну кажется Это все Если справа Далеко будут Товарищи Они правда Возвращаются Я наверное Бомбить буду Слева Ну басов Так Но если я Двух этих уберу Может быть Те и не сагрятся Укрытий нет Ага Черт возьми Спец бы тут тоже Помог Помог Ну спеца нет Там гранатометчик Но он не достает Вот наверное Поэтому я еще один ход Попробую потерпеть Сюда бы я подошел Но Они уже не фланганут тебя А справа Справа могут Слишком обидно Слишком обидно будет Потом терять Но с другой стороны Ты не будешь Тратить ход Если сейчас Ты так подойдешь И Ничего не произойдет Нет Там машина же Ничего не произойдет Давай пошел Отлично И еще проверили Что пока справа нет Но инициации Сейчас не будет То есть Она будет В следующий ход Потому что Гранатометчик Можно еще Штурмаша подвезти Так чтобы он вообще Работал на следующий раз Гарантировано С ранганом Поехали Так Они идут К машине Подходят Тоже Блин Ну Я сейчас Инициирую Гренкой Гренкой Или Светошумом Ооо А вип же Гуфница Если я так инициирую Ладно Гренадера Можно подвести Чуть поближе Полукавр Михаил Полукавр Не Можешь Светошум кинуть Светошум Зайдет Хорошо По всем Хорошая Инициация Плюс Они могут К машинам Подойти Да Лучше Лучше Инициировать Светошумовой Но Светошумовой У кого Кто Наименее Тут два выстрела Это очень хорошо Гренадер тоже может помочь Не-не-не Штурмаж Пусть штурмаж Пока Поехали Пять-шесть Пять-шесть Человек Там Закрываются С дезориентацией Раз Одного не закрыли Кстати За этим стоял Так Сейчас освобождаем Эту машину Взрываем Ой Какая там Кучность Господи Две гренки Давайте К нам К машинке Эти Другой К машине Пошли Окей Ладно Ну это Лиминги Они не попадут Так Теперь Открываем Дверь Это самое Главное Вип Инженер Это самое Главное Спецанет Поэтому Выкручиваемся Как можем Генрих Да ладно Почти Небольшой Объем Разведданных Получили Открыли Вип Спасен Надо уводить Его И взрывать Все что За этим Находится Так Вип Давай Побежал Даже Наверное Вот так Вот Беги Так Тут у нас есть фланг Причем двойной фланг Два выстрела По сектоиду Но у меня полуукрыть Это не очень хорошо Хевика надо Отводить Точно Тем более Что машина Может рвануть Полного укрытия Увы Тоже нет И Фланги Возможны Фланги Вероятны Невероятно Специалисты На этой месте Тоже Хорошо Ладно Давай Вот сюда И вижны Не будет И фланга Не будет Ну что Здесь Здесь Ориентировочно Гренка Полетит Для взрыва Машин Может быть Мы можем Это сделать Через Фулка Мы можем Это мы Сделать Через Фулка Взрывай Как можешь Так Так Вот Да Вот Так Не факт Что он взорвется Сразу Но я готов Вторую гранату Кинуть туда Надеюсь Что все таки Взорвется 2 5 2 1 1 Уже Лежит Сектоид Обилки Использовать Не может Той Посектоид 2 раза Наверное Давай Дебютом 2 1 3 Все таки Вторую гранку Попробуем Вторую гранку До сих Той Не достаю Но если Взорвется Машина Это будет Масса Эксп Дезориентация Не взорвалась Машина Это плохо Там всех Дезориентированы Кроме одного Один умер Сектоид Овервотч Этот Дезориентирован Стреляет Мажет Там вероятность Да маленькая Конечно Овервотч Но этих Еще меньше Вероятность Попадания 14 крейт У этого Столько же Так То есть Два овера У нас Да Ну я Предлагаю Светошумы Выходы Во фланг Молниеносный Есть? Конечно Первое звание Получили Сразу Молниеносный Не Наверное Все таки Гренку Одну Еще разок Сюда Чтобы гарантирован Одного И глядишь Там кто-то Взорвется Еще Я не уверен Что там Взорвутся Но надо Пробовать Это раз Разыскивает Милиция Да Одного Добыча Добыча Уничтожено Наблюдение Отменено Овервоч Один Сняли Он Кажется Умер Еще А Випа Спасаем Естественно Овервоч Там Какой Вип Тут Нужен Светошум Только Не знаю Какой Если Честно Лучше Конечно На этих Двоих Светошум Так Ну может И Випа Все-таки Не-не-не Он будет Стрелять По нему Так Если ты подходишь Дуплетик Ну дуплетик Тебя могут попасть Плюс Дистанция такая Что скорее всего Попадут Вероятность Не очень То есть В принципе Ты должен Кидать Светошум Хэвиком Сюда Увы Это так Очень жаль Михаил Очень жаль Что ты Может Все-таки Рискнем Да, давай Мне повезет Хорошо 20% всего Чего я боялся Эвакуируем Випа Здесь Теперь Можем И флангануть Соответственно Светошум Туда кинуть Здесь Фланг По Сектоидам Намечается Но скорее Дианам Нужно Подходить Так Просто Убивать Сектоидам Ну просто Один хир Остался У него Добиваем Сектоиды 75 Отлично Сектоид Падает Здесь Эвакуация Випом А здесь Мы еще Ходик Два Попа Посражаемся Я хочу Либо Светошум Либо Сапресс То есть тут, если АОС Апресс пойдет, а он пойдет, то прекрасно. Штрафы идут. Ковр есть. Работаем. Помним, что еще есть один пак, который сверху должен прийти на шум по идее. А вот и он. Три человека, офицеры, двое обычных. Вот под этих светошум хорошо должен остаться. Так, машина, машина, укрытие. Тут полу ковр, к сожалению. Они до штрафа бьют, попадают. Ранение. 33. Этот наблюдение отменено. Да как? А, попадание. Там штраф просто 3%. Тоже стреляет, но это маловероятно. Я думаю, что надо валить просто. Во-первых, ходов мало. Надо валить. Ранение уже есть одно тоже. Неприятный момент такой. Хэвик уходит. Нет, нет, Хэвик не уходит. Ладно, эвакуируемся. Дыма не хватает. Так, сейчас не все будут стрелять. У меня фул кавер против всех. Фул кавер против всех. Стреляет по фул каверам. Плюс тот пак, который был исполнен, вряд ли успеет выстрелить. Все, только один стрелял, окей. Уходим. Да, не нужно было рисковать. Конечно, хотелось бы лута, хотелось бы доп. Экспы, но больше экспы дают именно за выполнение миссии. Нжамы убили. Часть врагов убили. И так, все хорошо. Ранение получил. Уже сигнал, что как бы и времени маловато. Все. Отлично. Легкое ранение, буквально на один хит. Возвращаемся, 100% попадания, новый рекорд, все дела, отлично. Получаем звание. И инженер появляется. Инженер копает центральную, выходим также в мастерскую. Это прям хорошая тема. 13 дней, ё-моё. Так, дебют. Верный выстрел нет. Огневая поддержка. Наблюдение при любом действии врага. Меткость 71 может быть даже и так. Но точно не лицом к лицу. Я лучше огневую поддержку возьму. Раз он такой точный. Соколик. Беспокоящий. Раз не точно. Гранатометчик. Я возьму лучше... Ну, выбор между сапером и быстрым развертыванием. Сапер, в принципе, хорошая тема. Но быстрое развертывание это... Нет, сапер. Сапер, а потом гранату поддержки, наверное, да. Сапер все равно нужен. Диан, к сожалению, молниеносные рефлексы учит, но будет с нами через 14 дней. Без штурмаша мы будем жить. Инженер готов. Инженер у нас копает центральный инопланетный. 49, расчистку начинаем. Да. Сейчас на глобальной карте разведданные второй регион обязательно. Но мы еще не присоединили его. Партизаночка сейчас будет готова. Есть. Нет, это мы присоединили. Это понятно, все понятно, понятно. Так, здесь тоже разворачиваем разведданные активно. Ой, тут сила Адвента 3. Так, давайте-ка вы тогда на материалах только. Не хочу я здесь выполнять по комиссии. Черный рынок будем? Не, не будем пока. Сканем, получается, да? Получается так. Да, если бы там была двоечка, я бы пофармил. А так получается, что не очень. Так, партизанская школа готова. Сейчас мы, естественно, выбираем наиболее маневренного защищенного бойца на следующего ниндзя. 16. На защиту, на уклонение смотрим. Ерунда. 4-2. Разрушители, конечно. 15, 16, 5, 6. Дмитрий Михайлов. Дмитрий Михайлов. Точность не очень высокая как раз. Да, давай. Дмитрий Михайлов. Братка, бери. Браток. Жбж, жбж, жбж. 14, мобильность. Дмитрий Михайлов первым идет. На ниндзя учиться. Сканер. Так, исследование завершено. Изучить труп. Бронебойные патроны, препарирование. В общем, трупы сейчас можем вскрывать. Что ж там у нас было? Препарирование трупа, кажется, было, да. Так. Копаем, исследуем, деньги зарабатываем. Миссия новая. Что? Минимальный. Инженер еще один. Ну, там два дня всего лишь. Так, 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 так. Но второй инж так рано, это очень хорошо. Ну, может, гасить разведданными ради инженера. Я не укладываюсь, видите. Так, давай попробуем тебе огренку уберешь, ничего, разницы не будет. Проникновение. Глышак есть и все. Других нет. Эвакуируйте ВИПа, просто. Просто эвакуируйте ВИПа. Поехали. Сейчас посмотрим, может быть, если там на два увеличится, кажется, на незначительно увеличится всего лишь. Разведданных у меня все равно нет, чтобы как-то помешать этому делу. Но второй инж стоит риска такого. Инопланетные обломки расчищены. Инжа можно подключить к региону для более эффективной добычи ресурсов. Но, скорее всего, надо копать вот эти вот обломки уже под мастерскую. Второго-то в партизанку посади. Ай, я опять забыл, что у меня двоих можно сразу же. Твори добро. Так, еще одного ниндзя. Кто? Здесь маленькая защита. Здесь вообще нулевая защита. Брюс не такой маневренный. Фаночка 16 неплохо. На нее защита отрицательная. Ладно, давай фанку. Да, я забыл опять про партизанку, что нужно, что можно. Так. После этого спецы пойдут. Я уверен, что вы найдете результаты, которые будут так интересными, как я. Надо было препарирование делать. Или гибридный материал сразу же. Гибридный нам открывают. Арморчик. Да, они же открывают лазерное оружие. Еще миссия. Кто? Сторонники сопротивления. 8 дней. Незначительные. Пускаем основную группу. Сводим до минималки. 8 часов. О, 8 дней. 8 часов. 8 дней. 8 часов. Дай. Считаем. Это у нас 200 умножить на 0,8 делить на 24. Это 6 и 2 трети. То есть 6 и 16. 6-16. Да, я беру спеца. Точно? Ну, дверь ломать пока. Но надолго будет авг. Может, все-таки пока без спеца. Может, я на другую миссию. Не, она одна не хочет на миссию уходить. Слишком рискованно. Специалист. Рейнджер. Гранатометчик. Пулеметчик. Пятый по месяцам. 6. 6. 6. 6-16 должно быть. Снайпер нет. Абверда. Помещаются все. Помещаются. Хорошо. Гранатометчик с гренками. Специалист. У него протокол нападения. Дым. Армор. Гранатометчик. Конечно, специалист. Спасить старинку сопротивления. Незначительное. Минимальное. Минимальное. Незначительное. Армора пока делать не могу. Бум. Гранат много. Гранат дымовая. Светошумовые. Одна аптечка. Поехали. Зачем домин снижать? Бери просто гранат побольше. Не хуй помало. Сейчас с одной-двух гренок забросаешь. Да, но... Я могу максимум двух человек за... И то не факт, что два по месяцам. Ну, и я раньше освобождусь для следующих миссий. Небольшая, да. Тут народа много. Спасение инжа. 13-15. Проникновение 72% всего лишь. Рисковать надо. Рисковать надо. Ой, опасно. Ой, опасно. Второй инж в рамках одного месяца. Это очень хорошо. Номер Гионе будет появляться как раз в событии. Адвент нужна разведка, чтобы перехватить хотя бы часть. Ясно. Ну, может быть, тогда в конспирацию идти вообще там пока что. И не фармить материалы там. До тех пор, пока активность в этом регионе не... Будет троечка. Зачем я, правда, регион подключал? Тоже такой вопрос. Ну, там народ посерьезнее просто. Да, я в конспирацию иду. До троечки я уйду в конспирацию. В этом регионе. Где можно скачать игру в стиме. Ой, близкая эвакуация. Четырехватом максимум. Народу будет масса. Адвент уже знает, что мы здесь. Так, ваша позиция не подключена для экстракции. Так. Предлагаю крышу. Вижен на площадь. И здесь спускаться в темноту. Я вообще не хочу. Подходи пока так. Сразу пах. Офицер-инженер обычный. Что VIP? Здесь они его не видят. Наверху начинают. Подходи, значит, так. Я не думаю, что стоит подниматься, в принципе. По крайней мере, стенки есть. Так, они идут в сторону, влево. Хорошо. Пробовать или пробежать? У тебя есть дым. Помни об этом. Тут ни змеи, ни дроидов, ничего нет. Ты можешь пока... Более-менее свободно действовать. Нет, достаточно далеко мне бежать. Ты должен подсвечивать. Где враги? Поехал. Риск, риск. Безусловно, риск. Так. Пока не видим. Ну, а то и не подсвечиваешь, в общем-то. И спрятаться тебе особо здесь негде. Если пойдут вниз, не фланганут. Мне надо вот так-то идти. Хорошо. Ты не видишь их, увы. Подходишь меньше, чем на полхода, короче говоря. Ага. Слушаем, смотрим. Слева идут. А вот они возвращаются назад. Че, ждем, я думаю. Это пока так. Надо смотреть, как они видят. Насколько видят. Видят серьезно. Наверное, штурмашом нужно сюда, а теперь уже. Чтобы его не фланганут. Здесь сидим. И таких отрядов еще 3-4. А время-то идет. О, стоп. Все? Все. Есть призрак. Я должен его использовать. Но это уже риск. Это уже риск серьезнейший. Причем, випом надо уходить сюда. Здесь он палится практически везде. Да, он при спуске пальцем. Или нет. Мы это уже проходили. Не, надо ханкер делать. А здесь уходить дальше. Подниматься, например, вот так. Оно лучше... А, это сагрит. Точно. Ну, тогда наверх. Только так. Да ладно. Змеи уже. Говорят, где-то есть, но я их не вижу. Блин, капец. То есть, тут меня флангануть могут просто. Если не пойдут в мою сторону. Все должны вот так вот делать. Давай, давай, так. Но я теряю вижен просто от того. Так, те уходят. На крышу идут причем. А-а-а, и грязь. И я перестаю видеть нижних. Вот в чем дело. Те наверху не увидят. Здесь половинка хода. В надежде видеть пак. Его нет. Видеть надо. Видеть очень надо. Да, и вот так вот риск, конечно. Но зато мы их увидим. Так, теперь есть сигнал для нашего спеца. Ой, для нашего инженера. Что они достаточно далеко отошли. И надо совершать прорыв. Прорыв. Делать ли это вдоль? Совсем вдоль. Да, делать вдоль. Чтобы плюс три клетки. Ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да какой ты, блин. Тихо. Так, кричит. Это может их назад подвигнуть, вернуться. Нет, так оно не работает. Ладно. Мне кажется, надо сейчас провожать випа вот таким вот образом. То есть, на тех забить уже. А ниндзи подсвечивать. Кого видишь? Где видишь? Ага. Вот оно что, Михалыч. Семь ходов. Семь ходов. Но они достаточно далеко еще, чтобы... Да, совсем далеко. Я подхожу пока на полхода. А, может быть, это те, которые прошли вот так вот. Просто я их не... Я змею тогда не видел просто, и все. Стоит ли подходить к штурмовикам ближе? Определенно... Не факт. Могут обойти. А так можно поближе подойти. Да, ладно, да. Ой, нет. Они идут ко мне. О, нет. Так. Буквально пару клеток не дошли. Буквально пару клеток. Мне кажется, что нужно уже думать о спасении... О спасении ниндзи. Надо возвращаться назад. Короче говоря. Хотя я могу мимо пройти ниндзи там. Раз и два. Это отчаянный, я смотрю. Да. Два. Жесть какая. Ну, а этому надо пожелать удачи. Назад возвращаться смысла нет. Там тебя подопрут. Это надо просто в ханкере сидеть и все. А почему ниндзи не на крыше? Не вижу смысла бежать им. А ты не видишь, что на крыше. Ты не видишь, что на крыше. Ты знаешь, что там плюс два может быть три пака. Плюс возвращающиеся сюда. Я видел, что на полхода я нормально подняться не могу. И все. А здесь я вижу, куда бежать. Мне кажется, что и... О-о-о-о! Еще может импиш проскочить. Они идут в эту сторону хорошо. Так, внимательно. Внимательно. Пять ходов. Отсюда видим, отсюда нет. Попробуем. Надо ниндзи подходить к эвакуации, провожая этот пак глазами, по крайней мере. Поехали. Он гонуть могут? В теории да. Там... А здесь неизвестно, что. Могут фонганить. А здесь мирный, кажется, стоял вообще. Давай-ка ты лучше... Тут подходить нельзя, Хангар. Да как? Как? Мы же в другую сторону и шли. Ну все, инж попал, короче. И еще один пак. Бежать назад, скорее всего, напороться на пак, но бежать вперед это абсолютно суицидальная тема. Поэтому я должен бежать все-таки на правом максимум. Тут полу... Тут полуукрытие. Надеяться на то, что инж не спулит третий пак до конца. Спулил всем. Ну, понятно. Я старался выжить из этого... Из этой ситуации как можно больше. Но, к сожалению... Лучшее, что я могу сейчас сделать, это попытаться спасти ниндзю. Который вот тоже не такая хорошая ситуация, на самом деле. С одного хода он не двигает никак. Но видит пак слева. Так, давай-ка он призраком. Для начала. Давай. Ну, смотри. Куда тебе лучше. Лучше, чтобы тебя дальние спулили, если выбирать между одинаковыми темами. Жалко, инжа можно было получить. Но мне времени на эту миссию дали мало. Народу здесь... Просто не минимальная, не незначительная, а просто следующий. Короче, народ этот в два раза больше. Попадает по инжу. Сразу же, причем... Там змея еще на змея может не достанет. Но там еще двое стреляют. Не стреляет змея. У нее точно тут дорог. Жалко, жалко. А я все еще не набегаю. И я думаю, что нужно вот сюда бежать вообще-то. Потому что всех врагов мы вроде как уже видели. Да, хватит. Спасаем ниндзю. Увы, инженера второго не будет. Валим. Хотелось. Хотелось. Это бы серьезно помогло. Бустануло. Надо конспирацию во втором регионе врубать, получается. Фаерлорд, к сожалению, не справляется с задачей. Но он старался. То есть видели, считали. Но народу слишком много. Так, давай конспирацию во втором регионе. Пока не будем там активничать. Пусть конспирация. Ресурсы. Пусть и проваль на два. Здесь материалы. Слетаю за десяти материалами. Персонал игнорим. Сканем в основном регионе и ищем миссии. Тут у нас уже 10 человек, плюс еще побег. Обучение Дмитрия Михайлова. Отлично. Сейчас мы выбираем людей под спецов. Люди под спецов. Надеюсь... Ну, попробуем взять Росбрейном, как самого башковитого. Не уверен, что пси-навык связан с этим. Короче, Росбрейн пойдет у нас проверять. В эту гипотезу в партизанской школе Кирилл. И спецы. Спецы. Надо еще посмотреть, было в вербовке новобранцев. Слон и Мантич. Слон очень плотный, но защиты нет. Мантич маневренные, защита стандартная у всех точности. Но пока в них не нуждаемся. Не надо пока. Я проспал новые трави, что стряслось. Аватар. Он в фоновом режиме работал и все. Ничего не сделать. Новая цель. Так, незначительная разведданная. Шесть дней. Найдите улику. Вот это, кажется, из цепочки по освобождению региона. Поезд. У меня спеца нет. У меня нет спеца. Спец на миссии. Но мы можем попробовать спеца дождаться. Сколько эта миссия доступна? Это раз? Шесть дней. Хорошо. А сколько здесь побег? Ой, там небольшая. Там еще. Там еще нужно гасить. Ну, поезд это грязь. Поезд это серьезная грязь. Потому что нужно будет потом еще эвакуироваться. Можно, конечно, суицидально пойти ниндзей новым. Или ниндзя плюс нубас. Вот это хорошая тема, кстати. Нубас, то есть агрит. А ниндзя не палится. И, соответственно, я гарантированно оттуда уйду. Единственное, что надо же улику как-то передать. Ну, я могу трубчик потом взять. Так, хорошо. Самый никчемный новобранец. Кто? Нет таких. Жалко. Таких просто нет. Хотя бы не вур. Не, а боневур меткий. Шибко. Дождаться не вариант. Опять овер. Угу. Врагов будет. Да-да-да-да. Надо посмотреть новобранца какого-нибудь более-менее маневра. Вот, БСП берем. Маневренный не очень, ХП, средняя точность. Минималочка будет. Поехали. До сих пор сомневаюсь, зачем мне регион было подключать. Может быть и не стоило. Еще одна цель. Минимальный ученый. Эвакуируйте випы из города. Но это ниндзя, конечно же. Которого у нас тоже нет, да? Есть. Фаерлорда берем. Фаерлорда берем. Отправляем, окей. Вот поэтому ниндзи и учим. Эвакуируйте ученого. Эвакуируйте инженера. Сейчас бы у меня уже второй ученый, второй инженер из Кренжата вы вызвали. Проникаем. Ремиссии. Масс-миссии. Просто масс-миссии. Тут проникновение... Ну, соточка. Пора. Там новобранец, персонал сопротивления. И сюда, кажется, идет 4 или 5 человек основной группы. 5 человек. Хорошо. Ну, бас заранее кидает эвакуацию поближе к улике, а ниндзя потом ворует, эвакуируется в тот же ход. Ну, бас кидает эвакуацию ближе к улике, а ниндзя потом ворует улику и эвакуируется в тот же ход. Да, хорошая тема. Ну, баса, правда, не наберешься под такие миссии, но это хорошая тактика. Если у тебя спеца нет, то вариантов немного, потому что это поезд, там вокруг все ходят, тебе подступиться туда нельзя, а если даже подойдешь незамеченным останешься, то все равно тебе нужно эвакуацию вызывать. Может разведку в новом регионе делать, вроде бы эта сила медленно повышает. What? Мортис. Ну, сегодня был гуф одного из троев, основного, который долго тянулся. В этом наошибался, конечно, и в начале по спецам, по миссиям поошибался, потом в середине, в конце. Конечно, поплатился я. Поплатился. Наверное, не надо было регион подключать, потому что я не буду активничать, потому что разведданные позволяют тебе, по крайней мере, события перехватывать. То есть, делай так, чтобы враги не получали дополнительные жизни, броню, точность, криты, способности. Хотя бы вероятность у тебя такая, если ты там сидишь и фармишь материалы, то, конечно. Так, были схвачены. С нами Холли, она будет ломать. Два человека всего лишь. Два человека. Хорошо. Хорошо. Мини-малочка, да? Мини-малочка. Понятно. Врагов не видим. Хорошо. Вижу вышку. Хорошо. Первый пак. Четыре человека. Стоит хорошо. Надо, наверное, валить. У нас приличное количество. Мы способны принимать таких бобров. Способен. Только штурмовика поближе подвезти. У рейнджера, точнее. Хорошо. Да и Хэвик тоже Абер хорош тут с ракетками. У него вот полукрытие как раз. Это плохо. Может, тогда Холли подведем поближе? Она, по крайней мере... А что по взлому? Небольшой кэш данных. Надо ломать, конечно. Но не сейчас. Нет, давай ракетчика вот так лучше. Я буду принимать этот факт. Потому что это фактически половина армии, на карте. Половина армии. Они, правда, отходят от меня подальше. И там ковры очень хорошие вот в этом месте. У меня наоборот. Чем дальше, тем ковры хуже. Плюс еще нет информации о том, где остальные враги. Так что инициировать сейчас уже не очень правильное действие. Да, надо сопровождать. Как? А я не видел человека, который... Это косяк. Я не видел человека, и, соответственно, не видел вижн. У него. Так, а ее сопресс накрывает... ...только одного. А берущим, нифига не плотные. Ракетой накрывать тут особо не получится. Какое же убогое начало. Кривик далеко. Вытягивать. Так, тут фланг, кстати. Что-то я не обратил на это понимание. Точно стреляем. Второй раз. Я думаю, надо вытягивать. Нужно уводить одного. Хорошо. Мы не снули. Сопрессить. А тут валить, по крайней мере, за фулкавер. Более того, делать протокол защиты... Хэвика бы подвести, но... Хайнее. Тут закрыть бы инженером. Но я не могу закрыть инженера. Светошум? Светошум на двоих. А давай. И Холли, наверное, подойдет немножко... Да и Хэвик должен подходить немножко. Так, а что у нас взлом? Если это поднимает тревогу на карте, может быть, стоит потратить полхода на взлом? Повышает мобильность? Нет. 50 на 50 разведданные. Так, давай-ка... Давай-ка думай. Во-первых, у тебя есть дым. Ты можешь подойти и тем, и тем. И бросить дым. Да, это правильно. То есть нам нужно Хэвика подвести к следующему ходу, и при этом не отдаться здесь. Открываем. Там остается три человека. Офицер, инженер... Не помню, кто еще. Офицер, инженер и обычный. Метка пошла. Тут не дезориентирован. Овервотч. Ой, это фланг. Не-не-не, никак. Никак. Чего? 4% с ума сошел. Тут еще один светошум напрашивается. Или сразу гренку. Гренку для того, чтобы снять овер. И нанести урон. Крепление можем снести. 2-5. Ладно, давай так. Лучше даже убить разок его. Одного убить, чем... Короче, гренка пошла. Да, умер. Наблюдение от меня, но у него лута не было. Протокол нападения, скорее всего, на офицера. Здесь, скорее всего, фланг по... Кто еще флангануть сможет? А, еще этот может флангануть. Хорошо. Ладно, тогда давай так. Подходим раз. Стреляем в фланг 2. Единичка осталась. А, еще же сапресс. Точно. Там двое еще атакуют. Ладно, протокол нападения на офицера. Да. Убиваем его гарантированно. Ну, здесь вроде как не стоит сильно подходить. И лучше, наверное, тяжем попробовать убить. Потому что у этого есть гренка. Если тяж не попадет, у нас будет... Еще. Да 68, ё-моё. Неужели гранаты тратит на него? 74. Не, мне повезет. Лут. Ну, я ради лута рискну. Так. Четыре из шесть-девять. Четыре из шесть-девять. Тут перезарядка. Нужно двигаться к точке эвакуации. В первую очередь, наверное, нужно подбегать. Ракетчиком, гранатчиком. Собираем. Подвижность. Персональный боевой модуль. Я бы... Все-таки один ход сейчас. Учитывая перезарядки и подходы. Не... На половинку сделал, короче. Ну и прислушиваемся. Восемь ходов остается. Так, ну они близко. Фулл кавер вижу. На крышу в дырку, скорее всего. Так будет короче. Может быть даже сюда. Ну кавер-кавер. Он успевает. Тут подъем наверх, возможно. Восемь ходов остается. Да, хорошо. Тут соколик добегает. Холли пусть. Полу кавер. Без овером. Очень немобильный товарищ. Они внутри или сверху. Вот это плохо. Эвакуация как? Так, лучше через крышу идти. Фулл кавер, забираемся наверх. Они либо снизу, либо сверху. Они сразу сверху наверх. Ой, четыре человека еще сектоят. И тут и рокет должен лететь. Отводишь налево. Ну рокет в трех дальних. Так. Это восемь человек. Это последний, кстати. Этих трех пробуем закрыть ракеты. Я понимаю, что вероятность довольно мала. Может быть тогда светошум, Михаил? Светошумом-то ты не мажешь. Ты не закрываешь. А тут прям одной можно закрыть и все. Давай с Богом. Попадим. По одному только попал. Надо подключать бойцов. Подключать, подключать. Что сектоит? Сектоит не такой опасный. Лукавра сектоидом. Но я думаю, нужно подходить, при этом делать протокол защиты, помощи сначала на нашего верхнего разрушителя. Это раз. Остальными может быть даже не палиться. Может быть даже кем-то пробежать к мирным. Что они внутрь пробежать не могут. Да, спец, наверное, должен бежать внутрь. Или вообще обходить. Ну, внутрь, короче, здесь пробежать. Ты подставишься. Ну, не сразу подставишься. Сходов есть время. Думай, 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 думай. Протокол нападения как? Конечно. Так, тут... Смотрим фулл кавер. Кто может? Видим мы их, но толку нет. Свято-шумовую надо будет кидать. Надо будет кидать свято-шумовую. То есть нужно подходить сейчас с хэвиком по любасу. Хотя вот отсюда тебя не видят пока никто. Третий может увидеть. Ну, хэвик нужен здесь. Фулл кавер хэвик, поехали. Рейнджер, скорее всего, к сектойду пойдет. Дуплет, все дела убивать. На следующий ход. Племетчика бы тоже поднять наверх. Но, к сожалению... Они слишком много видят. Может, подсопрессим снизу, а? Ты же увидишь, сопрессишь. Давай, давай. Отсюда. Фулл кавер, сопресс. Ой, даже, может, двоих заденем. Не, не этого. Да, двоих задеваем. Очень хорошо. А троих никак? Двоих тоже, да? Давай так. Двоих подавили, точность минус. Специалист, скорее всего, будет у нас подходить вот так вот, да? Лучше полный, полное укрытие. С богом, друзья. Все за полными укрытиями. Да, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот это плохо. Дезориентация. Самое главное, сопресс снят. Эти действуют полноценно. Поверwatch. Ладно, этот с верхом. Флангов нет. Ну, нет. да как 34 ну из-за того что он недалеко видимо до стрельбающих короче ранение уже одна есть и овервочей 2 и подкрепление на подходим стоит 2 овером закрываем обоих нет закрываем кризис так первоначально снимать снимать овервочем это светошумовая на двоих но рефлексов у меня нет тут можно подняться этого фланга ну тут сектоиды с хорошей вероятностью можно в принципе убить я подкрепа смущает ладно здесь светошум этих сложнее всего мне действительно забрать поехали раз снимаем два овера грязь далее скорее всего сектоид и скорее всего вот так чтобы хотя бы кавер был так тут дублет в сектоидом стопроцент 55 в любом случае убьем спец идиот и позволять этого совершенно скорее всего насует верхнего дезориентация очень плохо все высокая бы сразу побежал бы до специалист на полный бежит сюда еще еще делать я лучше даже дальше бежать так и так откроет главное что вижу был так здесь обход выстрел почти гарантированно если не гарантированно то гренка 83 да я готов из-за дезориентации я не могу сейчас хочу побежал пулеметчиком на остается двое дезориентированный плюс подкрепа плюс надо освободить еще пацанова куда прилетает подкрепа что это за подкрепа четыре человека очень плохо и прямо дезориентированным моим офицер два обычных имж башню так и не взломал ты когда когда повышать защиту ты им сейчас хочешь еще давайте сейчас баф ним еще врагов это отличная идея полу кавер хорошо что здесь встал приз без ориентации процентов 15 я думаю 29 неплохо дезориентация снята хорошо здесь вскрываем дверь небольшой кэш данных берем хотя разве данные там не особо именно нет нет но они помогут снижает стоимость контакта с регионом нет 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 небольшой кэш есть взлом успешно можно было снизить на 3 главное разблокировали получили кэш данных может проникновение например на миссии снизить в первую очередь подбегут лемминги здесь я в самой куче нахожусь врагов хэвиком блин и надо попутно еще этих забирает нам овервотч у них видео мое опять овервотчи так неси это новобранец кем снимать овервотч там дезориентация вряд ли что-то такое серьезное будет можно закинуть гренку я думаю что нужно подходить и закидывать гренку сюда скажем только он не сразу же увидит учитывая дистанцию не выйдет бонус труси бой сложно сказать как можно здесь действовать скорее всего внутри надо за full cover чтобы этот точно тебя не фланганул ну это опять же овер может быть вряд ли овер побежали я под ним практически пробегаю так ладно это раз здесь получается на угол и гренкой закидывать здесь за full cover получается от подкреплением но проблема все еще остается мне необходимо что-то сделать с чуваком который я наверно неси пошлем это новобранец который может стриггерить овервотч дистанция хорошую вряд ли стриггерит да я не хочу оставлять просто этого товарища его флангуют им надо подходить по крайней мере вот так чтобы был но это будет овер наберем бежать оберни ранен оберни ранен станция хорошая то есть он не давали стоит процентов 30 29 я уже начинаю начинаю так хэвик сюда закидывает гренку может быть стоило им тоже бежать но это тупырь как бы мне вот как раз этому угрожает если я подставлю спину там какой-нибудь часа беру можно его сжечь на самом деле там жабер я пакима первым чудо несешь протокол помощи тебя был на баз светошум на него кинешь ой кинешь этот топчик хотя у тебя полукавр кто там на тебя выходит стенка глухая никто на тебя не выходит помоги и надо было гранату кидать вытаскиваем еще одного этот член сопротивления ждем смотрим у этого дезориентация снята но он видит только одного товарища с под полным укрытием верхний дезориентирован правы не должны успевать принципе стрелять но стреляют из фланга метка но не должен стрельнуть раз метку поставил хорошо по метке стреляют здесь процентная дистанция такая вероятность хорошая 22 снизу товарищ тоже по импам хотя через потолок он не может стрелять он попадает 29 ранит дальнего overwatch появляется здесь не должен был успевать успевает полное укрытие как нужно ранение пошли друзьям что ранение так овервочу дальнего плюс ранение чёрт о его клац это оказывается здесь ну там ладно бежал блин боюсь может сюда и святошум может сходу святошум обер убегает пофиг но если тоже убегает следующий ход эвакуации здесь да есть фланг но я оставляю подставляю под фланг под меткой на мне еще метка я под наверное протокол помощи надо юзать холли и холли самой убегать куда-то ну через эту дверь понятно что к ней тоже скоро уберутся но протокол помощи это то что реально может помочь сейчас нейтрализует метку добавит еще десять защиты и соответственно может и убежим так сама холли идет наверно под наверно вот сюда даже они будут стрелять они будут стрелять несколько человек причем ну ладно бежим с богом а овер то не срабатывает опасно убегаем лиммингом остается холли и трусипой там наверху все еще холли не может никак убежать кроме как сюда ее здесь сразу начинают окучивать но это лучше чем туда бежать я думаю трусипой тоже надо бежать сюда пытаться за фул кавер и рассчитывать на то что тебя там не увидят ну вот я хорошо ушли по-прежнему у них сейчас серия выстрелов будет ориентация снята там этот человек наверное самый опасный он раненый он ближе всего находится дальше подходит подкрепает инженер овервотч офицер спрыгивает видит фул кавер стреляет мимо хорошо тридцать четыре процента вот это опасно что он может утонгануть он не флангует тем более тут попадает скотина шестнадцать процентов он попадает шестнадцать карл шестнадцать процентов попала как вот как вот они попадают так а на лимузы валим раз трусипой не набегает сокол валят два три четыре но миссию то выполнили освободили пацанов но я получил два ранения в чем даже холли добегает молодец какая только трусипой не набегает один ход ну смотри куда как можно дальше фул кавер вот он да даже вот так чтобы левому левый меня не видел пока не с этого угла выходит офицер этот не обходит это очень хорошо перезарядка то есть можно его еще напоследок убить тот не добегает тот выпрыгивает овервотч можете сесть нет еще подкрепление я пожалуй вот так выстрел напоследок чтобы экспы получить семьдесят пять не попадает такой раз ой два ранения два ранения мне кажется ты опять уводишь с все цели сейчас мог броненого убить прикрыть просыпаю кем раненый убить гранаты хочешь его взрывать или снизу мне как-то его убивать кем не убивать снизу вероятность была двадцать шесть у рейнджера по нему или он даже не видел последний ход можете я допускаю ошибки но там вроде труси пой был во первых дальше всех под самый ну опаснее всего было как бы с ним ему оставаться гранатометчик ранение двадцать шесть дней рейнджер как ранение четырнадцать дней авер получает уровень это взрывные ракеты конечно получили уклонение восемь персональный боевой хорошо и вернули приказы вооружейные окей а что за так нам во первых нужно новобрант сюда одиннадцатого на регион и разведданные выкачивать да он в конспирации тут сидит разведданные уже одиннадцать человек здесь если еще удастся ученого взять будет хорошо специалист обучения обучение идет вот гибридка есть обломки чистим все вроде так здесь соточка незначительные разведданные нужно ждать 125 тут соточка минимальная ученый эвакуация поехали нужно еще наверное одного дополнительного специалиста чтобы было там три ниндзя три спеца под чтобы они ходили парами просто на миссии что даже там где специалист не сверх сильно нужен он все равно помогает они падают за таз просто стреляют вообще сверх ниже сезон теперь попадали 97 мазали рандомно такое понятно вывести ученого выведем сможем эффективнее добывать разведданные скорее всего ученого я в исследовании не поведу поведу в центр военных технологий когда он будет а он будет не скоро соответственно мы будем с вами еще более эффективно находить миссии раньше замечать активности пришельцев учитывая то что здесь активность двоечка адвента и у нас 11 человек из максимум 13 плюс если ученый появится короче ученый сейчас очень нужен нужно его выводить сразу пак там сектоит двое один овервочнутый другой обычный с одной стороны это плюс учитывая то что мы так давай-ка сначала смотрим что здесь ничего да пробегать вопрос как так еще один пак хорошо тут тут туда туда пока сюда ему слушаем смотрим Надо обходить их Тут фактически остается один пак Всего лишь один пак, неизвестно мне Один на респе, двое здесь Может быть и не стоило в принципе выходить Спускаться вниз Потому что, ну а зачем? Или дожидаться, когда они уйдут Учитывая то, что здесь конец уровня Это маловероятно Но эвакуация здесь Нет, выгоднее ждать Все-таки выгоднее ждать Давай тебя сюда И вот еще один пак Последний теперь Так, все, жди, пробегай мимо Жди, пробегай мимо Тут уже достаточно близко Ханкерим Вообще вот эту группу Может и ниндзя забрать Просто вот раз, два и все Офицера ваншотаешь Блин, эти сюда идут Капец, надо было обходить Ну кто же знал Ну сейчас, наверное, ниндзя отправлю В смысле ученого отправлю Здесь же не видно нифига Поехали Че он просто будет обходить? Ниндзя будет контролировать эти два пака Мы знаем, что врагов больше нет Просто обходим их Здесь держимся Наверное, имеет смысл забраться Ты видишь всех четверых Область обзора Область обзора А ученым подходим сюда Ну тут, конечно, все хорошо Если, конечно Если они назад не пойдут И лучше Иметь задел на Короче, не рассчитывать на это Следующий ход Эти назад уже идут Блин А ходов-то уже восемь штук осталось Стоп Эти уходят, окей Надо сейчас через дорогу уже перебегать Каким-то макаром Потому что Если я буду совсем сильно обходить То Мне ходов Мышь не хватит Здесь так А как через дорогу проходить Если Ой, ты можешь Блин, может реально их вырезать просто Так я сильно ухожу И надо ждать Надо вот Здесь у стеночки встать И еще ходик подождать Куда они пойдут Потому что Если я направо сейчас ухожу Это прям Прям фейл Да, но они не дают мне Сигануть Более того Я должен призрака сейчас использовать Да, там уже видят И здесь могут заметить Когда будут подходить дальше Семь ходов Господи, там идти-то Тебе три хода Где-то Отсюда тебя не увидят Чуть-чуть Хожу Блин, они дальше идут Капец Могут и обойтись С фланга Хороший был ученый С одной стороны Я могу вписаться Ниндзя Знаешь, что Один пак с левым Здесь надо так Но вписаться я не хочу Призрак Нет, я могу Конечно Например, кинуть дым Но, во-первых, я не знаю Насколько там далеко Сектоиды Это надо проверять Я пробую проверить Они далеко Помню, что еще там На точке пак Не, надо бежать Надо низе спасать Где Где подъем Подъем с углов То есть ты уже В следующий ход Можешь Достичь точки Да Можешь, конечно Попал Три урона Я не добегаю До точки эвакуации И лучше я один ход подожду Чтобы добежать Я не добегаю До точки эвакуации Так Что нам жалко Друзья, что нам жалко Хорошо, что я тут Поехали Ладно Ладно Ничего страшного Ничего страшного Главное Главное Ушел Спасибо, что живой В общем Спасибо, что живет Брат, сколько тебе лет? Брат Брат У меня за 30 уже Или Не, мне 20 21 А тебе? Брат 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 Да Брат Хорош Хорошо не сестра Возвращаемся К сожалению Ученого нет Увы Байерлорд вернулся Опять ни с чем Вырубай Говорит Брат Да Брат Минимальный разведданные Улика Поезд Поехали Братуха Майкеруха Диана Стрим пришел Да нет Может и двоюродный Кстати Брат Поезд Эта миссия еще жестче Кэш данных Из поезда Адвента А что я могу За разведданные Я могу Миссии еще более Эффективные Выполнять Разведданными Братуха Бобруха Смурдиан Он тебя проверял Чумандр Короче Смотрите Здесь у нас есть Дмитрий Михайлов Который типа ниндзя И есть лейминг Есть поезд Поехали Смотрим Так вижу Вижу Или так Или так Немножко разбегаюсь Пока есть этот Пока есть Вижен Вообще лучше держаться Подальше от поезда Потому что Как раз из-за поезда Через поезд Там перепрыгивай Или там через Двери Выходят часто Вижу врагов Три человека Первая тройка Первая тройка Уже с дроидами Не забудьте Не забудь сразу Вызвать эвакуацию Как только Как только Станет понятно Тут нужны Кавры Брат Так что Флагануть могут Ален Еще три человека Брат Сейчас Сейчас Якубович Сам выйдет Ой Господи Что это за Кульбиты Кажется Пак прошел Мимо Собственно Я могу Двигаться Вперед Подигонить Вообще Нужно специалисту В первую очередь Бежать Грубая ошибка У меня Потому что Если его Спалят То Ниндзя Не спалится А если Ниндзя Спалят То ГГшечки Так что Следующий раз Спецом На басом Так Они уходят В сторону Контейнера Что конечно же Мне не на руку Первым Уйдет Спец Он должен Добежать До контейнера И умереть Скорее всего Крыша Крыша Или не крыша Вот в чем вопрос Крыша Мне очень нравится Прям очень А где-то еще Пачок Рискуем Если он на крыше Пак То это конечно Косяк Но пока нет Это замечательно Начинаю тише говорить Когда Когда мне страшно Когда мне страшно Так Забираемся Дмитрия Михайловна Следующий ход Скорее всего Вот на эту Вторую крышу И даже К этой К трубе Откуда они пошли Четыре хода Не вижу Не вижу Вышкам А может она Достает Раз Два Три Четыре Четыре клетки Раз Два Три Никак Есть Два Скорее всего Дмитрий Михайлов Уже здесь Останется Работа Наскутывать Судьбу Три Хода Осталось Опасным И еще Б Бок Тоже Не хочется Здесь Подставлять Три Хода Карл Три Ходом Но Подходить Хочется Живя Казал Так Димка Димка Может ты проверишь Здесь На эвакуацию Бобров Проходим Мне нужно Какой-нибудь Свободный угол Надеюсь Это он Да Похоже Ой Все Что делаем Что делаем Что делаем Что делаем Что делаем Что делаем Ну спец молится Еще один ход Нет Он просто Подбегает Вперед А выбора Нет Сейчас Пропускаю Нет Ты можешь Подойти Вот так Фулл кавер Паника Типа Потом Кидаешь Светошум А в следующий Ход Уже Взламываешь Надежно Надежно Блин Или вдруг Они сейчас Уйдут Тогда ты в один ход Точно ничего Не сможешь Сделать Вали уже А то потеряешь Оба Да мне Я бы Спани Жалко Все Поехали Пробегаем За фулл кавер Фулл кавер А есть еще Подозрение Что я отсюда Не добегу Уже До нужного места Да Я уже Не добегу Эвакуация Что ты сделал Скажем Тебе нужно Подходить Еще ближе Ладно Посмотрим Если сектоит Будет фланговаться То может быть Он уйдет И А Ну да Это другое Это третий пак Блин Был бы специалист Вообще Изи было Нормальный специалист Не Левин Мне не было Специалистом На миссию Так что Ну никак Ну никак Если Если он Каким-то Чудом Каким-то Чудом Без каверов Переживет Крайне маловероятно Его сектоит Скорее всего Поглотит Сразу же Слушай Слушай А если я сейчас Ниндзи Подойду Пока Этим Разбираются Не Уже Не подойдешь Хрен Ты достанешь Эти вещи Я понял Да заткнись Ты уже Такой паникер Капец Все Ждем Ждем и спасаем Ниндзи Просто Левинга Похоронили Контейнер Взорвался Золдат Золдат Извента Горит Так Последний ход По прежнему Горит Эвакуация Есть Я сейчас Попробую Формануть Солдата Адвента Смотрите Еще раз Если он догорит Экспо Лут Слушай А может Все они там Догорят А подкрепление Вот если бы Подкрепление Я сейчас бы Пошел И со всеми Разобрался Тут фланги Вообще Изи Ладно Что я вам Могу сказать Нас Скотина Что такое Оп 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 Ой Так Успокойтесь Ребята Успокойтесь Вам показалось Байт Байт В углу В углу Нельзя Нельзя Не палец Идет Контейнер А потом Бежит На его Так он же Все равно Спалится Как только Контейнер Подходит Ладно Ой Тяжело 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 Новобранец Обучен Хорошо Фаночка Сейчас наверное Второго спеца Попробуем Найти Мобильности Соображалка Мобильность Соображалка Несси Несси Пойдет Несси Учится Пойдет Следующий Несси Несси Как ее Звать Вживую Райн Юман Несси Райн Юман И это Спе Ци Алист Просто я еще Опыт не получаю Здесь Понимаете Поставь мод Командирский Выбор И давай Людям Необходимы Тебе Классы Мод Командирский Выбор То есть Это Один из тех Модов Где еще Подсвечивается Лут Из которого Мога Выпадает Еще Мод Повышающий Точность Наверное Есть Солдат Ваш Так Трассирующий Лазерное Вооружение Я думаю Нужно Сейчас Немножко Сплавов И немножко Лерия Сколько там Нужно На лазерку Пара Сплавов Новая цель Незначительная Разведданные Улика Ретранслятор Важная миссия Ретранслятор Ретранслятор Фанку Ну для снайпер Ну для снайпер На самом деле Хорошо Мне не нужен Сейчас снайпер То есть Если из него Получится Что-то такое Лучше Какого-нибудь Плотного Более-менее Универсального Но желательно Вовкин. Там, кажется, более сбалансированные были товарищи. 65, 16, 3. Давайте майндичем. В качестве лемминга на эту миссию возьмем. У нас также здесь появилась возможность экипировать кого-то жилетом. Или взять все-таки холиа. Нет. Авера-разрушитель. Хочу ранение у рейнджера. Ранение у гранатометчика. Берем мантичем. Незначительное. Опять же, нужно посчитать, гасим мы или не гасим шестером. 8, 24, плюс 21. Умножить. 0, 8. Делим на 24. Смотрим. 7 дней и 1 десятая дня. То есть, 7 дней и 2 часа максимум. Надо идти в пятером. Надо идти в пятером. Ориентировочно убираю снайпа. Какие у нас там навыки были у прокачанных товарищей? Беспокоящий огонь. Персональные боевые модули. Вот. Внимательность в овервотче. И подвижность. Подвижность надо брать основному ниндзе или основному штурмовику. В аэрлорд, правда, у нас будет на миссии другие отвлекаться, но не боевые. Поэтому, пожалуй, я уклонения возьму штурмашум. Также сделаем пару жилетов ему. Наверное, 2 жилета нужно еще сделать. Ааа, инопланетных сплавов нет. Косяк. Косяк. Давно было раньше скрывать. То есть, без жилетов мы идем. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Пулеметчик типа Сапресс. Кемларовский жилет светошум. Штурмовик молниеносный. Ран-н-ган. Делаешь, не назначают основных, а они все равно умрут. What? Разрушить. Лябер. С ракетой источной может реально помочь. Но вот персональный боевой нужно товарищу, кто на логере будет стрелять. Тут таких нет. Тут таких нет. Можно, конечно, снайпера взять, учитывая передатчик. У меня времени будет маловато. Да. Ладно, пятером идем. Штурм. Лемминг. Точно лемминг. Снайпа. Ну, 70 точности у него. Что это такое? Нет, надо пятером это окучивать. Одна аптечка, дым, светошум. Поехали. Плохо, что гранатометчик нет. Таких миссиях очень помогает. Я копил весь сплав в 150 леви, если вы какой-либо с ней цену вообще что-то пригодится Я не знаю Не знаю Без понятия, там какая сложность, что там впереди, кто его знает Препарирование готово, сплавы теперь есть Чумандер, чумандер, и кристаллы леви, разбираем реактор Без пекаря вы не справитесь Без пекаря, я думаю, рано или поздно у нас появится Новая цель, внимательно Незначительный пакет данных Привлеките внимание адвента, игнор И события Первое событие, считаем события Инопланетные обломки расчищены Показать место Здесь мы делаем мастерскую Прямо по центру Мастерская Инж садится в мастерскую И гремлины начинают копать Ради материала Но желательно в том месте, где Позволяют копать вдвоем Стоп А, надо же еще построить ее, точно Хорошо Так Обучаемся 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 Мастерская Ресурсы Все ок Специалист Росбрейн Посмотрим, что у него по взлому Взлом 47 Кажется, не влияет эта тема Еще одного спеца В партизанку Тогда давай отталкиваться от показателей Мобильности Мобильности 16 Несси уже Есть еще 16 Дмитрий Михайлов Иммортал Нет То есть Только Хас Ну Бас У него Точности нет Давай Хас Хаса поставим На спеца Так И ориентировочно Этого хватит То есть Там 2-3 ниндзи 2-3 спеца А дальше Нужно основных Разобрали Лейревый реактор Можем попробовать Лазерного оружия Что нам не хватает Вот тут Всплывает Мне Сейчас плаваем Был бы ученый Сейчас бы уже Потихонечку Пушки делал Еще одно событие Вайперы Родственные инстинкты Охотника Мне кажется Что Это из-за того Что я здесь Рядышком Региончик Нашел В котором Мы действуем Найти улику Предмет на объекте Незначительное Три дня Вроде как На спеца Но времени мало Я наверное Попробую Отправить спеца Ниндзю Не получится Не получится Скитуем Минималка Поехали Возможно Возможно Эти ивенты Идут в соседнем регионе Возможно Я зря В принципе Уключил так рано Все равно Там конспирация Из-за конспирации Я не могу Никого там увидеть Мне кажется Что имеет смысл Вообще Сейчас заново Стартануть Хотя Может быть Это активности В моем регионе Просто Они мне не прокают Просто И все Поехали Здесь у нас Здесь у нас 5 человек Ретранслятор 6-9 врагов Разведданные Уничтожить Обычно Такую миссию Дают 8 ходов Всего лишь Это зависит от карты Но как правило 8 12 12 Добром Добром 6-9 Есть Есть Подходим Подходим Смотрим Все в инвизе Пока все хорошо Ой Хорошо Что я здесь Аккуратно проходил Потому что там мирные И они Кажись С того Здесь лучше Вот так На всякий случай За угол Чтобы завернуть Ну и уже Можно действовать Более активно Да ладно Не могу переключиться Вспугал Что ли Увидел Четырех человек Уже пошли Офицеры В кое-смыслие Этим Ну Со станом Короче Состаном Смотрим Сразу после контакта Нужно эвакуацию вызывать Такого типа миссия Подходим Половинка пока Видимо Они подошли Влево Здесь я бы Конечно Справа проверил На всякий случай Там не конец карты Поэтому Вдруг там второй пак Ходит Но вроде не ходит Хотя лучше Одним продвигаться Здесь тоже Проходим ближе Проходим Еще ближе Так Паков нет Еще ближе Так Ай Ладно тебе не заметил Давай Проходи на флоп Четыре человека Четыре человека Четыре человека Это немного Лучше к передатчику Конечно Сделать так Чтобы мы Вышли к нему Точка эвакуации Рядышком Есть куда Собственно Улетать Ага А тут вышка Она мне может помешать Между прочим Проходим еще ближе И Сложно сказать Вроде как Нужен ковер Вроде как Хочется еще проверить Если здесь Кто там Чем с половинкой Проверим Раз Хорошо Тут никого нет Два С Монтич подходит Хотя там могут выйти На самом деле Лучше уж Вот так Проходите Абер Как Абер Поехали Подходим к передатчику Нам нужно его уничтожить По нему нужно сделать Выстолов 5 Где-то В идеале Чтобы рядом с передатчиком Сразу был пак То есть Ты приходишь Убиваешь пак И сразу начинаешь Стрелять по передатчику Вызываешь Соответственно Эвакуацию Как бы Все довольны Проходим Раз Передатчик Здесь Проходим Дуаз Смотрим В окно Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой И ты не прикрыл Тыл Да Думан Бас Не прикрыл Тыл Сколько Им Итем Шесть Клеток Это Гавешечка Выбираю Убираю Смотрим Смотрим Верой огонь так мантич обычный не факт конечно что они пойдут в мою сторону но скорее все пойдут уж хо-хо-хо 4 человек то есть 44 да все вот этого пока начинаем тогда ладно проходим цель уже здесь цель видна есть вот так вот лучше тебя сразу не спалили увидел цель тут пробегаешь пробегаешь на полную слева товарища не очень далеко поэтому вряд ли будет спалишься вот так время есть у тебя все хорошо так его кто-то видит его видит цель что спасибо полезной информации здесь лучше недалеко что ковров нет нормальных ковры что займем это . сделал в общем этот пак там будет гулять возможно вернется ближайшем будущем мне нужно мне нужно его обнаружить для начала пусть так штурмаша движенного проводить забрать меня так не стреляем по цели естественно так ну и пробуем увидеть все таки его их точнее нету никого капец а мне 6 ходов осталось что придется убивать видимо так сейчас последний ход друзьям не хочу я прямо сейчас полицию на конец поближе а вон они черт уходит эвакуацию вызовет эвакуацию да эвакуацию надо вызывать сначала причем тем кто ну штурмовиком короче говоря как-нибудь вот сюда вот выходим из инвизом они меня не видят стреляем по цели просто тут фраз да вы что стопроцентно же попадание нужно я пулеметчик стрелять не будет а не будет 3 сейчас они повалят уверяю сюда четыре нет четыре ну я даже не знаю пока у вирус ниндзи хотят ненужные действия пробуем добить скорее всего так так и еще все если выполнили но есть два пака который как бы но согласитесь пакет лучше убивать тогда когда уже есть эвакуация овервотч змея змея нифига не попадает вот они ой двое этих двое с оглушением овервотч без попадания предлагаю светошум штурмашом он тут изредка появляется в первую очередь конечно мне нужно вот по этим двоим достать так где-то так на светошум до дальнего не достает плюс еще змея есть этот пол кавер класс дайка фул кавер догасить нужно змею закрывать нужно всех закрывать нужно всех закрывать нужно да сейчас двоих закрываем ок штурмовиком здесь нужно закрывать вот этих двоих скорее всего табер сможет сделать или просто попробовать рокет пустить у вай как говорится нот а давай-ка чего хорош по двоим попал кавер снял но проблема все еще в том что один копейщик справа добегает я конечно могу его флангануть это во первых риск лучше их все таки а какая точность 65 65 закрываем двух копейщиков еще и стреляем короче все дезориентированные кто-то без камеров копейщик стреляем 62 не попадаем вот так вот давай призракам посмотрим что можем сделать с фланга особенно ничего не можем сделать с фланга а у тебя флангануть могут не ты можешь дальнего попробовать убить да спалишься но дальний то не угрожает лучше погружать даже так из ориентации из ориентации из ориентации запомним пропагать четырех человек змея овервотч этот пробегает да ладно а а Зачем вообще было подходить, потому что фланг на троих. Там у змеи Overwatch. Надо змеи снимать светошумом, желательно доставать до дальнего и достанем. Все плохо. У нас ранен фаерлорд. Он еще в панике к тому же, что очень плохо. Здесь можно под полу кавер подойти, либо пожарить, либо светошум сделать. Лучше, конечно, жарить. Потому что по-другому мы не спасем. Он так же попадет, по-моему, и все. Да, он под штрафом попадает. 29 попадает. Пробуем жарить двоих. Двоих жарить не получается. Тут, видимо, вот так все-таки. Все-таки так, ну что дальнего если не задевают, то смысл какой-нибудь. Можно сделать run and gun. Бестолковый, абсолютно. Вот нам только шанс спулить появляется. Блин. Мантич ни по кому не попадает. Думаю, надо просто эвакуироваться. Следующий ход. Здесь, может быть, стоит. Ничего здесь не стоит. Дыма у тебя нет. Не так. Черт возьми. Такой провал. Очень реальные ниндзя подошли. Да, ориентация снова с обычного следа. Тут овер, но не рассчитываем на то, что... Ну, то есть попадет, но не убьет. Ну, понятно. Здесь забирается наверх. Стреляет странно, что поэтому. Очень странно. Это что такое? Почему он паникера не убивает? Сейчас можем свалить просто отсюда. Крайне странно. Он мог флангануть фаерлорда, но не стал. Фаерлорд-то приходит в себя, нет? Приходит. Ну, смотрите, у нас есть только одна проблема с овервочинтой змеей, но она находится настолько далеко, что я даже не буду... Она сокола простреливает. Да, мне повезет. Повезло. Видите как? К этим миссиям нужно ответственно готовиться. Потому что они сложны. Я не помню, что молниеносные рефлексы у меня были здесь. Если честно. Готовы. Все уходят, есть раненые, но миссия выполнена в конце концов. Хоть как-то. Фаерлорд тоже уходит. Его ж жалко очень. Потому что он как раз... Ну, он правда в этот раз хуже играет, чем в прошлой. Тем более хуже, чем Пекарь. То есть он провалил две миссии сопровождения. Отлично. Никого не убил? Отлично. Как по мне, это косяк вообще. Это провал просто. Причем я уже проваливаю третью миссию. И чем дальше, тем больше мне посещают мысли, что он пока не поздно надо ретрами. Повышаем левел. Мантич у нас мобильный ниндзя. Сокол-пулеметчик. Ух ты, уже какой. Продвинутый, ничего себе. 14 дней ранения. Ну и че. О, да-да-да. О, вот он ивент. Нужен второй хэвик. Я думаю, что нужно еще сделать второго хэвика. Для морозки. Обязательно второго хэвика. Потому что заморозка, это прям, прям, прям очень круто. Сканер боя, может быть. Пока сплаваем. Есть, готово. Получили пушки. Ключевой это топор и гранатка. Очень хорошие. Еще цель. Внимательно. Незначительный персонал сопротивления. Хорошо. И новобранец. Титан и персонал сопротивления. Спасите. Так. Будем ли мы посылать всех? Да, я думаю. Или нет. Думай, 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 думай. Миссия неплохая. Важная. Семь дней вполне достаточно, чтобы пойти отрядом. Специалисты дополнительные есть, поэтому я Холли пока сюда беру. Гренадер как? Все еще. Гранатомерчик, да. Блин, без гранатомерчика, конечно, не очень хорошо. С морозной грянкой без гранатомерчика. Так, хорошо. Хорошо. Два новобранца, два персонала сопротивления. Двенадцать будет практически максимум. Или все-таки лемминги пойдут? Лемминги пойдут. Холли и ниндзя какой-нибудь. Не хочу я без хэвика идти на миссию, которая... которая опасна. По маневренности. Пушки-пушки. Больше не нужно. Жилеты нет. Здесь гренку дымовую. Ниндзя специалисты. Хорошо, давай. Поехали. Поехали. Хотя не успеет гранатомерчик установиться, к сожалению. Новые исследования. Основы препарирования. Это тоже сплавы, сплавы, сплавы. Сканер. Сплавы пока не нужны, поэтому давайте я попробую сканер сделать. Готово. Обучение специалиста завершено. Сейчас будем гренадёра делать. Кто у нас... Для гренадёра важно ХП. Защита. Точность вообще не нужна. ХП. Манёвренность бы ещё, конечно. Ну вот, есть, во-первых... Нет, 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 не там. Нет, нет. Неплохо, Брюс. 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 Защита 6. ХП 5. У ворот положительный. Или браток. Браток-то ещё покруче будет. А давай братка. Браток будет бомбить. Так, партизанская школа. Павел Кузнецов нас интересует. Потому что уже пора формировать основную группу. То есть, пару гранатомётчиков, там пулемётчики, не знаю. Есть, мастерская готова. Сейчас мы ставим сюда им жадного. Копаем. Копаем. Копаем в двух разных местах. Копаем. Пятнадцать дней. Но это как раз вот материалы. Это способ заработать бабло. Без серьёзных таких вложений, можно сказать. Так, здесь сто процентов. Но не готово. Сообщение от Совета. Партизанских миссий провалено четыре. Событий произошло два. Быстрая реакция. Причём я не находил события. Конечно, надо заново начинать. Надо заново начинать. Давай. Я провалил слишком много миссий. Сохраняю эту штуку, но начну заново. У меня должен был быть уже учёный. Возможно, второй инженер. Не буду сейчас. Попытаюсь не захватывать второй регион в принципе. Потому что есть подозрение, что именно из-за захвата второго региона у меня получается такая ересь, что идут активности пришельцев, а я не знаю, где это происходит. Сейчас проведём эксперимент. То есть только один регион. Вижу Карасика, вижу Сокола. По прическе узнаю Титана. Этот в цилиндре чувак из Большого Секрета Александра. У тебя есть план на игру? Основить продвижение Аватара? Ну, вообще план на игру — это не проваливать миссии. И сделать это вполне по силам. Ну и желательно, чтобы, если ты хочешь не проваливать миссии, то надо ещё по возможности, благодаря разведке, смотреть за... предпрощать, в общем, вот эти вот события адвентовские. А получилось так, что все четыре события прошли мимо меня. Те миссии, которые я мог выполнить, я зафейлил благополучно. И есть подозрение, что это сделал принципиально неправильно, включив новый регион. Сейчас мы проверим эту гипотезу. Если вся активность будет разворачиваться в нашем текущем регионе, то всё хорошо. Так, ээээ... Первый миссис... Раз, снова. Блин, я не знаю где... А какую крышу стоит заходить, вот-вот в чём вопрос. Не стоит вообще заходить на крышу. Наверное, стоит вот на эту большую. Забираемся. А давай рискуем. Слушаем. Ничего. Угол. Вижу ушку. Вижу пак. Хорошо. Все на эту крышу. Четыре человека. Мы не уверены, если это заходится на тренинг или на структуру mind-control. Говорю хууу. Не все мы успеваем забежать, конечно. Это плохо. Но, ладно. Не очень страшно. Первая миссия без ограничений по времени, поэтому тут всё ровненько. Готово. 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 Эти уходят. Я помню эту карту. Она разок была на первой. Вот именно с такого ракурса, с такой... Справа дверь открылась. Там ещё мост прям по курсу должен быть, да? Может быть. Может да, может и нет. Так, здесь подходим. Агре-то надо кем-то правильным. Вот они снова возвращаются. И второй пак. Это плохо. Скорее всего, надо смещаться в одну из сторон. Какую, я точно не знаю. Но пока, учитывая то, что я ближе, смещаюсь сюда, влево. Я влево. Совершенного тоже нужно. Подводить пока так. Уводить, короче говоря, от правого пака. Кто-то здесь слева был. Так, они здесь. И я уже палюсь сразу же, да? Все видят всех. Я предлагаю стандартную схему. Дальными кидаем светошум. Потому что у него меньше всего точности по сравнению с остальными. Поехали. У меня бонус по точностям. Десяточкам. По части, конечно, не будет работать и угрожать. Хотя трое замерли, значит двое умерли. Минус три. Минус... Четыре, один. В общем, офицер, кажется, умирает. Нет, обычно умирает. Офицер как? Офицер тоже умирает. Окей, остается дроид. Две порции с лутом. Остается один дрон. Ну и справа пак. Не забываем об этом. А вот и он. Машинка вижу. Фланг вижу потенциальный. Этот оглушает, скорее всего. Пытается оглушить. Но оглушить, скорее всего. Да, 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 да. Че вы пальцами показываете? Успокойтесь, все нормально. Правых гасим. Нам сначала нужно убить этого упыря. Начинаем с ближних. Нет, начинаем с ближней гранаты вообще. Мы же это проходили. Раз. Гарантированный урон минус армор. Для того, чтобы проще было добить следующим. Следующий пробует добить 66. Готово. Помним про лут справа. Здесь подходим с околиком. И пробуем докинуть светошумовую по трем. Чтобы выиграть время. Готово. Готово. Я беру все-таки лут. Потому что два в один ход. Это прям круто. Я могу спулить, конечно, сектой или с кем-то. Или змею. Модифицированный прицел. Хорошо. И расширенный магазин. Прекрасно. И никого мы не сагрили при этом. При всем. Так. Тут нужно проходить. Проходить дальше. Поближе к соколу. Может быть кинуть гренку. Взорвет только одного. И то не такого. Жесткого. Остальных тоже проводим. Возвращаемся. Здесь скорее всего Overwatch надо делать просто. Или закинуть под этого тоже. Получается. Стан поднимается. Не поднимается. Отступает сюда. Поднимается. Следующий ход. Отходим так. Тут никак, да? Вообще никак. Никак вообще. Может тогда типа его фланганем. Он может отступить. И на следующий ход мы гренку докидываем с большей вероятностью. Три дезориентации. Фланг одного. Потенциальный фланг трои. Хотя сильно разбежаться не могут. Стреляют. 20% прайс. Overwatch. У меня Overwatch это маловато. Попадание. Раз, троечка. И два, троечка. Красавцы. Этот назад отступает. Этот фланг. Overwatch. Этот близко подходит. И он без штрафа бьет. Это опасно. Это 50 на 50 уже было, да? Два Overwatch. То есть тут у нас получается. Относительно дальним каким-нибудь. Пробегаешь. Пробегаешь. Смотрим, кем можно из дальних светошумом задеть двоих. Таких, считайте, нет. Поэтому я светошумом снимаю два. Два Overwatch так. Так. Потом флангуем джа. Максимум, конечно, к углу ведем. Это раз. Фланг 78 раз. 27 крик. Хорошо. Так. Здесь можно взорвать машинку. Подходить. Подойти я не смогу. Увы. Может быть стоит гренку кинуть вот сюда вот. Только с той целью, чтобы... Не получается. Тогда можно просто пострелять. По правому. Тридцать девять, тридцать семь. Ну давай. Нас много. Может тогда и здесь постреляем. Тридцать шесть. Офига себе. Ну серьезно. Двадцать семь. Не, не. Все нормально. Все. Игра не сломалась. Он дезориентирован. Следующим ходом берем лут. Ну и помним про двух человек, оставшихся на карте. Слева идут, кажется. Мне послышалось. Я его не флангую опять, блин. До лута не дохожу. А, не дохожу, во. Проводником берем. Глушитель. Ну, учитывая то, как он стоит, предлагаю светошум. Еще один. И просто по нему стрелять. Остальными. Это раз, тридцать стрим. Это два сорок два. Макгрейн совершенный, очень хорош. У него точность прям 70, наверное. Олег Купцов Титан. Двадцать три. Вот он плохой, конечно. Не точный. Разница почти в двадцать по точности. Так, Сережа стреляет 36. Есть. Шикарный. Остался один пак. Перезарядка овервотч. Перезарядка овервотч. Перезарядка овервотч. Слушаем. Смотрим. Я буду, наверное, байтиться просто наher.. На hala этого упыря Перезарядка овервотч. Перезарядка оверхи. Перезарядка овервотч. Овер, 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 овер. Справа, да. Сектуэпидроид халява дешевая. Сами выйдут, я на овере всех приму Зомбарям, скорее всего, постреляем Сначала дроиды убьем в один ход А потом уже с остальными Так, давай-ка фулл кавер здесь Здесь подходим, чтобы точнее стрелять С овером Еще поближе Все, кто из, скорее всего, зомбаря будет поднимать Этот летит вперед Этот получает от семерых овервотч Убирает с крайней высокой вероятностью Единичка еще, пожалуйста, Люди Спасибо Еще лук, четвертый уже Повышение, класс Зомбаря, да? По зомбарю постреляем Жалко, что Что лук не собрать Хотя я могу подготовиться К сбору лута Но это не просто Лучше вообще сюда Не, полуукрытие Ханкердау Вот так вот Этого мы снимем Спокойно на оверах просто Ну, кто-то даже видит его сразу 66 Отлично Перезаряд ковер Перезаряд ковер Перезаряд ковер Видит Перезарядка Стрельба 70% Просто бренд уже меткий Хорошо, еще троечку Здесь 65 Но последний хитом осталось Нет Так, забаря нет Окей Ладно, овервочь пока Главное, что сейчас мы его не захватили под контролем Просто Паникаем Мне лук не взять Или взять Не хватает Нет, хватает Лут Это все Помик убежал за лутом Да мы его флангуем тут всеми Поэтому я думаю, что все будет так Концентрация персональной боевой И уходим на линии огня Всеми Стараемся не мешать друг другу Не Это под гренку Поехали стрелять 60% раз Попадание Крит сразу Подарок судьбы 75% 2 Два кита Правда, царапина Гренкой гарантированно добьем Но я лучше постреляю 68 мимо Тут еще один выстрел Как минимум Вот отсюда можно попасть А, тут десяточка вообще Давайте десятку попробуем 27 Давай Гренкой я не докидываю 11% мне повезет Ну с богом Но я не хочу делать этот Светошум Потому что мне кажется, что он псих Как же мне везет В 84 он не попал Едейшее, темнейшее Готов, ребят 4 лота Без каких-либо ранений Халява Дешевая Лакера Да, в конце Конечно, мне очень повезло Прям очень Надо было делать Светошум Сократил бы До 58 Где-то 59 Возвращаемся Смотрим, что по Точности управляем Не летим в следующий регион Разведданные Возможно, будем использовать Для того, чтобы Эффективнее открывать миссии Может быть Так Титан Точность 58 Штурмовик Ну хорошо, ладно Для штурмовика Тут не так важно Танигор Совершенный Меткость 77 Ниндзя Ё-моё Что такое Зачем Проводник Специалист Взлом 43 Меткость Маневрена Очень Семнашка Карасик Точный Для ракетмена Это тоже полезно Соколик Меткий Хэвик Медленный Плохо Поме Точный Рейнджер 74 Меткость Ирус Брейн 63 На Хэви Фоллэн 59 Снайпер Вот это провал Ладно, хорошо, что На снайперах я уже не рассчитываю Глушители Модифицированные Воля Плюс 14 Исследователи Искамо отсеки Естественно Модульное оружие Средства связи Не буду пока Может быть даже Попробуем Сразу же Снайпер Да, снайпер 59 Это провал То есть ему выпало Видимо 55 Абсолютный минимум То есть там Все люди разные Это Ну короче Вот 55 До 75 Среднее значение 65 Вот ему выпало 55 И далее еще Как снайперу Типа Ты молодец А вот тебе Четыре еще меткости Так И сейчас Экспериментируем С Черный рынок Игнор полный Здесь Естественно Только Развед Данные Так Поехали Снайперы 50 Спасибо Есть Модульное оружие Готово Средства связи Не будем Сразу Биотехнологии Пришлись Цель Первая Что там ВИП Минимальная Инженер И пакет данных Четыре Эвакуация Ниндзя идет Соло Соло Магрейн С дымом Чуман Глушак делать Не Виннималка Забей Поехали Важная миссия Первый имидж Надо будет На Леммингу Взглянуть Вдруг там Кто-то есть Еще Цель Минимальный Инженер Второй Эвакуируйте Из города Ооооо Но ниндзи Еще одного У меня нет Но на миссию стоит браться За миссию стоит браться Взять мобильного для прикрытия Мобильного и плотного Или все-таки вдвоем, например 5 дней и 20 часов, да забей Но ты можешь взять какого-нибудь товарища Леминга, действительно плотного Дать ему дым Два дыма, например И попробовать прорваться по минималке Чтобы у него все получилось, он должен быть плотный ХП стандартное, высокое Защита должна быть Но ценный кадр, конечно, ценный Какой он весецкий Жалко таких О, пекарь А давай Ему повезет Всегда везет Так, два дыма, да? Два дыма решил Или светошум дым Светошум может помочь тоже Это более универсальная тема Пистолет-пулемет Поехали Может даже двух леминей взять На эту миссию Все равно минималка будет Будет в два раза больше шансов Жалко новобранцев Михаил, жалко Пекарь справится Пекарь же убивали, нет? Так ты видишь, у него ни брони, ни пушек От начала вообще игры Но два инжа Это очень круто Ученому, конечно, нужно еще Так, эвакуация випа Минималка, поехали Это первая миссия Но здесь ниндзя Здесь ниндзя С ним попроще Он как бы невидимый И все ок А там придется вообще аркадить То есть, может быть, прислушиваться Но, скорее всего, через один ход Сразу надо будет бежать Это не тот Да, это не тот Это ниндзя Метчик, видишь? Все правильно В Новгороде мы Заставляем випа Это первый инженер Партизаночка Потом копать вниз Мастерская А со вторым инженером У меня будет сразу четыре гремлина Это очень серьезный подгон Там копать, не перекопать В трех направлениях Я вышиваю, говорит Под твой приятный голос Я уже устал, если честно Потому что стримим мы уже Не знаю Восемь плюс часов где-то Но игра, конечно Поражает своей проработанностью Челлендж, конечно, очень хороший Прям вызов бросает Ух Я чувствую, если слон Нырнет сюда Он уже не вынырнет Вообще, если любой из стримеров Который XCOM стримит На постоянку Сюда погрузится Это просто жесть Особенно баги поправят быстро Это же лв Они же молодцы Так, вижу випа Вижу крышу Клина, без понятия Также говорят О, видимо ошибка общая Так, я подхожу сначала Штурмашем на угол Общая Общая известная практика Сразу видим двоих Троих На крышу Но они могут упасть Они могут упасть Подходить мне вообще Не рекомендуется В принципе Чуть назад И ждем Они спрыгивают На первый этаж Отстойте ли мне сейчас Идти на крышу На встречу Там слишком стеклянное здание Чтобы Они не стоят Наверное, вот так Стараться надержать В поле зрения Постоянно упырей Опасно Опасно Ученый подходит Ой, инженер То есть Справа Кто ходит Надо подсвечивать И смотреть Где они О, еще один Короче Влево уходим Резко уходим Влево Причем здесь Два пака Судя по всему Уходим так И ниндзи тоже Надо уходить влево Возможно Даже вот так Да давай Все просматривайте Сейчас дверь открываем Раз Вижу вышку Подходим к следующей двери Ее открываем Я уже потерял из виду Пак Но Этим товарищам Нужно подходить Даже вот так Угол Просвечу справа Отлично Никого Падаем Подходим О, там еще Не конец уровня Блин Но мы видели Что центральный пак Потом справа Толя Восемь ходов Ничего Вон же эвакуация Так Внимательно Нет Нет Может угол Там мирный Может быть Нет Мирный Не спалит Хорошо Отходим Раз О нет Ну все Сомневался я По поводу этого движения Они могли уже подойти И еще один пак Но он то не увидит Меня Ладно А вот второй Увидит И сейчас будет действовать Овервотч Учитывая сектоида Учитывая сектоида Надо валить полностью Overwatch пофиг вообще Попадает на 46 Я сразу за углом Они побегут вперед Могут меня фланговать Но ключевое сейчас это следить за вот этим паком Эти тоже мне могут фланговать Она подходила вот так И вот сюда Жалко Идут вперед На выстрелы пошли Надо сейчас попробовать круголя нарезать И я тут палюсь уже Так, ладно Здесь что? Здесь не видно На макс? Здесь тоже не видно Да, давай на макс Сюда Видишь, видишь, видишь Никто не видит вроде как Ну здесь чего? Ханкер? А не Надеюсь они направо пойдут А не на меня А не от меня идут Это еще лучше Тихо Эти бегут Меня не должны видеть Не видят Но идут на перерез Так, я могу штурмовиком Во-первых сейчас Точнее ниндзей Обойти уже Из опасной зоны Не понял Как? 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 Сюда нужно светошум на троек Чтобы меня сектоит не захватил Как? Кто-нибудь понял Как это произошло? Светошум на сектоидом Ну по-другому никак Не, под контроль берут И до свидания Это мой ниндзя Если выживет ниндзя То как бы Ну если он Этот ход переживет То он выживает Там еще второй сектоит Вот это меня напрягает Я правда его не видел Последние два хода Может он отстал где-нибудь Тут фланга нет Но блин Он попадает С 50-50 Еще один Да Здесь вероятность еще выше Это где? И овервотчим Четыре хода С одной стороны Туда выходить Крайне опасно Сюда пробегаем Фулкавер Сейчас овервотч Может сработает Ну естественно Не попадает Опять с 50% вероятностью Еще овервотчим Я спрятал Я тут Видео Воу! Менец-1-5 Хосит-1 Хосит-1 Стропка Сверхозвание Выши Слышите Слышите а по-другому я не по ним не успевал следующих вот тоже проблема тут надеюсь ну да он захватывает просто достигает твою мать это миссия с ниндзя было блин как он спалился так и не понял кажется через нет я вроде далеко был от вторых я не знаю как это произошло нет ни ри пока не ри там еще если у вас если 2 инжа я не возьму то это да и тут надо задуматься на перегром да все ритро сейчас вы бы пропишу за да все басы минималка поехали здесь аркада будет видимо да 2 2 солдат там был за за углом сразу же его не видел он сразу меня полил вроде как правильно увидел один пак уходящего увидел второй пак слева пробежала в обход но нет еще ты был самый первый ниндзя самый основной ладно сейчас друг пекарь ниндзя станет набежит время и все тут не будет остался тут надо каким-то макаром каким-то макаром бежать возможно использовать стенки возможно использовать крыши бежать на недолго или использовать боковые штуки ну типа вот картой вперед но мне что кажется что такой фокус не пройдет прочит до пол стенки добежать сюда и там до фукова рот сюда добежать чем там пытаться как-то обойти три патруля которые ходят вокруг поэтому я аркажем так что типа меня бы не заметили первых вот держимся звук нет нифига блин я подойду сразу спалюсь как бы это вообще без шансов у тебя есть дым у тебя и свето шум я бы на твоем месте випа подвел чуть поближе вот так на 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 серединку этой штуки типа не видно подождал бы ход еще слышу шаги потом сразу полу кавер типа и вперед в бой сама идея полу каверам не нравится и давай еще посмотрим послушаем этот полетел меня убивать уже свето шум не подействует я думаю надо мирного вести вперед просто кидать на него дым если накинули на него дым докинул в следующий ход она не дойдет но блин фланг не надо рисковать хорошо дым ну что дроид подлетает меня оглушается очень высокой вероятностью так глядишь первый офицер сходит о еще пак чеша вот это плохо интересно не буду ходить так это оглушение может промажешь а например что он тебе девяносто восемь семьдесят восемь скорее всего держись пекарь все обмяк ну и а ты по нему стреляешь метка очень умно очень молодец стреляй по нему я пекаря вызвали потом вернусь к тебе я еще за ним вернусь тут на эвакуацию не хватает одной клетки ну надо бежать там полуклетка полуклетка главное третий пак не спулить и вот так вот без ниндзи эту миссию кажись блин нет ну это рандом вот это уже рандом ну что ну переживу как-то за полукавером а там не всегда полукавер там фланг с одной стороны офицер вроде как стреляет блин и сразу на четыре попадает на пятьдесят пятьдесят ну тут тоже стрелять будет уже нет не стреляет ну 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 тихо стреляет капец да идите в нафиг они все попадают одна клетка не сбежим в пекаре живьем не берут ладно хватит заново давайте что за провальные миссии то на старте а ладно едем ой нет миссию шейн не взял а миссию шейн можно в процессе включить ой 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 что вылет нет вроде миссии в соус сплошная рулетка а а а а а Веском съел, кстати, больше 2 гигов оперативки. Прикольно. Что у нас тут? Перезапускаем. Пили ветку исследования, где будет сканер. Зачем здесь у тебя ниндзя есть? Как бы мне в той ситуации сканер бы не помог. Они все равно рядом со мной. Какой сканер? Ну, его, конечно, хочется проверить, но я сомневаюсь, что это прям ультимативно мне поможет. Может, отдохнуть? Да и так скоро пойдем отдыхать. На первой томиссии мне хватит. Ну, если ты хочешь, в общем-то. Ладно. Давай тогда. КБА. Если у вас есть претензии, обращайтесь к КБА. Все. Пока. Навел меня на мысль на это вот, ну, бас. Ладно, продолжаем. Подождите, я не могу вас так просто бросить. Никакого отдыха. Повелись. Если в смерти не умрешь. Добрые, добрые. Нормально все. Я здесь. Затралина. Можно еще, кстати, миссию вот эту вот пораньше выполнить с сектоподом. Ой, 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 ой. Я помню, как... Не, лучше до раны не идти. Это же жесть. Это же жесть. Просто какая-то... Там ее реально сложно убить. Дойти-то не... Ладно, дойдем. Я тоже опять на первой, так что мы рядом, говорит, Смайл. Он заново начал? Нет. Как бы, меню, новая игра, настройки? Нет. Продолжаем. Собрались. Да, первая миссия уже, в который раз мы с первого раза проходим. Это не первое, в чем-то... Как бы, у тебя толпа просто народу по штуке для каждого класса. Вижу опять домик. Домик это прекрасно. Мирного вижу. Ну, басом. Подходим сразу к нему. Ой. Там, оказывается, укрытия нет. Да все ок. Не переживайте, пройдем. Первую миссию точно пройдем. Там еще вроде второй делался есть. С него тоже много полезного, больше, чем в Мэке. Так я же обе все вроде сделал. Все вроде скачал. Купил, скачал, поставил. Подходим, смотрим. Вижу вышку. И ничего больше. Пока врагов не мам. Это вот схема, кстати, довольно хорошая, проверенная. С первой крыши и с первыми паками там. Реколендуем. Справа вижу пак. Станово, что мне его не показали. Я увидел, что мелькнуло. А, видимо, это должен дойти, и тогда покажете. Человек, окей. Да типа сложнее, кстати. Хотя там офицер с другой стороны во втором паке, так что тут даже и не скажешь, что проще. И уходит сразу в ночь. Уходит в ночь. Карамба. Может и хорошо, что они ушли в ночь? Что пулить вот так пакимет? Это рискованно очень. Кажется, с угла вот справа я не буду видеть даже. Посмотрим. А можно вообще всех под первый пак сразу этот осветитель и расстреливать? Не хватит, конечно, огневой мощи, чтобы всех расстрелять, но это было бы дерзко. Ну, частью придется перейти сюда. Потому что мне же нужно сопровождать хупырей. Даже каверов нет. Ладно. И так сойдет. Зачем нам каверы, правильно? Кавера ни к чему. Оп, 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 оп. Выходит, да, скоты? Главное, что там же еще второй пак, непонятно как. Второй пак, непонятно как. Тут укрытий нет. Ну, нет, укрытий. А, двоя себя. Два себя. Парочка фулкаверов. Зря я так. По поводу отсутствия укрытия. Хотя, оттуда нифига не видно. Ай. Зря надо было провести сейчас с Аспирантой. Я увидел, что можно было это сделать слишком поздно. Так, они уже в одном ходе от фланга. Но стоят прекрасно, конечно. Так, давай посмотрим. Как мы тут можем. Ой. Точно сюда. Отсюда не видим. Отсюда не видим. Хороший. Фулкавер. Здесь всех видим. Здесь всех видим. Укрытий не хватает. Не хватает. Ок. Ой, трусипой. Трусипой будет гренку кидать. Хватит. Нет. Поехали. Оп. Работаем, друзья. Три дезориентации. Поехали. Офицер двоечка. Этот троечка. Мимо. Офицер четверочком. Офицер минус. И второй минус, кажется. Да, двое живым. Обычный и дроид. Да, могло быть лучше. О, ну, конечно. Конечно, друзья. Я ждал вас. Думал, когда же вы придете. Да. Вот это хуже. Тут фланг. 57 попадает. Дезориентация. Ну, тут 20 ты не попадешь, надеюсь. 22 не попало. Спасибо. Ханкер. Сейчас обходим. Дроидом. Ну, короче, и того обходим, и того обходим. Всех обходим. Тут, к сожалению, к сожалению, придется спуститься. Кинуть гренку вот в этого упыря. Чтобы, опять же, повысить вероятность убийства дроидом. 72 добиваем. Хорош. Лут собираем. Планшет Адвента сразу. Не, он не нужен. Тут фланга нет. И тут вообще ничего нет. Ни каверов, нифига. И это плохо. А если отсюда? Отсюда можно. Мне кажется, что нужно отходить потихонечку. Можно кем-нибудь, конечно, с фулл кавера закинуть светошум. И это реально может помочь. Но вообще-то лучше отходить. Если честно. Потому что с такой позиции, что... Ну, негде сидеть. Просто негде. Негде. Так. Тут можно пострелять. Нужно пострелять. Давай. Хорош. Карасик на троечку. Здесь тип... Либо отступать, либо ханкерить. Отступление есть. Хорошее. И под ханкер тоже отлично можно встать. Ханкер здесь овер. 24. Здесь лучше овер. Этого вниз. Под стенку под ханкер. Тоже ханкер. Короче, нужно выиграть вход. Ханкерю пока что. Дезориентация снята. Остается 4, 6, 7. 7 человек. Еще дофига он. Инж уходит. Непонятно, зачем он же никого не видит. Но вот они тупить начинают. Хорошо. Эти тоже начинают какие-то ротации непонятные делать. Под овервочи встают. Попасть 26. Не попал. Это подходит. Здесь светошум должен быть. Овервоч 1. Риман. Племетчик подходит. Второй не верит ничего. Отлично. Да, такие вот отступления, они подрешивают, конечно. Дезориентация снята. Здесь нужно брать лут. Фланговать упыря. Но желательно фланговать товарищем справа. Товарищем справа. Чтобы тот... Тому было сложнее меня обойти. Но я не возьму, по сожалению, лут. Но если это пошло... Не, надо всеми, я думаю, обходить просто. И этим, и этим. Или просто возвратиться сейчас. Забить на фланг. И возвратиться. Тут хорошо бы закрыть по крайней мере двоих. Раз. Здесь хороший фланг. Стреляем с 74. Плюс, если будет лут, то мы сразу берем. Но лута нет. Этого можно тоже светошилом, чтобы вообще было все хорошо. Никто никого не обходит. Поехали. И получается, что действует только полноценно один товарищ слева. Этих я могу на будущее обходить. Желательно, чтобы меня при этом еще не видели. Слишком много это хочешь. Ну ладно, я тут не видит вроде как. Так, здесь овер. Здесь овер. Тут. Только четверочку, гренку все-таки. Можно пострелять нормально. Кажется, каверы снял, судя по желтым этим портретикам. Да, каверы снял. Соответственно, стреляем раз 69. Минус один. Ой, на кучу мусора упал. Что, никого больше не осталось, чтобы стрелять? Да, увы. Ну там есть овер, может кто-то из сверхних сможет попасть перед дислокацией врага. Еще покажите, да, сверху. Труп поднимает. Кто это близко? Он с угла здания это делал. Побежали, ребят, побежали. Слева обходит товарищ. И стреляет. По полному укрытию. Попадает. 26% он попадает. Как бы уже косяк. Этот фланг. Я не хочется подходить ближе. Я понимаю, что я тут типа флангую частично. Поехали. Поехали. Фланг на этого товарища. 64 раз. Кто это спалил? 75. Выпадает из него полезные штуки. Лево желательно дезориентировать. До этого тоже желательно дезориентировать повторно. Поехали. Двигаемся к ним постепенно. Пытаемся обойти. Пытаемся флангануть. Перезарядочка. Ок. Слева докидываем, скорее всего, до дальнего. Да, докидываем. Что бы приноровился. Уже приноровился. В зомбарю стрелять. Или поэтому стрелять. А еще ханкернуть. Можно... Есть кто еще? Есть. Давайте гренку я кину. Вдруг тут тоже сможем убрать. Убрать кавер. Кавер не убрали. Хотя нет. Вроде стало попроще. 47 стреляем. Раз. Перезарядочка. Зомбарь-то мне не нужен. Ох. Решил стрелять на 24. Попал 24. Повышение. Тут 63. 18. Наверх успею забраться. Успеваю. Давай-ка лучше сюда. Пусть будет 28 или 18. 43 даже. Видимо, я поближе стал. Жан-жан-жан-косиль. Что? Что за лол? Ну, в базу. Куда ты полез? Ты живон. Офигеть он мобильный. 9% слава богу промазал. Ну, хорошо. Осталось. Дело-то за малым осталось. Да, тут стреляем по зомбарю. Что он может. Может. Причинить. Неудобств. Здесь вроде как нужно... Нельзя. Я думал флангануть, но не получается флангануть. Там сидит прям очень ответственно. Я могу попробовать Гренко его добить. Если не получится вот как-то так. Петр-то понятно, что добьет. Уж лучше... Не, давай лучше аспирантом. 50-50 упал. Хорош. Хорошо. Алиеный утро. Подходим под следующий лут. Вроде не сагрили пак, поэтому просто сдобиваем. Делаем оверы оставшимся. И принимаем... Принимаем оставшихся. Двух. Но ранение повторюсь. Так, берем лут на последний ход. Приклад. Ерунда. Я думаю, нужно для надежности... Опять же, привлекать... К себе внимание. То есть, выманивать одним... И выводить на чистую воду на этих пацанов. Которые... Расстреливают просто. Это банально и надежно. А вот он сам уходит. Сектоид. Попадание на четверочку. Хорош. Я обычный солдат. Изи. Главное, чтобы вышли поближе. Сектоид. Трёечка. Троечку минус сектоид. Обычный солдат стоит и стреляет по полкаверам. Да ты что? Да ты что? Ну что это за хрень? Даешь им стрелять один раз. Один короб. Они попадают с двадцатью. Один короб. Один короб. Один короб. Один короб. Один короб. Ух ты ж ёжик, что новый трай, что пошло не так со вчерашним. Слушай, вчерашний вообще очень... Уже после вчерашнего есть история. Но вчерашний, если коротко... Проект Аватар, видимо, закончился. Его на максималке не показывают. И в октябре, 9 октября, игра просто закончилась. Ладно, смотрим на Муна. Снайпер, 77. Очень хороший снайпер. Здоровье, 1. Карасик. 75. Гренадер, правда, не нужен. Трусипой. 66. Пулеметчик. Ок. Фолон. Слабенький. Проводник. 16 мобильность. Ниндзя. Петр. 47 взлом. Тоже так себе. Аспирант. Ох, стрелок, 72 меткости. Вот и хорошо. И Кроу. Штурмаж с мобильностью 15. Ладно. 5 здоровья, хорошо. Ладно, живем. Пока живем. Планшет Адвента. Трупы, 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 трупы. В исследовании... Я не уверен, что модульку надо делать. Может, сразу биотехнологии? Не, модуль, наверное, уже давай. Копать? Опять копать. Чумандер. Копать здесь. Какой копать? Строить партизанку. Чем ты будешь копать? Ай, да, партизанушку странно. Разведданные, 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 разведданные. В армии миссии. Командер, я буду нужна помощь на инженерной команде, пока я могу начать открыть какие-то инженерные. Что там у нас? Разведданные, незначительные. Улика. Захватите предмет. Спецап, рекомендую посылать. Захватите улику. Может быть, даже стоит на эту миссию взять... Да, давай, гранатомерчика возьмем. Основных пацанов возьмем, короче говоря. Кроме ниндзи. Рейнджера возьмем. 7.23. Разрушителя возьмем. 7.23 незначительные. А месяц или пятый боец? Черт. Черт. Мне, с одной стороны, разведданные не нужны, но миссия такая, что она по опыту мне может зайти в 8 дней. Какой как-то посчитал 8 дней, Алеша? Тем меньше 8 дней, не умножил на 0. 7, 24, плюс 20. 6, 36, то есть треть 24, это 8 часов. 6, 8. Пулеметчик 6, 9. Есть ли у нас... Ну, во-первых, вместо пулеметчика можно взять какую-нибудь стандартную, типа штурмовика, и 6, 6 получается, да? Да. Поехали. Основную группу качаем. Гранатометчики, пулеметчики, ракетчики. Рейнджер хорош, по точности прекрасно, повторюсь. Так, модуль наружием... Готово. Биотехнологии, дальше. Не хочу форсить и захватывать новые регионы. Новая цель. Инженер, минимальное. Освободите. Из транспортного средства. Так, может быть, вдвоем. Кто-то должен открывать двери, в общем. Револьвер. 17 мобильный. Я не уверен, что эту миссию без спеца можно нормально, надежно пройти. Если новобранец будет открывать, то я, типа, этого не потеряю. Давайте Илояра возьмем. Он быстрый, вообще не точный. Ну, хорошо. Давайте Илояра. 4, 3, 2, минималочка. 4, 15. 4, 15, 20. Разница 19 часов. 19 это не... не укладывается, кажется. Так, Илояру пушку возьми, другую, будешь укладываться. 3, 18. Нет. А проверим. Вторая миссия. Инженер. Сканем. Так, тут соточка. Но надо гасить до 125. Минималочка. Поехали. 126. Так. Это у нас миссия на прокачку пацанов. Минимальная же нечего снижать. Там незначительная же была. А, там минимальная. Да, действительно, ничего. Я туплю. В любом случае, пушку поставили. Я тут туплю уже. Все, хватит. Надо заканчивать. Последняя миссия. И все, расходимся, друзья. Расходимся, расходимся. Надо отдыхать. Ну, XCOM прекрасная игра. Если вы любите тактический, Long War прям вот прекрасно. Можно поменьше там сейвами как-то ж, если у вас меньше времени свободного. Так, здесь ракетчик гранатомерчик мне некоторое время даст. Сколько? 8 ходов. У нас специалист ракетчик хэвик. Да. Можно просто сразу же врага увидеть. Вот что я не хочу. Рейнджер. Хорошо. Никого. Он мирный. Он мог стоять просто за этим. Заходимся. Так. Очень странные места. Крыши покаты такие. Так, а спец как будет видеть? Спец будет видеть из этого окна, скорее всего. Так что двигаемся мы в правильном направлении. могут-могут выйти. Уголок. Но времени на этой миссии очень мало, поэтому лучше по возможности двигаться полностью. Пусть даже не будет кавра. Слушаем. Прямо. Прямо, враги. Прямо, 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 прямо. Прямо, было точно. Так. Двое. Трое. Трое. Здесь минималка у нас, да? Минималочком. Минималочком. Ну, а так, пока что. Фул кауэр. Еще трое. Близком. Шибко близком. Так, штурмаж сюда. Рейнджера тоже бы поближе. Рейнджера тоже бы поближе. Ой, бом-бом-бом. Нельзя. Давай, назад. Ждем, смотрим, наблюдаем. Уходим. Уходим. Если они соберутся, я, может, с ракетой начну, на самом деле. Может, они соберутся. И от тебя уходят чуть дальше. Можно попробовать, попробовать. Аккуратненько накрыть, только этот пак не согреть. Потому что я сижу здесь вообще хорошо. Неплохо сижу, прямо скажем. Я думаю, что надо агрить это все это безобразие. А вопрос только чем. Светошум? Нет, сектоид. Двое обычных. На самом деле, можно просто кинуть одну гренку, даже не рокет. Именно гренку, если бы я достал, было бы хорошо. Шесть ходов. Просто не хочу уроки тратить на старт. Понимаете? Не хочу. Давай так. Видим троих. Да, там следующее есть, но мы пока их не видим. Наверное, буду накрывать так. То есть тут, скорее всего, штурмаж без овера. Подходим к Overwatch. Тут Overwatch. Тут Overwatch. И накрываем. Так, и после этого сразу эвакуацию, да? Главное, чтобы следующие не сагрились, но они быстро агриться. Поединочки оставили, хорошо. Потому что сплэш, все дела. Главное, этих двоих добейтесь. И кто это, хрен с ним? А двоих добейтесь, очень хотелось бы. Полетели. И все стреляют в сектоида, судя по себе. А нет, один минус. Хорошо. Дальний как? Сектоид минус. Лут. Это живой, блин. Ноль хп, блин. Давай светошум не будем рисковать. Поехали. Ну, я понимаю, что у него один хит, но я под полуукрытием. Это 50 на 50 на попадание. Нафига мне это нужно? Сейчас вторые должны прибежать, потому что я близко достаточно. Мы пошумели довольно серьезно. Ну, у меня есть ракета, в общем-то. И надо сокращать дистанцию. И я не вызвал контейнер. В смысле эвакуации. Дурачок. В который раз уже? Сектоид поднимает зомбаря. Если бы 16, было бы 40. Давай, эвакуация. Э, эвакуация. И это не все, кстати. То есть, мы же только два пака видели. Поэтому. Поэтому, поэтому, поэтому. С одной стороны, хочется его флангануть. Во-первых, я точно спалю этот пак. Во-вторых, я могу спалить и второй. Вот, мне кажется, что нужно просто пострелять. Просто пострелять по зомбарю. Может быть, взорвать того. Контейнер пока хватает. Жалко, что сектоид первый ход таким вот образом тратит. Зря постреляю по этому. А хотя мне дебилт. Я могу сейчас второй раз выстрелить. Но лучше бы стрелил по второму. 27-27. Глядишь, поцарапал боевый сет. Хорош. Соракан. Футовер. Тут. Пусть будет даже выбор будет. А вот и пак. Это вот третий. То есть, все, теперь полностью. Офицер. Этот. Ну, тут игру очень. А хотя нет. Пулеметчик. Да. 45 пулеметчиков промазываем. Меточка. И стреляет еще. Козлина сейчас попали. Нет, не попал. Окей. Протокол блокировки. Отключение делаем раз. А может, протоколом нападения зачем ты отключаешься? Мы же проверили, что... А у тебя протокола нападения нет просто. Тогда протокол блокировки. Согласен. Маловато получается, да? Раз, два, три, четыре, пять. А, нет, нормально. Нормально, нормально. Отключили. Чуть больше половинки мы могли взять под контроль. И вроде как нужно подходить, брать лоут. Хотелось бы, но я точно пулю пак. Прям точно пулю пак. И никто на полхода не подходит. Поэтому, скорее всего, гренкой надо пытаться сбить. Ой, все понятно. А вот и пулю пак. Ну что, тогда рокет. Тогда рокет. Кучкуется раз. Возможно, кучкуется два. Я не уверен, что достанет. До третьего. Пошла ракета до трех. Действительно, раз. По двоим только попадаем. Дроид умирает от сплэша. Тут нету кавера. Это очень хорошо. Run and gun мне поможет только на сектоидом. Так, ну тут точно дебют. Семьдесят два раз. И еще лук. Ну и надо попробовать светошум. Не попробовали. Проехали. К сожалению, у меня светошума нет. Просто. Я сейчас уже рискую. Я могу флангануть сектоида вот отсюда. Долку от этого, правда, все равно нет. Ну как, нет. Почему я живу? Флангану. В конце концов. Дугомет шестьдесят пять. Можем его действительно положить. Инш косой. Давайте пробуем дугометом положить сектоидом. Хорош. Здесь перезарядку у М. Хэвиком не добегаем в любом случае. Даже если бы очень хотелось прибежать, не добегаем. Фул кавер поближе его карасиком. Пусть плывет. Инш флангуется, поэтому теряет время, стреляет по фул каверам. Ну и там обычно остается у меня тоже проблемы с точностью. Он не флангует. Да ты... А, там полу кавер. Защита, в общем, срабатывает. Контейнер взорвется через трех ходов. Так, здесь рананганом, соответственно, мелкого убиваем, скорее всего. Дальнего закидываем. А, все еще сектоид, приуныл, да? В любом случае нужен рананган. Вопрос только, кого мы забираем. Забираем обычного. Вот так, раз. Цель, глядить сейчас, саб сможет... Давай-давай-давай-давай. Хорошо. Лутицкий. Тут под полуукрытие максимально, наверное, да? Это не полуукрытие. Вот полуукрытие. Побежал. И, скорее всего, светошум. Потому что, если кто сейчас приходит в себя, если ему нужно того еще нейтрализовывать, и при этом еще активнее подходить, чтобы этот специалист... специалисты увидел. Позит съемные, позит съемные. Так, смотрим, откуда спец видит. Отсюда и видит полуукрытие. Это дистанция хреновая. Поэтому... Точность такая. Надо сокращать. И постреливать потихонечку. Ладно, давай. Хорош. 75 давай. Ну, с богом. Сектойт встает. У него один хит. У него проблемы с точностью. Все мы под кавером. Он нас не обходит. У дальнего тоже проблемы с точностью. Все под каверами. Ну, что будем делать? Тихо. 26. Этот стреляет тоже. Слава тебе, господи. 16 не попал. Так, один ход здесь явно в... Не, не явно. Вообще, я же должен еще попробовать взломать. Это же не до конца, да? Изменные сигналы. Что будет, если мы вышку возьмем? Изменные сигналы. Маскировка, все действия, мобильность защиты. Давай после. Наверное, сначала их убьем, потом уже будем травить. Так, здесь... Либо огнемет по-дальнему, либо фланг по сектоидам. Я думаю, что огнемет по-дальнему лучше, потому что сектоида многие могут убить. Этот горит, нет? Сложно сказать. Так, аспирант флангует сектоидом. Так лучше сделаем. А кто лута подбирать будет? Стой, погоди. Кто лут будет подбирать? Карасик, что ли? Так, давай сектоид 78. Раз. Похоже, что карасик. Как мне дальнего-то убивать? Гренка, что ли, только? Да, похоже, что гренка. И ладно. Ломаем тогда раз. Это у нас не закончит ход действия точно. А, по красной фиговине под полоской видно, сейчас вот горит. Окей, спасибо. Пусть горит, но он догорит тогда, если он действительно горит. А, вот это, да? Для вам. Забираем сундучок. Тут тоже будет вероятность определенная получить какой-то бонус. Небольшой запас внеземных сплавов. Ну, что ты будешь делать? И тем более, у меня еще ранение есть в этой миссии. Прям вот класс. Все, сейчас уходим эвакуируемся. Здесь берем лук. Чуть не забыл его совсем. Планшет адвента. И побежали, побежали, побежали. Все, 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 все. Он догорит, эвакуация через один ход. Дезориентация с ней так. Нет, он не горит. Это у него дезориентация была. А мне сейчас флангуют. Так, ладно, это у нас дезориентация, Генка. Ты, Максич, спасибо тебе, эксперт, блин. Что ты скажешь в своем оправдании? Он сам догорит, говорит он. Давай, я жду, я жду. Сейчас дойдет. Сейчас, сейчас, сейчас. Что скажешь? Хотя дезориентация такую же иконку вешает. Тебе не кажется, что это дешево немножко? Поздновато ты спохватился. Понимаешь, что нависло над тобой сейчас? Вот что вот чувствуешь? Это Банхаммер. Но исключительно из-за того, что у нас не демократия, и ты премиум. И мне лень. А я успел поправиться? Нет, не успел. Уже можно. Задержка на стриме. Ну все, за хитрость я тебя баню. Я знаю, что ты неправ. Если бы ты сказал правду, тебя бы не забанили. Задержка на стриме. Хитрый какой. Ненавижу хитрых. Сам такой, потому что... Так, подкрепление на подходе. Каким неймом нужно быть, чтобы писать о том, что задержка на стриме, хотя, если уже в чате, понаписали тебе, что как бы... ПГшечка. ПГшечка. Вроде как успеваем. И уйти. Это последний, что ли? Изи. Но ранение, опять же, было. Ладно, друзья. Уже начало первого. Стрим идет уже 9 часов 46 минут. Неплохо. Может, марафончик где-нибудь 40-часовой строится. Надо только куда-то жену спровадить. Так-то просто. Лонгвор по-другому не пройти. Ой, все левелапы получили. Молниеносный, да. Гранатометчик. Пусть сапер. Специалист 57 взлом. Хорошо. Протокол нападения. Разрушители взрывные. Хотя, точность у меня такая, что хоть иди огнеметом жарь. С него здоровья много, мобильность средняя. Но меткость такая, что рокеты... Ладно, давай. С места будем запускать их только. И рейнджер-аспирант. Лицом к лицу. Точно? Нет, огневая поддержка. Лицом к лицу это для дробаша. С твоей точностью лучше огневую брать. Живем. Прицел. Лазерный прицел. Глушитель, планшет. Это пофармили. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что болели. Сегодня у нас трай запоролз основной. Но были сделаны выводы. Попробуем реабилитироваться в следующий раз. Скорее всего, завтра вечерком тоже будет иксчем. Но чтобы точно... Ой, мутон бронированный какой. Мутон-центурион. Дикий вообще. Дугометом так же убивается. На два хода. Подписывайтесь, чтобы узнать, когда будет следующий стрим. Благодарю за внимание. Простите, если что не так. До скорых встреч.